Патха-Маху-Нио-Сутта, достойный даров 1. АН 6.1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхи в Рощаджеты в монастыре Анатхай-Пиндике. Там Благословенный обратился к монахам, монахи. Учитель. Отвечали те монахи. Благословенный сказал, монахи, обладая шестью качествами, монах достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. Какими шестью? 1. Вот, увидев форму глазом, монах не обрадован, не опечален, но пребывает невозмутимым, осознанным и бдительным. 1. 2. Услышав ухом звук. 3. Учуяв носом запах. 4. Ощутив языком вкус. 5. Подчувствовав тактильные ощущения телом. 6. Познав ментальный феномен умом, монах не обрадован, не опечален, но пребывает невозмутимым, осознанным и бдительным. Обладая этими шестью качествами, монах достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. Так сказал благословенный. Обрадованные, монахи восхитились словами благословенного. 1. По заметке комментария, он не обрадован из-за влечения к объекту или же не опечален из-за отвращения, неприятия объекта. Речь идет о бараханте. Дутияхуния сутта, достоин и даров 2. АН 6.2. Сутта идентична предыдущей АН 6.1, но здесь перечисляются шесть качеств сверхспособностей, которые идут с 5 по 10 пункт АН 10.97. Индрио сутта, качество АН 6.3. Благословенный сказал, монахи, обладая шестью качествами, монах достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. Какими шестью? Он обладает, один, качеством веры, два, качеством усердия, три, качеством осознанности, четыре, качеством сосредоточения, пять, качеством мудрости, шесть, и за счет уничтожения умственных загрязнений в этой самой жизни он входит и пребывает в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания. Обладая этими шестью качествами, монах достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. Балла сутта, силы. АН 6.4. Сутта идентична предыдущей АН 6.3, но здесь вместо качества веры и так далее идет сила веры и так далее соответственно. ПАТХАМА АДЖАНИО СУТТА, ЧИСТОКРОВНЫЙ СКОКУН АН 6.5. Благословенный сказал, монахи, обладая шестью факторами, царский превосходный чистокровный скакун достоин царя, является принадлежностью царя, считается одним из факторов царствования. Какими шестью? Вот царский превосходный скакун терпеливо выносит 1. Формы, терпеливо выносит 2. Звуки 3. Запахи 4. Вкусы 5. Тактильные ощущения 6. Наделен красотой Обладая этими шестью факторами, царский превосходный чистокровный скакун достоин царя, является принадлежностью царя, считается одним из факторов царствования. Точно так же, обладая шестью качествами, монах достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. Какими шестью? Вот монах терпеливо выносит 1. Формы, терпеливо выносит 2. Звуки 3. Запахи 4. Вкусы 5. Тактильные ощущения 6. Ментальные феномены Обладая этими шестью качествами, монах достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. Сутты АН 6.6.7 Эти две сутты идентичны предыдущей АН 6.5, но здесь, в первой сутте, шестым качеством скакуна упоминается сила, а во второй сутте – скорость. Анотария сутта, непревзойденная. АН 6.8 Благословенный сказал, монахи, есть эти шесть непревзойденных вещей. Какие шесть? Один, непревзойденное видение, два, непревзойденное слушание, три, непревзойденное обретение, четыре, непревзойденная тренировка, пять, непревзойденное услужение, шесть, непревзойденное пометование. Таковы шесть непревзойденных вещей. Один. Один, смотри. АН 6.30 АН 6.9 АН 6.9 Благословенный сказал, монахи, есть эти шесть тем для пометования. Какие шесть? 1. Уметование о Будде, 2. Уметование о Дхаме, 3. Уметование о Санхе, 4. Уметование о Нравственности, 5. Уметование о Щедрости, 6. Уметование о Божествах. Таковы шесть тем для пометования. 1.1, смотри. АН 6.10 Маханама сутта, Маханама. АН 6.10 Однажды благословенный пребывал в стране Сакьи в Капилаватху в Баниновом парке. И тогда Маханама из клана Сакьев отправился к благословенному, поклонился ему, сел рядом, и сказал, господин, как пребывает ученик благородных, который достиг плода и понял учение? 1. Маханама, ученик благородных, который достиг плода и понял учение, часто пребывает вот как? 1. Вот, Маханама, ученик благородных памятует о Татхагате, благословенный, арахант, полностью просветленный, совершенный в истинном знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Когда ученик благородных пометует о Татхагате, то в этом случае его ум не охвачен жаждой, злобой или заблуждением. В этом случае его ум выпрямлен, опираясь на Татхагату. Ученик благородных с выпрямленным умом черпает вдохновение в значении, черпает вдохновение в Дхамме, обретает радость, связанную с Дхаммой. Когда он рад, возникает восторг. У того, чей ум пропитан восторгом, тело становится безмятежным. Тот, у кого тело безмятежно, ощущает удовольствие. Ум того, кто ощущает удовольствие, становится сосредоточенным. И такое называется учеником благородных, который пребывает устойчивым среди людей и неустойчивых, пребывает неугнетенным среди людей угнетенных. Ведь тот, кто вступил в поток Дхаммы, развивает пометование о Будде. Два, далее, Маханама, ученик благородных памятует о Дхамме, Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. Когда ученик благородных памятует о Дхамме, то в этом случае его ум не охвачен жаждой, злобой, или заблуждением. В этом случае его ум выпрямлен, опираясь на Дхамму. Ученик благородных с выпрямленным умом черпает вдохновение в значении, черпает вдохновение в Дхамме, обретает радость, связанную с Дхаммой. Когда он рад, возникает восторг. У того, чей ум пропитан восторгом, тело становится безмятежным. Тот, у кого тело безмятежно, ощущает удовольствие. Ум того, кто ощущает удовольствие, становится сосредоточенным. И такое называется учеником благородных, который пребывает устойчивым среди людей и неустойчивых, пребывает неугнетенным среди людей и угнетенных. Ведь тот, кто вступил в поток Дхаммы, развивает памятование о Дхамме. Три, далее, Маханама, ученик благородных памятует о Сангхе, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по правильному пути, другими словами, четыре пары или восемь типов личностей. Это Сангха учеников благословенного, достойная даров, достойное гостеприимство, достойное подношение, достойное уважение, несравненное поле заслуг для мира. Когда ученик благородных памятует о Сангхе, то в этом случае его ум не охвачен жаждой, злобой или заблуждением. В этом случае его ум выпрямлен, опираясь на Сангху. Ученик благородных с выпрямленным умом черпает вдохновение в значении, черпает вдохновение в Дхамме, обретает радость, связанную с Дхаммой. Когда он рад, возникает восторг. У того, чей ум пропитан восторгом, тело становится безмятежным. Тот, у кого тело безмятежно, ощущает удовольствие. Ум того, кто ощущает удовольствие, становится сосредоточенным. И такое называется учеником благородных, который пребывает устойчивым среди людей и неустойчивых, пребывает неугнетенным среди людей угнетенных. Ведь тот, кто вступил в поток Дхаммы, развивает памятование о Сангхе. 4. Далее, Маханама, ученик благородных памятует о своем собственном нравственном поведении, цельном, безупречном, не имеющем изъянов, не запятнанном, освобождающем, восхваляемым мудрецами, ярком, ведущем к сосредоточению. Когда ученик благородных памятует о своем нравственном поведении, то в этом случае его ум не охвачен жаждой, злобой или заблуждением. В этом случае его ум выпрямлен, опираясь на нравственное поведение. Ученик благородных с выпрямленным умом черпает вдохновение в значении, черпает вдохновение в Дхамме, обретает радость, связанную с Дхаммой. Когда он рад, возникает восторг. У того, чей ум пропитан восторгом, тело становится безмятежным. Тот, у кого тело безмятежно, ощущает удовольствие. Ум того, кто ощущает удовольствие, становится сосредоточенным. И такое называется учеником благородных, который пребывает устойчивым среди людей и неустойчивых, пребывает неугнетенным среди людей угнетенных. Ведь тот, кто вступил в поток Дхаммы, развивает памятование о нравственном поведении. 5. Далее, Маханама, ученик благородных памятует о своей щедрости. Воистину, велика моя удача и благо, что среди людей, охваченных пятном скупости, я пребываю дома с умом, лишенным скупости, щедрым, открытым, радуюсь оставлению, предан благотворительности, радуюсь дарению и разделению. Когда ученик благородных памятует о своей щедрости, то в этом случае его ум не охвачен жаждой, злобой или заблуждением. В этом случае его ум выпрямлен, опираясь на нравственное поведение. Ученик благородных с выпрямленным умом черпает вдохновение в значении, черпает вдохновение в Дхамме, обретает радость, связанную с Дхаммой. Когда он рад, возникает восторг. У того, чей ум пропитан восторгом, тело становится безмятежным. Тот, у кого тело безмятежно, ощущает удовольствие. Ум того, кто ощущает удовольствие, становится сосредоточенным. И такое называется учеником благородных, который пребывает устойчивым среди людей и неустойчивых, пребывает неугнетенным среди людей и угнетенных. Ведь тот, кто вступил в поток Дхаммы, развивает памятование о щедрости. 6. Далее, Маханама, ученик благородных памятует о божествах, существуют Девы мира четырех великих царей, Деву Таватимсы, Деву Ямы, Деву Туситы, Девы, наслаждающиеся творениями, Девы, которые имеют власть над творениями других, Девы Свиты Брахмы, и Девы, что превыше этих. Наделенные таким-то уровнем веры, они, умерев здесь в этой жизни, переродились там. Точно такая же вера есть и у меня тоже. Наделенные таким-то уровнем нравственного поведения. Учености, щедрости, мудрости, они, умерев в этой жизни, переродились там. Точно такая же мудрость есть и у меня тоже. Когда ученик благородных памятует о вере, нравственном поведении, учености, щедрости, мудрости как в себе, так и в тех божествах, то в этом случае его ум не охвачен жаждой, злобой, или заблуждением. В этом случае его ум выпрямлен, опираясь на божества. Ученик благородных с выпрямленным умом черпает вдохновение в значении, черпает вдохновение в Дхамме, обретает радость, связанную с Дхаммой. Когда он рад, возникает восторг. У того, чей ум пропитан восторгом, тело становится безмятежным. Тот, у кого тело безмятежно, ощущает удовольствие. Ум того, кто ощущает удовольствие, становится сосредоточенным. И такое называется учеником благородных, который пребывает устойчивым среди людей и неустойчивых, пребывает неугнетенным среди людей угнетенных. Ведь тот, кто вступил в поток Дхаммы, развивает памятование о божествах. Маханама, вот как часто пребывает ученик благородных, который достиг плода и понял учение. Один, комментарий поясняет, что речь идёт о плоде вступления в поток. Патхама Саранья Сутта, Радушия 1. АН 6.11. Благословенный сказал, монахи, есть эти шесть принципов Радушия. Какие шесть? Один, вот монах поддерживает телесные поступки, основанные на доброжелательности, как на людях, так и частным образом, по отношению к своим товарищам монахам. Таков принцип Радушия. 2. Далее, монах поддерживает словесные поступки, основанные на доброжелательности, как на людях, так и частным образом, по отношению к своим товарищам монахам. Таков ещё один принцип Радушия. 3. Далее, монах поддерживает умственные поступки, основанные на доброжелательности, как на людях, так и частным образом, по отношению к своим товарищам монахам. Таков еще один принцип радуши. 4. Далее, монах делится, не припрятывая это для себя, любыми праведными обретениями, которые были праведно получены, включая даже содержимое его чаши для сбора подаяний, и пользуется этими вещами совместно с его нравственными товарищами-монахами. Таков еще один принцип радуши. 5. Далее, монах пребывает как на людях, так и частным образом, разделяя вместе со своими товарищами-монахами нравственные поведения, цельные, безупречные, не имеющие изъянов, не запятненные, освобождающие, восхваляемые мудрецами, яркие, ведущие к сосредоточению. Таков еще один принцип радуши. 6. Далее, монах пребывает как на людях, так и частным образом, разделяя вместе со своими товарищами-монахами воззрение, которое и благородное и освобождающее, выводящее того, кто поступает в соответствии с ним, к полному уничтожению страданий. Таков еще один принцип радуши. Таковы, монахи, шесть принципов радуши. Дутия саранья сутта, радушия 2. АН 6.12. Сутта аналогична предыдущей АН 6.11, но здесь фраза принцип радушия чуть более длинная. Принцип радушия, который создает близость и уважение, ведет к схождению, к ней разногласиям, к гармонии, к единству. Смотри также АН 10.50. Несаранья сутта, элементы спасения. АН 6.13. Благословенный сказал, монахи, есть эти шесть элементов спасения. Какие шесть? Один, вот монах может сказать, я развил и взрастил освобождение ума доброжелательностью, сделал его своим основанием и средством передвижения, установил его, упражнялся в нем, и надлежащим образом осуществлял его. И, тем не менее, недоброжелательность все еще овладевает моим умом. Ему следует ответить, не так оно. Не говори так. Не искажай сказанного благословенным, ведь неблагостно это, искажать сказанное благословенным. Без сомнений, благословенный не мог бы такого сказать. Невозможно, немыслимо, друг, чтобы кто-либо развил бы и взрастил освобождение ума доброжелательностью, сделал его своим основанием и средством передвижения, установил его, упражнялся в нем, и надлежащим образом осуществлял его, и, все же, недоброжелательность все еще овладевала бы его умом. Нет такой возможности. Ведь это, друг, является спасением от недоброжелательности, то есть, освобождение ума доброжелательностью. Далее, бывает так, что некий монах может сказать, «Я развил и взрастил освобождение ума со страданием, сделал его своим основанием и средством передвижения, установил его, упражнялся в нем, и надлежащим образом осуществлял его». И, тем не менее, мысль о причинении вреда все еще овладевает моим умом. Ему следует ответить, «Не так оно. Не говори так. Не скажай сказанного благословенным, ведь не благостно это, искажать сказанное благословенным». Без сомнений, благословенный не мог бы такого сказать. Невозможно, немыслимо, друг, чтобы кто-либо развил бы и взрастил освобождение ума со страданием, сделал его своим основанием и средством передвижения, установил его, упражнялся в нем, и надлежащим образом осуществлял его, и, все же, мысль о причинении вреда все еще овладевала бы его умом. Нет такой возможности. Ведь это, друг, является спасением от мысли о причинении вреда, то есть, освобождении ума со страданием. Три, далее, бывает так, что некий монах может сказать, «Я развил и взрастил освобождение ума со радованием, сделал его своим основанием и средством передвижения, установил его, упражнялся в нем, и надлежащим образом осуществлял его. И, тем не менее, недовольство все еще овладевает моим умом. Ему следует ответить, «Не так оно. Не говори так. Не скажай сказанного благословенным, ведь не благостно это, искажать сказанное благословенным». Без сомнений, благословенный не мог бы такого сказать. Невозможно, немыслимо, друг, чтобы кто-либо развил бы и взрастил освобождение ума со радованием, сделал его своим основанием и средством передвижения, установил его, упражнялся в нем, и надлежащим образом осуществлял его, и, все же, недовольство все еще овладевало бы его умом. Нет такой возможности. Ведь это, друг, является спасением от недовольства, то есть, освобождение ума со радованием. 4. Далее, бывает так, что некий монах может сказать, «Я развил и взрастил освобождение ума невозмутимостью», сделал его своим основанием и средством передвижения, установил его, упражнялся в нем, и надлежащим образом осуществлял его. И, тем не менее, страсть все еще овладевает моим умом. Ему следует ответить, «Не так оно. Не говори так. Не искажай сказанного благословенным, ведь не благостно это, искажать сказанное благословенным». Без сомнений, благословенный не мог бы такого сказать. Невозможно, немыслимо, друг, чтобы кто-либо развил бы и взрастил освобождение ума невозмутимостью, сделал его своим основанием и средством передвижения, установил его, упражнялся в нем, и надлежащим образом осуществлял его, и, все же, страсть все еще овладевала бы его умом. Нет такой возможности. Ведь это, друг, является спасением от страсти, то есть, освобождение ума невозмутимостью. 1. 5. Далее, бывает так, что некий монах может сказать, «Я развил и взрастил беспредметное освобождение ума». 2. Сделал его своим основанием и средством передвижения, установил его, упражнялся в нем, и надлежащим образом осуществлял его. И, тем не менее, мое сознание все еще устремляется вместе с объектами. Ему следует ответить, «Не так оно». Не говори так. Не скажай сказанного благословенным, ведь не благостно это, искажать сказанное благословенным. Без сомнений, благословенный не мог бы такого сказать. Невозможно, немыслимо, «Друг», чтобы кто-либо развил бы и взрастил беспредметное освобождение ума, сделал его своим основанием и средством передвижения, установил его, упражнялся в нем, и надлежащим образом осуществлял его, и, все же, его ум все еще устремлялся бы вместе с объектами. Нет такой возможности. Ведь это, «Друг», является спасением от всех объектов, то есть, беспредметное освобождение ума. 6. Далее, бывает так, что некий монах может сказать, «Я отбросил ощущение, я есть, и не отношусь к чему бы то ни было, как, я таков, и все же дротик сомнений и замешательства все еще овладевает моим умом». Ему следует ответить, «Не так оно. Не говори так. Не скажай сказанного благословенным, ведь неблагостно это, искажать сказанное благословенным». Без сомнений, благословенный не мог бы такого сказать. Невозможно, немыслимо, друг, чтобы когда кто-либо отбросил бы ощущение, «Я есть», и не относился к чему бы то ни было, как, «Я таков», и все же дротик сомнений и замешательства все еще овладевал бы его умом. Нет такой возможности. Ведь это, друг, является спасением от дротика сомнений и замешательства, то есть, искоренение и самомнений, «Я есть». Три. Таковы, монахи, шесть элементов спасения. Один, используется слово рога, «страсть». В этом контексте оно, скорее всего, означает личное предпочтение, нежели чувственное желание. Не безинтересно, что в МН-62 невозмутимость противопоставляется патикхе, отторжению, то есть, полной противоположности страсти. Учитывая то, что невозмутимость является состоянием безвлечения и отторжения, неудивительно, что оно предлагается в качестве противоядия к этим двум противоположным качествам. Два, анимецочетавимуте. Речь идет о достижении развитого беспредметного сосредоточения ума, анимецочетасамадхи. Смотри. СН-49. Три, в стандартном изложении достижения плодов и устранения загрязнений ума говорится, что сомнение, замешательство, идея, я таков, устраняются на уровне вступления в поток, а самомнение, я есть, на уровне араханства, смотри. СН-22-89. В данном же фрагменте, почему-то, наличие сомнения берется в качестве критерия того, что человек еще не устранил самомнение, я есть. Хаддака сутта, хорошая смерть. АН-6-14. И тогда достопочтенный сарипутта обратился к монахам, друзья монахи. Друг. Отвечали те монахи. Достопочтенный сарипутта сказал, друзья, бывает такой случай, когда монах проводит свое время так, что его не ждет хорошая смерть. И как монах проводит свое время так, что его не ждет хорошая смерть? 1. 1. Вот монах наслаждается работой, радуется работе, придается наслаждению работой. 2. Он наслаждается разговорами, радуется разговором, придается наслаждению разговорами. 3. Он наслаждается сном, радуется сну, придается наслаждению сном. 4. Он наслаждается компанией, радуется компанией, придается наслаждению компанией. 5. Он наслаждается связностью, радуется связности, придается наслаждению связностью. 6. Он наслаждается разрастанием, радуется разрастанию, предается наслаждению разрастанием. 2. Когда монах проводит свое время так, его не ждет хорошая смерть. Такой монах зовется тем, кто радуется личностному существованию. 3. Который не отбросил личностного существования, чтобы полностью положить конец страданиям. Монахи, бывает иной случай, когда монах проводит свое время так, что его ждет хорошая смерть. И как монах проводит свое время так, что его ждет хорошая смерть. Вот монах не наслаждается работой. Не предается наслаждению разрастанием. Когда монах проводит свое время так, его ждет хорошая смерть. Такой монах зовется тем, кто радуется Ниббане, кто отбросил личностное существование и полностью положил конец страданиям. И далее он добавил, то существо, что радуется разрастанию, и разрастанием кое наслаждается, добраться до Ниббаны не сумела, от подневольности непревзойденного спасения. Но тот, кто смог отбросить разрастание, находит кто вне разрастания и восторг, тот смог добраться до Неббаны, от подневольности непревзойденного спасения. 1. Комментарий понимает под хорошей смертью перерождение в благих уделах, а под нехорошей – в плохих. 2. В первом пункте речь идет о различных работах по монастырю и так далее. В пятом пункте речь идет о связях с монахами, мирянами, общественных делах и так далее. В последнем пункте речь идет о разрастании, папанча, умственных загрязнений из-за жажды, воззрений и самомнения. 3. Саккая. Примечание переводчика СВ, также можно перевести как самоопределение, самость, личность, индивидуальность, саккая диктхе, неправильное воззрение, убежденность в существовании некоего истинного Я в живом существе. Анатаппе сутта, сожаление. АН 6.15. Сутта идентична предыдущей АН 6.14. Но здесь вместо фразы «так, что его не ждет хорошая смерть», идет фраза «так, что он умирает в сожалении» и во второй части сутты «без сожаления». Накулапита сутта, Накулапита. АН 6.16. Однажды Благословенный пребывал в стране Бхага в Сунцумарагере в оленьем парке возле рощи Бхисакалы. И в то время домохозяин Накулапита был нездоров, поражен болезнью, серьезно болен. И тогда домохозяйка Накуламата сказала ему, не умирая в обеспокоенности, домохозяин. Умирать в обеспокоенности болезненно. Умирание в обеспокоенности порицалось Благословенным. Один, быть может, домохозяин, что ты думаешь так, после того, как я уйду, Накуламата не сможет содержать наших детей и поддерживать домохозяйство. Но тебе не стоит смотреть на это так. Я умелая в придении хлопка и изготовлении тканей. После того, как ты уйдешь, я смогу содержать наших детей и поддерживать домохозяйство. Поэтому, домохозяин, не умирай в обеспокоенности. Умирать в обеспокоенности болезненно. Умирание в обеспокоенности порицалось Благословенным. 2. Быть может, домохозяин, что ты думаешь так, после того, как я уйду, Накуламата возьмет другого мужа? Но тебе не стоит смотреть на это так. Ты ведь и сам знаешь, как знаю я, что последние шестнадцать лет мы вели мирскую целомудренную жизнь. 1. Поэтому, домохозяин, не умирай в обеспокоенности. Порицалась благословенным. 3. Быть может, домохозяин, что ты думаешь так, после того, как я уйду, Накуламата не захочет посещать благословенного Исангху монахов. Но тебе не стоит смотреть на это так. После того, как ты уйдешь, домохозяин, я буду еще более активно посещать благословенного Исангху монахов. Поэтому, домохозяин, не умирай в обеспокоенности. Порицалась благословенным. 4. Быть может, домохозяин, что ты думаешь так, Накуламата не исполняет нравственного поведения. Но тебе не стоит смотреть на это так. Ведь я одна из одетых белой милианок-последовательниц благословенного, который исполняет нравственное поведение. Если у кого-либо имеются сомнения или неуверенность в этом, то благословенный, Арахант, полностью просветленный пребывает в стране Бхага в Сунцамараге револением парке возле рощи Бхисакалы. Они могут пойти и спросить у него. Поэтому, домохозяин, не умирай в обеспокоенности. Порицалась благословенным. 5. Быть может, домохозяин, что ты думаешь так, Накуламата не обретает внутреннего успокоения ума. Но тебе не стоит смотреть на это так. Ведь я одна из одетых белой милианок-последовательниц благословенного, которая обретает внутреннее успокоение ума. Если у кого-либо имеются сомнения или неуверенность в этом, то благословенный, Арахант, полностью просветленный пребывает в стране Бхага в Сунцамараге револением парке возле рощи Бхисакалы. Они могут пойти и спросить у него. Поэтому, домохозяин, не умирай в обеспокоенности, Порицалась благословенным. 6. Быть может, домохозяин, что ты думаешь так, Накуламата не достигла опоры, прочного основания, уверенности в этой Дхамме и Винае, не пересекла сомнений, не избавилась от замешательства, не достигла уверенности в себе и не стала независимой от других учений учителя. Но тебе не стоит смотреть на это так. Ведь я одна из одетых белой милианок-последовательниц благословенного, которая достигла опоры. Стала независимой от других учений учителя. 2. Если у кого-либо имеются сомнения или неуверенность в этом, то благословенный, Арахант, полностью просветленный пребывает в стране Бхага в Сунцамарагере в оленьем парке возле рощи Бхисакалы. Они могут пойти и спросить у него. Поэтому, домохозяин, не умирай в обеспокоенности, Порицалась благословенным. И тогда, по мере того, как домохозяйка Накуламата увещевала домохозяина Накулапиту, его болезнь тут же отступила. Накулапита выздоровел от этой болезни, и вот как его болезнь была отброшена. И вскоре после того, как он выздоровел, домохозяин Накулапита, опираясь на посох, отправился к благословенному. Он поклонился благословенному и сел рядом. Затем благословенный сказал ему, воистину, велика твоя удача и благо, домохозяин, что домохозяйка Накуламата имеет такое сострадание к тебе, желает тебе благополучия, советует тебе, и наставляет тебя. Накуламата – одна из моих одетых белой миллионок-последовательниц, которая исполняет нравственное поведение. Она одна из моих одетых белой миллионок-последовательниц, которая обретает внутреннее успокоение ума. Она одна из моих одетых белой миллионок-последовательниц, которая достигла опоры, прочного основания, уверенности в этой Дхамме Винае, пересекла сомнения, избавилась от замешательства, достигла уверенности в себе, и стала независимой от других учений учителя. Воистину, велика твоя удача и благо, домохозяин, что домохозяйка Накуламата имеет такое сострадание к тебе, желает тебе благополучия, советует себе, и наставляет тебя. Один, по заметке достопочтенного Бодхи, в традиционных буддийских странах не является редкостью, когда преданные буддийские пары, родив несколько детей, взаимно соглашаются соблюдать целомудрии. Два, этим она утверждает, что, как минимум, достигла плода вступления в поток. Не безинтересно, что речь идет также и о Винае. Это означает, что слово Винае может употребляться не только по отношению к монашескому уставу, но и в более широком смысле, как дисциплина, в некоторых контекстах. Кусала сутта, благое. А.Н. 6.17. Однажды Благословенный пребывал в Савайтхи в Рощаджете в монастыре Анатхайпиндике. И тогда, вечером, Благословенный вышел из затворничества и отправился в зал для собраний, где сел на подготовленное сидение. Также, вечером, Достопочтенный Сарипутта вышел из своего затворничества и отправился в зал для собраний, где поклонился Благословенному и сел рядом. Также, вечером, Достопочтенный Махамагалана. Достопочтенный Махакасапа. Достопочтенный Махакачайна. Достопочтенный Махакоттхита. Достопочтенный Махачунда. Достопочтенный Махакаппина. Достопочтенный Анурутха. Достопочтенный Ревата. Достопочтенный Ананда вышел из своего затворничества и отправился в зал для собраний, где поклонился Благословенному и сел рядом. И затем, проведя почти всю ночь в сидении, Благословенный поднялся со своего сидения и ушел в свою хижину. Вскоре после того, как Благословенный ушел, те Достопочтенные также поднялись со своих сидений и ушли в свои хижины. Но те монахи, которые недавно получили посвящение, которые недавно ушли в бездомную жизнь, которые недавно пришли в эту Дхаму и Винаю, проспали и прохрапели до рассвета. Божественным глазом, очищенным и превосходящим человеческий, Благословенный увидел тех монахов спящими, храпящими до рассвета. Тогда он отправился в зал для собраний, сел на подготовленные сидения, и обратился к тем монахам, монахи, где Сарипутта? Где Махамагалана? Где Махакасапа? Махакачайна? Махакоттхита? Махачунда? Махакаппина? Анурутха? Ревата? Ананда? Куда ушли эти старшие ученики? Учитель, вскоре после того, как Благословенный ушел, те достопочтенные также поднялись со своих сидений и ушли в свои хижины. Монахи, когда старшие монахи ушли, почему вы, недавно получившие посвящение, спите и храпите до рассвета? Один, как вы думаете, монахи? Видели ли вы или слышали ли вы когда-нибудь о том, чтобы миропомазанный кхатийский царь, осуществляющий владычество всю свою жизнь, милый и приятный своей стране, тратил бы столько времени, сколько хотел, на удовольствие отдыха, удовольствие лености, удовольствие сна? Нет, учитель. Хорошо, монахи. Я тоже никогда не видел и не слышал о таком. Два, как вы думаете, монахи? Видели ли вы или слышали ли вы когда-нибудь о том, что бы царский чиновник? Три, любимый сын. Четыре, военачальник. Пять, старейший на деревне. Шесть, глава гильдии, осуществляющий владычество над гильдией всю свою жизнь, тратил бы столько времени, сколько хотел, на удовольствие отдыха, удовольствие лености, удовольствие сна? Как вы думаете, монахи? Представьте, как если бы жрец или отшельник тратил бы столько времени, сколько хотел, на удовольствие отдыха, удовольствие лености, удовольствие сна? Он бы не охранял двери органов чувств, был бы неумеренным в виде, не предавался бы бодрствованию. У него не было бы прозрения в благе качества. Он не пребывал бы настроенным на развитие средств к просветлению в ранних и поздних периодах ночи. Слышали ли вы, чтобы такой за счет уничтожения пятен умственных загрязнений в этой самой жизни вошел бы и пребывал в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания? Поэтому, монахи, вот как вам следует тренировать себя, мы будем охранять двери органов чувств, будем умеренными в еде, будем предаваться бодрствованию. У нас будет прозрение в благе качества, мы будем пребывать настроенными на развитие средств к просветлению в ранних и поздних периодах ночи. Вот, монахи, как вам следует тренировать себя. Мачхабан Тхасута, торговец рыбой. АН 6.18 Однажды Благословенный странствовал по стране Касал вместе с Большой Сангхой монахов. И затем, идя по дороге, в некоем месте Благословенный увидел, как торговец рыбы убивает рыбу и продает ее. Он сошел с дороги, сел на подготовленное для него сидение у подножья некоего дерева, и обратился к монахам, монахи, видите того торговца рыбой, который убивает рыбу и продает ее? Да, учитель. Один, как вы думаете, монахи? Видели ли вы или слышали ли вы когда-нибудь о том, чтобы торговец рыбой, убивая рыбу и продавая ее, мог бы посредством этой работы и средств к жизни путешествовать на слоне или лошади, в колеснице или ином средстве передвижения, или же наслаждаться или жить за счет накопленного большого богатства? Нет, учитель. Хорошо, монахи. Я тоже никогда не видел и не слышал о таком. И почему? Потому что он с жестокостью смотрит на пойманную рыбу по мере того, как она поступает на убой. Поэтому он не путешествует на слоне или лошади, в колеснице или ином средстве передвижения, и не наслаждается и не живет за счет накопленного большого богатства. Два, как вы думаете, монахи? Видели ли вы или слышали ли вы когда-нибудь о том, чтобы мясник, убивая и продавая коров? Три, мясник, убивая и продавая овец. Четыре, свиней. Пять, домашнюю птицу. Шесть, мясник, убивая и продавая оленей, мог бы посредством этой работы и средств к жизни путешествовать на слоне или лошади, в колеснице или ином средстве передвижения, или же наслаждаться или жить за счет накопленного большого богатства? Хорошо, монахи. Я тоже никогда не видел и не слышал о таком. И почему? Потому что он с жестокостью смотрит на пойманных оленей по мере того, как они поступают на убой. Поэтому он не путешествует на слоне или лошади, в колеснице или ином средстве передвижения, и не наслаждается и не живет за счет накопленного большого богатства. Монахи, тот, кто с жестокостью смотрит на пойманных животных по мере того, как они поступают на убой, не будет путешествовать на слоне или лошади, в колеснице или ином средстве передвижения, или же не будет наслаждаться или жить за счет накопленного большого богатства. Что уж говорить о том, кто с жестокостью смотрит на приговоренных людей, поступающих на убой? Это приведет к его вреду и страданию в течение долгого времени. С распадом тела, после смерти, он переродится в состояние лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. Патхама Маранасати сутта «Осознанность к смерти 1». АН 6.19. Сутта идентична АН 8.73, но здесь отсутствуют пункты 3 и 5. Дутия Маранасати сутта «Осознанность к смерти 2». АН 6.20. Сутта идентична АН 8.74, но здесь отсутствуют пункты 7 и 8. Самака сутта «Самака». АН 6.21. Однажды благословенный пребывал в стране Сакьи в Самагамаке возле лотосового пруда. И когда наступила глубокая ночь, некий Дэва, обладающий поразительной красотой, освещая всю рощу Джеты, подошел к благословенному, поклонился, встал рядом. И сказал благословенному, «Господин, есть эти три качества, что ведут к упадку монаха». Какие три? Один – наслаждение работой, два – наслаждение разговорами, три – наслаждение сном. Таковы три качества, что ведут к упадку монаха. Так сказал тот Дэва. Учитель одобрил. Затем-то божество, подумав, учитель согласен со мной, поклонилась благословенному, обошло его с правой стороны, и прямо там исчезла. И когда минула ночь, благословенный обратился к монахам, прошлой ночью, монахе, когда наступила глубокая ночь, некий Дэва, обладающий поразительной красотой, освещая всю рощу Джеты, подошел ко мне, поклонился, встал рядом, и сказал мне, «Господин, есть эти три качества, которые ведут к упадку монаха. Какие три? Наслаждение работой, наслаждение разговорами, наслаждение сном. Таковы три качества, которые ведут к упадку монаха». Так сказал тот Дэва. Затем это божество поклонилось мне, обошло меня с правой стороны, и прямо там исчезло. Монахи, большое несчастье и потеря для тех из вас, о ком даже божества знают, что вы не спадаете в благих качествах. Я научу вас, монахи, другим трем качествам, которые ведут к упадку. Слушайте внимательно. Я буду говорить. Да, учитель, отвечали те монахи. Благословенный сказал так, и каковы, монахи, иные три качества, которые ведут к упадку? 4. Наслаждение компанией. 5. Трудность исправить. 1. 6. Дружба с плохими друзьями. Таковы иные три качества, которые ведут к упадку. Монахи, все те, кто в прошлом не спадали в благих качествах, не спадали из-за этих шести качеств. Все те, кто в будущем не спадут в благих качествах, не спадут из-за этих шести качеств. Все те, кто в настоящем не спадают в благих качествах, не спадают из-за этих шести качеств. 1. Примечание переводчика СВ. Речь идет о том, что другим монахам трудно исправить его характер, поведение, воззрение и т.д. Опарихание сутта, не упадок. АН 6.22. Благословенный сказал, монахи, я научу вас шести качествам, которые ведут к неупадку. Слушайте внимательно. Я буду говорить. Да, учитель, отвечали те монахи. Благословенный сказал, и каковы, монахи, шесть качеств, которые ведут к неупадку? 1. Отсутствие наслаждения работой, 2. Отсутствие наслаждения разговорами, 3. Отсутствие наслаждения сном, 4. Отсутствие наслаждения компанией, 5. Легкость исправить, 6. Дружба с хорошими друзьями. Таковы шесть качеств, которые ведут к неупадку. Монахи, все те, кто в прошлом не ниспадали в благих качествах, не ниспадали из-за этих шести качеств. Все те, кто в будущем не ниспадут в благих качествах, не ниспадут из-за этих шести качеств. Все те, кто в настоящем не ниспадают в благих качествах, не ниспадают из-за этих шести качеств. Пхая сутта, опасность. АН 6.23. Благословенный сказал, монахи, 1, опасность, это обозначение чувственных удовольствий. 2, страдание. 3, недуг. 4, нарыв. 5, узел. 6, болото, это обозначение чувственных удовольствий. И почему, монахи, опасность, это обозначение чувственных удовольствий? Человек возбужден чувственной страстью, скован желанием и страстью, не освобожден от опасности, присущей этой жизни, или от опасности, присущей будущим жизням. Вот почему опасность, это обозначение чувственных удовольствий. И почему страдание? И почему недуг? И почему нарыв? И почему узел? И почему болото, это обозначение чувственных удовольствий? Человек возбужден чувственной страстью, скован желанием и страстью, не освобожден от болота, присущего этой жизни, или от болота, присущего будущим жизням. Вот почему болото – это обозначение чувственных удовольствий. И далее он добавил «опасность, недуг и страданий, и узел, нарыв, и болото, то услады чувства Писания, к которым мирянин привязан». Увидев опасность в цеплянии, источник рождения и смерти, свободным став с нецеплянием, рождение и смерть устранив, спасение счастливый добился, не Бабаны достиг в этой жизни. Опасность, вражду одолевшая, за рамки страданий он вышел. Химаванта сутта, Гималая. АН 6.24. Благословенный сказал, монахи, обладая шестью качествами, монах может расколоть Гималая, царя всех гор, что уж говорить о гадком невежестве. Какими шестью? Вот монах, один, умелый в достижении сосредоточения, два, умелый в поддержании сосредоточения, три, умелый в выходе из сосредоточения, четыре, умелый в гибкости сосредоточения, пять, умелый в области сосредоточения, шесть, умелый в решимости в отношении сосредоточения. Один. Обладая этими шестью качествами, монах может расколоть Гималая, царя всех гор, что уж говорить о гадком невежестве. Один, комментарий, он умелый в достижении сосредоточения, он умелый во вхождении в сосредоточение, поняв, какая ему лично подходит еда и климат. Умелый в поддержании сосредоточения, он способен сделать сосредоточение устойчивым. Умелый в выходе из сосредоточения, он способен выйти из него в тот момент, который он установил заранее. Умелый в гибкости сосредоточения, он способен насытить ум счастьем для сосредоточения, сделать его, ум, годным. Умелый в области сосредоточения, избегая неполезных и неуместных вещей, обращаясь только к уместным и полезным, он знает, у этого сосредоточения такой-то образ, предмет, тема, в качестве объекта, это сосредоточение принимает ту же характеристику, что и его объект. Умелый в решимости в отношении сосредоточения, чтобы войти во все более высокие медитативные достижения, он способен направлять ум на сосредоточение первой джханы и так далее. Ануссатитхана сутта, тема для пометования. АН 6.25. Благословенный сказал, монахи, есть эти шесть тем для пометования. Какие шесть? Один, вот, монахи, ученик благородных памятует Ататхагати, благословенный, арахант, полностью просветленный, совершенный в истинном знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Когда ученик благородных памятует Ататхагати, то в этом случае его ум не охвачен жаждой, злобой, или заблуждением. В этом случае его ум просто выпрямлен. Он отошел от жажды, освободил себя от нее, вышел из нее. Жажда, монахи, это обозначение пяти нити чувственных удовольствий. Установив такое основание, некоторые существа очищаются таким образом. Далее, ученик благородных памятует Атхаме, Бхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. Когда ученик благородных памятует Атхаме, то в этом случае его ум не охвачен жаждой, злобой, или заблуждением. Очищаются таким образом. Три, далее, ученик благородных памятует Асангхе, сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по правильному пути, другими словами, четыре пары или восемь типов личностей, это сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, несравненное поле заслуг для мира. Когда ученик благородных памятует Асангхе, то в этом случае его ум не охвачен жаждой, злобой, или заблуждением. Очищаются таким образом. Четыре, далее, ученик благородных памятует о своем собственном нравственном поведении, цельном, безупречном, не имеющем изъянов, незапятнанном, освобождающим, восхваляемым мудрецами, ярком, ведущем к сосредоточению. Когда ученик благородных памятует о своем нравственном поведении, то в этом случае его ум не охвачен жаждой, злобой, или заблуждением. Очищаются таким образом. 5. Далее, ученик благородных памятует о своей щедрости, воистину, велика моя удача и благо, что среди людей, охваченных загрязнением скупости, я пребываю дома с умом, лишенным скупости, щедрым, открытым, радуясь оставлению, предан благотворительности, радуясь дарению и разделению. Когда ученик благородных памятует о своей щедрости, то в этом случае его ум не охвачен жаждой, злобой, или заблуждением. Очищаются таким образом. 6. Далее, ученик благородных памятует о божествах, существуют девы мира четырех великих царей, деву Таватимсы, деву Ямы, деву Туситы, девы, наслаждающиеся творениями, девы, которые имеют власть над творениями других, девы Свиты Брахма и девы, что превыше этих. Наделенные таким-то уровнем веры, они, умерев здесь в этой жизни, переродились там. Точно такая же вера есть и у меня тоже. Наделенные таким-то уровнем нравственного поведения, учености, щедрости, мудрости, они, умерев в этой жизни, переродились там. Точно такая же мудрость есть и у меня тоже. Когда ученик благородных памятует о вере, о нравственном поведении, об учёности в Дхамме, о щедрости, и мудрости в самом себе и в тех божествах, то в этом случае его ум не охвачен жаждой, злобой, или заблуждением. В этом случае его ум просто выпрямлен. Он отошёл от жажды, освободил себя от неё, вышел из неё. Жажда, монахи, это обозначение пятенити чувственных удовольствий. Установив также и это основание, некоторые существа очищаются таким образом. Таковы, монахи, шесть тем для памятования. Махакачина сутта, Махакачина. АН 6.26. Там Достопочтенный Махакачина обратился к монахам, друзья монахи. Друг. Отвечали те монахи. Достопочтенный Махакачина сказал, удивительно и поразительно, друзья, что благословенный, Арахант, полностью просветлённый, который знает и видит, обнаружил брешь среди ограничений, ради очищения существ, ради одоления печали и стенания, ради угасания боли и уныния, ради обретения метода, ради осуществления неббаны, то есть, эти шесть тем для памятования. Один. Какие шесть? Один, вот, друзья, ученик благородных памятует Ататхагати, благословенный, Арахант, полностью просветлённый, совершенный в истинном знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойдённый учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробуждённый, благословенный. Когда ученик благородных памятует Ататхагати, то в этом случае его ум не охвачен жаждой, злобой или заблуждением. В этом случае его ум просто выпрямлен. Он отошёл от жажды, освободил себя от неё, вышел из неё. Жажда, монахи, это обозначение пяти нити чувственных удовольствий. Этот ученик благородных пребывает с умом, всецелоподобным пространству, обильным, обширным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Установив подобные основания, некоторые существа становятся чистыми таким образом. Далее, ученик благородных памятует Атхамме, Атхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, не зависящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. Когда ученик благородных памятует Атхамме, то в этом случае его ум не охвачен жаждой, злобой или заблуждением. Становятся чистыми таким образом. 3. Далее, ученик благородных памятует Атхамме, сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по правильному пути, другими словами, четыре пары или восемь типов личностей, это сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, несравненное поле заслуг для мира. Когда ученик благородных памятует Атхамме, то в этом случае его ум не охвачен жаждой, злобой, или заблуждением. Становятся чистыми таким образом. 4. Далее, ученик благородных помятует о своем собственном нравственном поведении, цельном, безупречном, не имеющем изъянов, не запятнанном, освобождающим, восхваляемым мудрецами, ярком, ведущим к сосредоточению. Когда ученик благородных помятует о своем нравственном поведении, то в этом случае его ум не охвачен жаждой, злобой, или заблуждением. Становятся чистыми таким образом. 5. Далее, ученик благородных памятует о своей щедрости. Воистину, велика моя удача и благо, что среди людей, охваченных загрязнением скупости, я пребываю дома с умом, лишенным скупости, щедрым, открытым, радуюсь оставлению, предан благотворительности, радуюсь дарению и разделению. Когда ученик благородных памятует о своей щедрости, то в этом случае его ум не охвачен жаждой, злобой, или заблуждением. Становятся чистыми таким образом. 6. Далее, ученик благородных памятует о божествах. Существуют дэвы мира четырех великих царей, дэву Таватимсы, дэву Ямы, дэву Туситы, дэвы, наслаждающиеся творениями, дэвы, которые имеют власть над творениями других, дэвы Свиты Брахмы и дэвы, что превыше этих. Наделенные таким-то уровнем веры, они, умерев здесь в этой жизни, переродились там. Точно такая же вера есть и у меня тоже. Наделенные таким-то уровнем нравственного поведения, учености, щедрости, мудрости, они, умерев в этой жизни, переродились там. Точно такая же мудрость есть и у меня тоже. Когда ученик благородных памятует о вере, о нравственном поведении, об учености в Дхаме, о щедрости и мудрости в самом себе и в тех божествах, то в этом случае его ум не охвачен жаждой, злобой, или заблуждением в этом случае его ум просто выпрямлен. Он отошел от жажды, освободил себя от нее, вышел из нее. Жажда, монахи, это обозначение пяти нити чувственных удовольствий. Этот ученик благородных пребывает с умом, всецелоподобным пространству, обильным, обширным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Установив это подобное основание тоже, некоторые существа становятся чистыми таким образом. Удивительно и поразительно, друзья, что благословенный, Арахант, полностью просветленный, который знает и видит, обнаружил брешь среди ограничений, ради очищения существ, ради одоления печали истинания, ради угасания боли и уныния, ради обретения метода, ради осуществления неббаны, то есть, эти шесть тем для пометования. Один, подобную фразу произносит достопочтенный Ананда Вайан 9.37, говоря о глубоких медитативных состояниях. Патхама самая сутта, случай один. Анан 6.27. И тогда некий монах подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом, и сказал, учитель, сколько существует подобающих случаев для того, чтобы посетить уважаемого монаха? Один. Монах, существует шесть подобающих случаев для того, чтобы посетить уважаемого монаха. Какие шесть? Один, вот, монах, когда ум монаха охвачен и подавлен чувственной жаждой, и он не понимает в соответствии с действительностью спасения от возникшей чувственной жажды, то в этом случае ему следует подойти к уважаемому монаху и сказать ему, друг, мой ум охвачен и подавлен чувственной жаждой, и я не понимаю в соответствии с действительностью спасения от возникшей чувственной жажды. Пожалуйста, научи меня дхаме для отбрасывания чувственной жажды. Тогда тот уважаемый монах учит его дхаме для отбрасывания чувственной жажды. Таков первый подобающий случай для того, чтобы посетить уважаемого монаха. 2. Далее, когда ум монаха охвачен и подавлен недоброжелательностью. 3. Ленью и апатией. 4. Неугомонностью и сожалением. 5. Сомнением, и он не понимает в соответствии с действительностью спасения от возникшего сомнения, то в этом случае ему следует подойти к уважаемому монаху и сказать ему, друг, мой ум охвачен и подавлен сомнением, и я не понимаю в соответствии с действительностью спасения от возникшего сомнения. Пожалуйста, научи меня дхаме для отбрасывания сомнения. Тогда тот уважаемый монах учит его Дхаме для отбрасывания сомнения. Таков пятый подобающий случай для того, чтобы посетить уважаемого монаха. 6. Далее, когда монах не знает и не видит на какой объект ему опереться и к какому объекту обратиться, чтобы достичь незамедлительного уничтожения пятен загрязнений ума, то в этом случае ему следует подойти к уважаемому монаху и сказать ему, друг, я не знаю и не вижу на какой объект не опереться и к какому объекту обратиться, чтобы достичь незамедлительного уничтожения пятен. Пожалуйста, научи меня Дхаме для уничтожения пятен. Тогда тот уважаемый монах учит его Дхаме для уничтожения пятен. Таков шестой подобающий случай для того, чтобы посетить уважаемого монаха. Таковы, монах, шесть подобающих случаев для того, чтобы посетить уважаемого монаха. Один, комментарий настойчиво трактует монобхование как те, кто достоин уважения, а не как те, кто развел ум, как, казалось бы, следует понимать эту фразу, в том числе и исходя из текста сутты. Дутия самая сутта, случай 2. АН 6.28. Однажды группа старших монахов пребывала в Варанайсе в Оленьем парке в Осипатане. И тогда, после принятия пищи, вернувшись с хождения за подаяниями, те старшие монахи собрались и вместе сидели в зале, где следующая беседа случилась между ними. Каков, друзья, подобающий случай для того, чтобы посетить уважаемого монаха? Когда так было сказано, один монах сказал тем старцам, друзья, после принятия пищи, когда уважаемый монах вернулся с хождения за подаяниями, помыл ноги и сидит со скрещенными ногами, держа спину прямо, установив осознанность впереди. Вот подобающий случай для того, чтобы посетить его. Когда так было сказано, другой монах сказал ему, друг, это неподобающий случай для того, чтобы пойти и посетить уважаемого монаха. После принятия пищи, когда уважаемый монах вернулся с хождения за подаяниями, помыл ноги и сидит со скрещенными ногами, держа спину прямо, установив осознанность впереди, его усталость из-за хождения за подаяниями из-за принятия пищи еще не отступила. Поэтому это неподобающий случай для того, чтобы пойти и посетить его. Но вечером, когда уважаемый монах вышел из затворничества и сидит в тени своего жилища со скрещенными ногами, держа спину прямо, установив осознанность впереди, вот подобающий случай для того, чтобы посетить его. Когда он высказался, еще другой монах сказал ему, друг, это не подобающий случай для того, чтобы пойти и посетить уважаемого монаха. Вечером, когда уважаемый монах вышел из затворничества и сидит в тени своего жилища со скрещенными ногами, держа спину прямо, установив осознанность впереди, объект сосредоточения, на который он направлял внимание в течение дня, все еще наличествует в нем. Поэтому это неподобающий случай для того, чтобы пойти и посетить его. Но когда уважаемый монах поднялся по истечении ночи и сидит со скрещенными ногами, держа спину прямо, установив осознанность впереди, вот подобающий случай для того, чтобы посетить его. Когда он высказался, еще другой монах сказал ему, друг, это неподобающий случай для того, чтобы пойти и посетить уважаемого монаха. Когда уважаемый монах поднялся по истечении ночи и сидит со скрещенными ногами, держа спину прямо, установив осознанность впереди, то в этом случае его тело свежо, ему легко браться за учение Буд. Поэтому это неподобающий случай для того, чтобы пойти и посетить его. Когда так было сказано, достопочтенный Махакачино сказал тем старшим монахам, друзья, в присутствии благословенного я услышал и выучил так, монах, есть шесть подобающих случаев для того, чтобы посетить уважаемого монаха. Какие шесть? Один, шесть, вот, монах, когда ум монаха охвачен и подавлен чувственной жаждой. Один, таков шестой подобающий случай для того, чтобы посетить уважаемого монаха. Друзья, в присутствии благословенного я услышал и выучил так, таковы, монах, шесть подобающих случаев для того, чтобы посетить уважаемого монаха. Один, здесь повторяется вся предыдущая сутта АН 6.27 целиком. Удая сутта, Удая. АН 6.29. И тогда благословенный обратился к достопочтенному Удая, Удая, сколько существует тем для пометования? Когда так было сказано, достопочтенный Удая ничего не ответил. Во второй раз. В третий раз благословенный обратился к достопочтенному Удая, Удая, сколько существует тем для пометования? И в третий раз достопочтенный Удая ничего не ответил. Тогда достопочтенный Ананда сказал достопочтенному Удая, учитель обращается к тебе, друг Удая. Я слышал, друг Ананда. Вот, учитель, монах вспоминает многочисленные прошлые обители, одну жизнь, две жизни, три жизни, четыре, пять, десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, сто, тысячу, сто тысяч, многие циклы распада мира, многие циклы эволюции мира, вспоминая, там у меня было такое-то имя, я жил в таком-то роду, имел такую-то внешность. Таковой была моя пища, таковым было мое переживание и удовольствие и боли, таковым был конец моей жизни. Умеряя в той жизни, я появился здесь. И там у меня тоже было такое-то имя. Таковым был конец моей жизни. Умеряя в той жизни, я появился теперь уже здесь. Так он вспоминает многочисленные прошлые обители в подробностях и деталях. Такова, учитель, тема для пометования. Тогда благословенный обратился к достопочтенному Ананде, и я знал, Ананда, что этот пустоголовый уда и не предается высшему уму. 1. Ананда, сколько существует тем для пометования? Учитель, есть пять тем для пометования. Какие пять? 1. Вот, учитель, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, монах входит и пребывает в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности. С угасанием направления и удержания ума на объекте, он входит и пребывает во второй джхане, в которой наличествует внутренней уверенности и единение ума, в которой нет направления и удержания, но есть восторг и удовольствие, которые возникли посредством сосредоточения. С угасанием восторга он пребывает невозмутимым, осознанным, бдительным и ощущает приятное телом. Он входит и пребывает в третьей джхане, о которой благородные говорят так, он невозмутим, осознан, пребывает в удовольствии. Эта тема для пометования, развиваемая и взращиваемая таким образом, ведет к приятному пребыванию в этой самой жизни. Далее, учитель, монах обращается к восприятию света. Он уделяет внимание и восприятию света так, как днем, так и ночью, как ночью, так и днем. Вот так, с открытым, с раскрытым умом, он развивает ум, пропитанный сиянием. Три. Эта тема для пометования, развиваемая и взращиваемая таким образом, ведет к обретению знаний и видения. Три, далее, учитель, монах пересматривает это самое тело снизу вверх, с подошв ступней, и сверху вниз с кончиков волос головы, обернутой кожей, полной разнообразных нечистот, в этом самом теле есть волосы на голове, волосы на теле, ногти, зубы, кожа, плоть, сухожилия, кости, костный мозг, почки, сердце, печень, диафрагма, селезенка, легкие, толстые кишки, тонкие кишки, желудок, фекалии, желчь, мокрота, гной, кровь, пот, жир, слезы, кожное масло, слюна, слизь, суставная жидкость, моча. Эта тема для пометования, развиваемая и взращиваемая таким образом, ведет к отбрасыванию чувственной жажды. 4. Далее, учитель, представьте, как если бы монах увидел брошенный на кладбище труп, пролежавший один, два или три дня, вздувшийся, бледный, гноящийся. Он сравнивает с ним свое собственное тело так, это тело тоже обладает той же природой. Оно будет таким и не может избежать этого. Или, представьте, он бы увидел брошенный на кладбище труп, который пожирают вороны, ястребы, грифы, собаки, шакалы или иные виды живых существ. Он сравнивает с ним свое собственное тело так, это тело тоже обладает той же природой. Оно будет таким и не может избежать этого. Или, представьте, он бы увидел брошенный на кладбище труп, скелет с плотью и кровью, связанный с ухожилиями. Скелет без плоти и крови, связанный с ухожилиями. Разбросанные во все стороны отделенные кости, тут кость руки, там кость ноги, там кость голени, там кость бедра, там кость таза, там позвоночник, там череп. Он сравнивает с ним свое собственное тело так, это тело тоже обладает той же природой. Оно будет таким и не может избежать этого. Или, представьте, он бы увидел брошенный на кладбище труп, белеющие кости, цвета ракушки. Собранные в кучу кости, лежащие так один год. Сгнившие кости, стертые в пыль. Он сравнивает с ним свое собственное тело так, это тело тоже обладает той же природой. Оно будет таким и не может избежать этого. Эта тема для пометования, развиваемая и взращиваемая таким образом, ведет к искоренению самомнения, я есть. 5. Далее, учитель, с оставлением удовольствия и боли, равно как и с предыдущим угасанием радости и недовольства, монах входит и пребывает в четвертой джхане, которая неприятно-неболезненно, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. Эта тема для пометования, развиваемая и взращиваемая таким образом, ведет к проникновению в многочисленные элементы. 4. Таковы, учитель, пять тем для пометования. Хорошо, хорошо, Ананда. В связи с этим, Ананда, запомни также и эту шестую тему для пометования. 6. Вот, будучи постоянно осознанным, монах идет вперед, будучи постоянно осознанным, он возвращается, будучи постоянно осознанным, он стоит, будучи постоянно осознанным, он сидит, будучи постоянно осознанным, он ложится спать, будучи постоянно осознанным, он берется за работу. Эта тема для пометования, развиваемая и взращиваемая таким образом, ведет к осознанности и бдительности. 1. Комментарий поясняет, что он не практикует медитацию, то есть успокоения и прозрения. Два, это, вероятно, единственное место в Никаях, где первые три джханы именуются Нусатитхана, тема для пометования. Ни сам текст сутты, ни комментарий не дают разъяснений, почему четвертая джхана выделена в качестве отдельной темы для пометования, которая в данной сутте идет пятым пунктом. Обозначение фразой «тема для пометования» этих пяти вещей, упомянутых Анандой, а также шестой, добавленной Буддой, уникально для канона и имеет место только в этой сутте. 3. Развитие сверхспособности Божественного Глаза. Смотри, например, АН 8.64, где Будда рассказывает о развитии этой способности. 4. По мнению достопочтенного Бодхи, должно быть имеется в виду, что четвертая джхана является базисом для овладения шести видами прямых знаний, пять сверхспособностей и полное просветление. Анаттария сутта, непревзойденная. АН 6.30. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти шесть непревзойденных вещей». Какие шесть? Непревзойденное видение, непревзойденное слушание, непревзойденное обретение, непревзойденная тренировка, непревзойденное услужение, непревзойденное пометование. Один, и что такое, монахи, непревзойденное видение? Вот некий человек отправляется увидеть слона сокровища, коня сокровища, самоцвет сокровища, или различные виды. Или же он отправляется повидать жреца или отшельника с неправильными воззрениями, с неправильной практикой. Есть такое видение, я не отрицаю этого. Но, все же, это видение низкое, обыденное, мирское, постыдное, неполезное. Оно не ведет к разочарованию, к бесстрастию, прекращению, покою, прямому знанию, просветлению, неблане. Однако, когда тот, кто наделен верой, утвержденной преданностью, полной решимости и уверенности отправляется увидеть Татхагату или ученика Татхагаты, то это непревзойденное видение способствует очищению существ, преодолению печали истинания, угасанию боли и уныния, обретению метода, реализации неббаны. Это называется непревзойденным видением. Таково непревзойденное видение. Два, и что такое непревзойденное слушание? Вот некий человек отправляется послушать звуки барабанов, звуки лютни, звуки пения, или послушать иные различные звуки. Или же он отправляется послушать Тхамму жреца или отшельника с неправильными воззрениями, с неправильной практикой. Есть такое слушание, я не отрицаю этого. Но, все же, это слушание низкое, обыденное, мирское, постыдное, неполезное. Оно не ведет к разочарованию, к бесстрастию, прекращению, покою, прямому знанию, просветлению, неббане. Однако, когда тот, кто наделен верой, утвержденной преданностью, полной решимости и уверенности отправляется послушать Татхагату или ученика Татхагаты, то это непревзойденное слушание способствует очищению существ, преодолению печали истинания, угасанию боли и уныния, обретению метода, реализации неббаны. Это называется непревзойденным слушанием. Таково непревзойденное видение и непревзойденное слушание. Три, и что такое непревзойденное обретение? Вот некий человек обретает сына, жену, или богатство. Или же он обретает различные блага. Или же он обретает веру в жреца или отшельника с неправильными воззрениями, с неправильной практикой. Есть такое обретение, я не отрицаю этого. Но, все же, это обретение низкое, обыденное, мирское, постыдное, неполезное. Оно не ведет к разочарованию, к бесстрастию, прекращению, покою, прямому знанию, просветлению, неббане. Однако, когда тот, кто наделен верой, утвержденной преданностью, полной решимости и уверенности обретает веру в Татхагату или в ученика Татхагаты, то это непревзойденное обретение способствует очищению существ, преодолению печали истинания, угасанию боли и уныния, обретению метода, реализации неббаны. Это называется непревзойденным обретением. Таково непревзойденное видение, непревзойденное слушание и непревзойденное обретение. Четыре, и что такое непревзойденная тренировка? Вот некий человек тренируется в езде на слонах, в езде на лошадях, в езде на колесницах, в стрельбе из лука, во владение мечом. Или же он тренируется в иных различных областях. Или же он тренируется в практике под учительством жреца или отшельника с неправильными воззрениями, с неправильной практикой. Есть такая тренировка, я не отрицаю этого. Но, все же, эта тренировка низкая, обыденная, мирская, постыдная, неполезная. Она не ведет к разочарованию, к бесстрастию, прекращению, покою, прямому знанию, просветлению, неббане. Однако, когда тот, кто наделен верой, утвержденной преданностью, полной решимости и уверенности тренируется в высшем нравственном поведении, высшем уме и высшей мудрости под учительством Татхагаты или ученика Татхагаты, то эта непревзойденная тренировка способствует очищению существ, преодолению печали истинания, угасанию боли и уныния, обретению метода, реализации неббаны. Это называется непревзойденной тренировкой. Таково непревзойденное видение, непревзойденное слушание, непревзойденное обретение и непревзойденная тренировка. 5. И что такое непревзойденное услужение? Вот некий человек прислуживает Татхагаты, Брахману или домохозяину. Или же он прислуживает другим. Или же он прислуживает жрецу или отшельнику с неправильными воззрениями, с неправильной практикой. Есть такое услужение, я не отрицаю этого. Но, все же, это услужение низкое, обыденное, мирское, постыдное, неполезное. Оно не ведет к разочарованию, к бесстрастию, прекращению, покою, прямому знанию, просветлению, неббане. Однако, когда тот, кто наделен верой, утвержденной преданностью, полной решимости и уверенности прислуживает Татхагате или ученику Татхагаты, то это непревзойденное услужение способствует очищению существ, преодолению печали и стенания, угасанию боли и уныния, обретению метода, реализации неббаны. Это называется непревзойденным услужением. Таково непревзойденное видение, непревзойденное слушание, непревзойденное обретение, непревзойденная тренировка, и непревзойденное услужение. 6. И что такое непревзойденное пометование? Вот некий человек пометует об обретении сына, жены, или богатства. Или же он пометует о различных видах обретений. Или же он пометует о жрице или отшельнике с неправильными воззрениями, с неправильной практикой. Есть такое пометование, я не отрицаю этого. Но, все же, это пометование низкое, обыденное, мирское, постыдное, неполезное. Оно не ведет к разочарованию, к бесстрастию, прекращению, покою, прямому знанию, просветлению, неббане. Однако, когда тот, кто наделен верой, утвержденной преданностью, полной решимости и уверенности пометует от Адхагат или об ученике Адхагаты, то это непревзойденное пометование и способствует очищению существ, преодолению печали и стенания, угасанию боли и уныния, обретению метода реализации неббаны. Это называется непревзойденным пометованием. Таковы, монахи, шесть непревзойденных вещей. И далее он добавил, зрелище лучшее заполучив, а также слушание, которое непревзойденно, а также обретение непревзойденное и добыв, и радуясь непревзойденной тренировке, и в услужении внимательны всегда, пометование развивает он, что связано с уединением, спасением, которое и к бессмертному ведет. Радуясь прилежанию, благоразумный, нравственный, как придет время, он осуществит то, где страдание всецело угасает. Секха-сутта, ученик. АН 6.31. Сутта идентична АН 8.79, но здесь отсутствуют последние два пункта. Подтхама Апарихана сутта, неупадок один. АН 6.32. Сутта идентична АН 7.32, но здесь отсутствуют пятый пункт и, соответственно, из-за этого стих в конце сутты чуть более короткий. Он уважителен к учителю, и Дхамму уважает он, и глубоко монаха в Сангху чтит. Как чтит и прилежание, как чтит гостеприимство, такой монах не сможет больше пасть, так как к неба не близок он. АН 6.33. Сутта идентична АН 7.33, но здесь отсутствуют пятый пункт и, соответственно, из-за этого стих в конце сутты чуть более короткий. Он уважителен к учителю, и Дхамму уважает он, и глубоко монаха в Сангху чтит. Он наделен стыдом, боязнью совершить проступок, выказывает он почтение и выражает уважение, такой монах не сможет больше пасть, так как к неба не близок он. Маггаллана сутта, Маггаллана. АН 6.34. Однажды благословенный пребывал в Савайтхе в роще джеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда, по мере того, как достопочтенный Махамагаллана пребывал уединенным в затворничестве, следующее раздумье возникло у него в уме. Какие дэвы знают, я, вступивший в поток, не подвержен боли к перерождению в нижних мирах, не преклонен своей участи, устремлен к просветлению. В то время монах по имени Тиса недавно скончался и переродился в некоем мире Брахм. Там его также знали как Брахму Тису, сильного и могущественного. И тогда, подобно тому, как сильный человек распрямил бы согнутую руку или согнул распрямленную, достопочтенный Махамагаллан исчез из рощи джеты и возник в том мире Брахм. Увидев достопочтенного Махамагаллану издали, Брахма Тиса сказала ему, подойди же, уважаемый Маггаллана. Добро пожаловать, уважаемый Маггаллана. Много времени прошло, прежде чем у тебя появилась возможность прийти сюда. Присаживайся, уважаемый Маггаллана. Вот сидение, что подготовлено. Достопочтенный Махамагаллан сел на подготовленное сидение. Тогда Брахма Тиса поклонился достопочтенному Махамагаллану и сел рядом. Затем достопочтенный Махамагаллан сказал ему, какие дыры, Тиса, знают, я, вступивший в поток, не подвержен боли к перерождению в нижних мирах, не преклонен своей участи, устремлен к просветлению. Один, дэвы, управляемые четырьмя великими царями, имеют такое знание, уважаемый Маггаллана. Тиса, но все ли дэвы, управляемые четырьмя великими царями, имеют такое знание? Не все, уважаемый Маггаллана. Те, кто не обладает непоколебимой верой в Будду, Дхамму, и Сангху, кто не имеет нравственного поведения, которое дорого благородным, не имеют такого знания. Но те, кто обладает непоколебимой верой в Будду, Дхамму, и Сангху, те, кто имеет нравственное поведение, которое дорого благородным, знают, я, вступивший в поток, не подвержен боли к перерождению в нижних мирах, не преклонен своей участи, устремлен к просветлению. Два, только дэвы, управляемые четырьмя великими царями, имеют такое знание, или же дэвы Таватимсы. Три, дэвы Ямы. Четыре, дэвы Туситы. Пять, дэвы, наслаждающиеся творениями. Шесть, дэвы, управляющие творениями других, имеют такое знание? Дэвы, управляющие творениями других, также имеют такое знание, уважаемый Макгалана. Тиса, но все ли дэвы, управляющие творениями других, имеют такое знание? Не все, уважаемый Макгалана. Те, кто не обладает непоколебимой верой в Будду, Дхамму, и Сангху, кто не имеет нравственного поведения, которое дорого благородным, не имеют такого знания. Но те, кто обладает непоколебимой верой в Будду, в Хамму и Сангху, те, кто имеет нравственное поведение, которое дорого благородным, знают, я, вступивший в поток, не подвержен боли к перерождению в нижних мирах, не преклонен в своей участи, устремлен к просветлению. И тогда, восхитившись и возрадовавшись словам Брахма Тисы, подобно тому, как сильный человек распрямил бы согнутую руку или согнул распрямленную, «Достопочтенный Махамак Галлан исчез из мира Брахма и возник в роще Джеты». 1. 1. Смотри также АН 7.56 Вид Джабхагио-сута, относится к истинному знанию. АН 6.35 Благословенный сказал, «Монахи, эти шесть вещей относятся к истинному знанию». Какие шесть? 1. Восприятие непостоянства, 2. Восприятие страдательности в непостоянном, 3. Восприятие безличности в страдательном, 4. Восприятие оставления, 5. Восприятие бесстрастия, 6. Восприятие прекращения. Эти шесть вещей относятся к истинному знанию. 1. 1. Некоторые из этих восприятий объясняются в АН 10.60. Вивадамула сутта, полемики. АН 6.36 Благословенный сказал, «Монахи, есть эти шесть корней полемик». Какие шесть? 1. Бывает так, что монах злой и настроен враждебно. Когда монах злой и настроен враждебно, он пребывает без уважения и почтения к учителю, к Дхаме, к Сандхе, и он не исполняет тренировку. Такой монах создает полемику в Сандхе, что ведет к вреду многих, к несчастью многих, к погибели, вреду и страданиям богов и людей. Если, монахи, вы воспринимаете любой такой корень полемики либо в себе, либо в других, то вам следует практиковать так, чтобы этот порочный корень полемики не возник в будущем. Вот так этот порочный корень полемики отбрасывается и не возникает в будущем. 2. Далее, бывает так, что монах клеветник и нахальный. 3. Завистливый и скупой. 4. Коварный и лицемерный. 5. Тот, у кого порочные желания и неправильные воззрения. 6. Тот, кто хватается за свои собственные воззрения, крепко их удерживает, с трудом их оставляет. Когда монах хватается за свои собственные воззрения, крепко их удерживает, с трудом их оставляет, он пребывает без уважения и почтения к учителю, к Дхаме, к Сандхе, и он не исполняет тренировку. Такой монах создает полемику в Сандхе, что ведет к вреду многих, к несчастью многих, к погибели, вреду и страданиям богов и людей. Если, монахи, вы воспринимаете любой такой корень полемики либо в себе, либо в других, то вам следует практиковать так, чтобы этот порочный корень полемики не возник в будущем. Вот так этот порочный корень полемики отбрасывается и не возникает в будущем. Таковы, монахи, шесть корней и полемик. Чхалангадана сутта, Даянии. А.Н. 6.37. Однажды благословенный пребывал в Савадхи в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндики. И тогда Мирянка Вилуканта Кинамдамата приготовила подношение, наделенное шестью факторами, санхи монахов, возглавляемые Сарепуттой и Маггаланой. Божественным глазом, очищенным и превосходящим человеческий, благословенный увидел, как Мирянка Вилуканта Кинамдамата готовят это подношение, и тогда он обратился к монахам, монахи, Мирянка Вилуканта Кинамдамата готовят подношение, наделенное шестью факторами, санхи монахов, возглавляемые Сарепуттой и Маггаланой. И каким образом подношение наделено шестью факторами. У дающей есть три фактора, и у получателей есть три фактора. И какие три фактора у дающей? 1. Дающая рада перед даянием. 2. У нее спокойный, уверенный в акте даяния ум. 3. Она воодушевлена после даяния. Таковы три фактора у дающей. И каковы три фактора у получателей? 4. Получатели лишены жажды или практикуют ради устранения жажды. 5. Они лишены злобы или практикуют ради устранения злобы. 6. Они лишены заблуждения или практикуют ради устранения заблуждения. Таковы три фактора у получателей. Таким образом, у дающей есть три фактора, и у получателей есть три фактора. Вот как подношение наделено шестью факторами. Не просто измерять заслугу от такого подношения так, такого-то объема этот поток заслуг, поток благого, пищи для счастья, божественной, созревающей в счастье, ведущей в небесные миры, ведущей к желаемому, желанному и приятному, к собственному благополучию и счастью. Вместо этого это считается попросту незмеримой, безмерной, огромной грудой заслуг. Монахи, подобно тому, как непросто измерить воду в Великом океане так, вот столько-то галлонов воды здесь или здесь столько-то сотен галлонов воды или здесь столько-то тысяч галлонов воды или здесь столько-то сотен тысяч галлонов воды, но вместо этого этот объем считается незмеримым, безмерным, огромной грудой воды, то точно так же непросто измерять заслугу от такого подношения так, такого-то объема этот поток заслуг. Вместо этого это считается попросту неизмеримой, безмерной, огромной грудой заслуг. И далее он добавил, прежде чем дать, он рад. Когда дает, ум утверждает вере. И после этого он воодушевлен, вот в чем успех свершения даяния. А если жажды, злобу лошены они, как и невежество, и пятен не имеют, с собой сдержанны, ведут святую жизнь, то это поле подаяний совершенно. Себя очистив и руками собственными подарив деяние щедрое такое, плодородное для себя, а также, для других. Поступок такой щедрый совершив с умом от скупости освобожденным, мудрец, что своей верой богат, перерождается в счастливом мире без страданий. Оттакара сутта, своей волей. АН 6.38. И тогда некий Брахман подошел к благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал благословенному, мастер Гатама, я придерживаюсь такой точки зрения, такого воззрения, нет способности действовать самому. Нет способности действовать и у других. 1. Брахман, я никогда не видел и не слышал, чтобы кто-либо придерживался такой точки зрения, такого воззрения. Ведь как может тот, кто сам пришел и сам уйдет, утверждать, нет способности действовать самому. Нет способности действовать и у других? 1. Как ты думаешь, Брахман? Существует ли элемент побуждения? Два. Да, почтенный. Когда существует элемент побуждения, можно ли увидеть, что существа начинают деятельность? Когда можно увидеть, что существа начинают деятельность, поскольку существует элемент побуждения, то это у существ является способностью действовать самому. Это же является способностью действовать и у других существ. Два. Как ты думаешь, Брахман? Существует ли элемент стремления? Когда существует элемент стремления, можно ли увидеть, что существа устремляются в своей деятельности? Когда можно увидеть, что существа устремляются в своей деятельности, поскольку существует элемент стремления, то это у существ является способностью действовать самому. Это же является способностью действовать и у других существ. 3. Как ты думаешь, Брахман? Существует ли элемент старания? Когда существует элемент старания, можно ли увидеть, что существа стараются в своей деятельности? Когда можно увидеть, что существа стараются в своей деятельности, поскольку существует элемент старания, то это у существ является способностью действовать самому. Это же является способностью действовать и у других существ. 4. Как ты думаешь, Брахман, существует ли элемент силы? Когда существует элемент силы, можно ли увидеть, что существа обладают силой? Когда можно увидеть, что существа обладают силой, поскольку существует элемент силы, то это у существ является способностью действовать самому. Это же является способностью действовать и у других существ. 5. Как ты думаешь, Брахман, существует ли элемент продолжительности? Когда существует элемент продолжительности, можно ли увидеть, что существа продолжают действовать? Когда можно увидеть, что существа продолжают действовать, поскольку существует элемент продолжительности, то это у существ является способностью действовать самому. Это же является способностью действовать и у других существ. 6. Как ты думаешь, Брахман? Существует ли элемент мощи? Когда существует элемент мощи, можно ли увидеть, что существа действуют с мощью? Когда можно увидеть, что существа действуют с мощью, поскольку существует элемент мощи, то это у существ является способностью действовать самому. Это же является способностью действовать и у других существ. Брахман, я никогда не видел и не слышал, чтобы кто-либо придерживался такой точки зрения, такого воззрения. Ведь как может тот, кто сам пришёл и сам уйдёт, утверждать, нет способности действовать самому? Нет способности действовать и у других? Великолепно, мастер Гатама! Великолепно, мастер Гатама! Как если бы он поставил на место то, что было перевёрнуто, раскрыл бы спрятанные, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий домок увидеть. Точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхаму. Я принимаю прибежище в мастере Гатами, прибежище в Дхаме и прибежище в Сангхи монахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Один, надхиаттакара, надхипаракара. Дословно, нет само делания, нет другими делания. Будда опровергает его точку зрения простым фактом того, что Брахман пришел к нему сам по своей свободной воле, Саем, и уйдет по своей свободной воле. Два, согласно комментарию к сути СН 46.2, элемент побуждения, Арамбхатхату, это начальная фаза усердия. Элемент стремления, Некамадхату, это срединное усердие. Элемент старания, Паракамадхату, это усердие в фазе его полной интенсивности. Три, комментарий никак не объясняет эти следующие три элемента, но просто поясняет, что это различные наименования усилия. Не дано сутта, причина. АН 6.39. Благословенный сказал, монахи, есть эти три причины возникновения каммы. Какие три? Один, жажда является причиной возникновения каммы. Два, злоба является причиной возникновения каммы. Три, заблуждение является причиной возникновения каммы. Не так оно, что не жажда возникает из жажды. Но вместо этого именно жажда возникает из жажды. Не так оно, что не злоба возникает из злобы. Но вместо этого именно злоба возникает из злобы. Не так оно, что не заблуждение возникает из заблуждения. Но вместо этого именно заблуждение возникает из заблуждения. Не так оно, что миры богов и людей, или иные благие уделы, можно увидеть из окамы, рождённой жаждой, злобой, и заблуждением. Но вместо этого именно ад, мир животных, и мир страдающих духов, а также иные неблагие уделы, можно увидеть из-за каммы, рожденной жаждой, злобой, и заблуждением. Таковы три причины возникновения каммы. Монахи, есть три иные причины возникновения каммы. Какие три? Четыре, не жажда является причиной возникновения каммы. Два, не злоба является причиной возникновения каммы. Три, не заблуждение является причиной возникновения каммы. Не так оно, что жажда возникает из не жажды. Но вместо этого именно не жажда возникает из нежажды. Не так оно, что злоба возникает из незлобы. Но вместо этого именно незлоба возникает из незлобы. Не так оно, что заблуждение возникает из незаблуждения. Но вместо этого именно незаблуждение возникает из незаблуждения. Не так оно, что ад, мир животных и мир страдающих духов, а также иные неблагие уделы, можно увидеть из окамы, рожденной нежаждой, незлобой и незаблуждением. Но вместо этого именно миры богов и людей можно увидеть из-за каммы, рождённой ни жаждой, ни злобой, и ни заблуждением. Таковы три иные причины возникновения каммы. Кинбилла сутта, Кинбилла. АН 6.40. Сутта идентична АН 7.59, но здесь отсутствует пятый пункт. Дарукхантха сутта, деревянный чурбан. АН 6.41. Так я слышал. Однажды достопочтенный Сарипутта пребывал в Раджагахе на горе Утёс Ястребов. И тогда, утром, достопочтенный Сарипутта оделся, взял чашу и одеяние и спустился с горы Утёс Ястребов вместе с группой монахов. В некоем месте он увидел большой деревянный чурбан и обратился к монахам, друзья, видите этот большой деревянный чурбан? Да, друг. Один, друзья, если монах, обладающий сверхъестественной силой, достигший владения своим умом, пожелал, то он мог бы сфокусироваться на этом деревянном чурбане как на земле. И каково основание для этого? Потому что в этом деревянном чурбане существует элемент земли. На этом основании монах, обладающий сверхъестественной силой, достигший владения своим умом, мог бы сфокусироваться на нем как на земле. 2.4. Друзья, если монах, обладающий сверхъестественной силой, достигший владения своим умом, пожелал, то он мог бы сфокусироваться на этом деревянном чурбане как на воде. Как на огне. Как на воздухе. И каково основание для этого? Потому что в этом деревянном чурбане существует элемент воздуха. На этом основании монах, обладающий сверхъестественной силой, достигший владения своим умом, мог бы сфокусироваться на нем как на воздухе. 5-6. Друзья, если бы монах, обладающий сверхъестественной силой, достигший владения своим умом, пожелал, то он мог бы сфокусироваться на этом деревянном чурбане как на красивом, как на отвратительном. И каково основание для этого? Потому что в этом деревянном чурбане существует элемент отвратительности. На этом основании монах, обладающий сверхъестественной силой, достигший владения своим умом, мог бы сфокусироваться на нем как на отвратительном. Нагита сутта, Нагита. АН 6.42. Так я слышал. Однажды благословенный странствовал по стране Касал с Большой Сангхой монахов и прибыл в брахманскую деревню Касал под названием Ичханангала. Там он пребывал в лесной роще Ичханангалы. И тогда брахманы домохозяева Ичханангалы услышали, говорят, отшельник Готама, сын Сакьев, ушедший из клана Сакьев в бездомную жизнь, прибыл в Ичханангалу и прибывает в лесную рощу Ичханангалы. И об этом мастере Готами распространилась славная молва, в самом деле благословенный, арахант, полностью просветленный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Напрямую увидев своей мудростью, он познал мир с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями отшельников и жрецов, богов и людей. Он учит хаме, прекрасной в начале, прекрасной в середине, и прекрасной в конце, правдивой в духе и в букве. Он раскрыл святую жизнь в совершенстве, полную и чистую. Хорошо было бы увидеть таких арахантов. И когда минула ночь, Брахманы, домохозяева и чханангалы, взяв с собой обилие различной еды, отправились в лесную рощу чханангалы. Они встали возле входа, создавая ужасный шум и гул. В то время достопочтенный Нагита прислуживал благословенному. Тогда благословенный обратился к достопочтенному Нагите. Нагита, откуда такой ужасный шум и гул, как будто рыбаки тянут рыбу? Учитель, это Брахманы, домохозяева и чханангалы принесли обилие различной еды. Они стоят возле входа, желая поднести ее благословенному и сангхимонахов. Пусть не буду я связан со славой, Нагита, и слава пусть не будет связана со мной. Тот, кто не может обрести по желанию, без сложностей и проблем, удовольствия и отречения, удовольствия и уединения, блаженства покоя, блаженства просветления, которые я сам обретаю без сложностей и проблем, мог бы принять это низменное удовольствие, это апатичное удовольствие, это удовольствие и обретение, слава и похвалы. Учитель, пусть сейчас Благословенный согласится принять их подношение. Пусть Благословенный согласится. Сейчас должный момент для того, чтобы Благословенный согласился. Куда бы теперь Благословенный ни отправился, брахманы городов и деревень будут также туда стекаться. Подобно тому, как дэвы дождя бросают на землю тяжелые капли дождя, и вода течет вниз по склону, точно так же, куда бы теперь ни отправился Благословенный, брахманы городов и деревень будут также туда стекаться. И почему? Почему? Изо нравственного поведения и мудрости благословенного. Пусть не буду я связан со славой, Нагита, и слава пусть не будет связана со мной. Тот, кто не может обрести по желанию, без сложностей и проблем, удовольствия и отречения, удовольствия и уединения, блаженства покоя, блаженства просветления, которые я сам обретаю без сложностей и проблем, мог бы принять это неизменное удовольствие, это апатичное удовольствие, это удовольствие и обретение, слава и похвалы. 1. Бывает так, Нагита, что я вижу монаха, проживающего на окраине деревни, сидящего в состоянии сосредоточения. Тогда мысль приходит ко мне, вскоре помощник по монастырю или Самонера или товарищ Подхами потревожит этого достопочтенного, сбив его с этого сосредоточения. По этой причине я недоволен тем, что этот монах проживает на окраинах деревни. 2. Далее, Нагита, бывает так, что я вижу проживающего в лесу монаха, который сидит и от сенливости клюет носом в лесу. 3. Далее, Нагита, бывает так, что я вижу проживающего в лесу монаха, который сидит не в состоянии сосредоточения. Тогда мысль приходит ко мне, вскоре этот достопочтенный сосредоточит свой несосредоточенный ум или будет охранять свой сосредоточенный ум. По этой причине я доволен тем, что этот монах проживает в лесу. 4. Далее, Нагита, бывает так, что я вижу проживающего в лесу монаха, который сидит в состоянии сосредоточения. Тогда мысль приходит ко мне, вскоре это достопочтенно освободит свой неосвобожденный ум или будет охранять свой освобожденный ум. По этой причине я доволен тем, что этот монах проживает в лесу. Далее, Нагита, бывает так, что я вижу монаха, проживающего на окраине деревни, который заполучает одеяния, еду, жилища, лекарства и обеспечения для больных. Желая обретений, славы и похвалы, он пренебрегает уединением. Он пренебрегает уединенными обиталищами в лесах и рощах. Войдя в деревни, города и столицы, он селится там. По этой причине я недоволен тем, что этот монах проживает на окраинах деревни. 6. Далее, Нагита, бывает так, что я вижу проживающего в лесу монаха, который заполучает одеяния, еду, жилища, лекарства и обеспечения для больных. Рассеяв эти обретения, славу и похвалу, он не пренебрегает уединением. Он не пренебрегает уединенными обиталищами в лесах и рощах. По этой причине я доволен тем, что этот монах проживает в лесу. Когда, Нагита, я странствую по дороге и не вижу никого ни перед собой, ни за собой, то в этом случае я пребываю в покое, просто даже из-за того, что можно без проблем помочиться и спражниться. 1. 1. Комментарий поясняет, даже до такой степени учитель восхваляет проживание в лесу. Наага сутта, Наага. АН 6.43. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда, утром, Благословенный оделся, взял чашу и одеяние и вошел в Саваттхе собирать подаяние. Походив по Саваттхе в поисках подаяний, после принятия пищи, вернувшись с хождения за подаяниями, он обратился к Достопочтенному Ананде, «Ну же, Ананда, пойдем в особняк Мегараматы в Восточном парке, чтобы провести там остаток дня». «Хорошо, учитель», ответил Достопочтенный Ананда. И тогда Благословенный вместе с Достопочтенным Анандой отправились в особняк Мегараматы в Восточном парке. И затем, вечером, Благословенный вышел из затворничества и обратился к Достопочтенному Ананде, «Ну же, Ананда, пойдем к Восточным воротам, чтобы искупаться». И тогда Благословенный вместе с Достопочтенным Анандой отправились к Восточным воротам, чтобы искупаться. Искупавшись у Восточных ворот и выйдя из водоема, он встал в одном одеянии, высушивая себя. И в то время слон царя Пасенадика Сальрского по имени Сета проходил через Восточные ворота в сопровождении инструментальной музыки и барабанов. Люди увидели его и сказали, «Этот царский огромный слон прекрасен. Этот царский огромный слон красив. Этот царский огромный слон грациозен. Этот царский огромный слон массивный. Он наага, воистину наага». Когда так было сказано, Достопочтенный Удая обратился к Благословенному, «Учитель, это только когда люди видят слона с большим массивным телом, они говорят так, наага, воистину наага или же так же когда они видят и другие вещи с большим массивным телом?» Удая, когда люди видят слона с большим массивным телом, они говорят, «Нага, воистину Нага». 2. Когда люди видят лошадь с большим массивным телом, они говорят, «Нага, воистину Нага». 3. Когда люди видят быка с большим массивным телом, они говорят, «Нага, воистину Нага». 4. Когда люди видят змею с большим массивным телом, они говорят, «Нага, воистину Нага». 5. Когда люди видят дерево с большим массивным телом, они говорят, «Нага, воистину Нага». 6. Когда люди видят человека с большим массивным телом, с сильным телом. Они говорят, «Наага, воистину Наага». Но, Удая, в этом мире с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколением жрецов и отшельников, богов и людей, я называю нагом того, кто не делает зла телом, речью, и умом. 1. Удивительно и поразительно, учитель, как хорошо сказал благословенный, но, Удая, в этом мире с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколением жрецов и отшельников, богов людей, я называю нагом того, кто не делает зла телом, речью и умом. Я возродуюсь, учитель, этому хорошему утверждению благословенного этими строфами. 2. И просветленный человек, который укоротил себя, сосредоточен, Брахма путем которой все идет, в ума покоя получает наслаждений. И слышала Тархат и я, что даже дэвы его почитают, того же самого, кто ценится людьми, того, кто вышел за любые все пределы. Он все оковы смог преодолеть, из джунглей выйти на открытую равнину, радуясь отречению от удовольствия чувств, он точно золото, что из руды добыто. Нага, всех затмевающий собой, подобно Гималаям среди горных. Среди вещей всех, что зовутся нагой, непревзойденный правильно был назван. Хвалу я тебе, нага, вознесу, воистину, он не свершает злодеяний. Кротость, непричинение и вреда, вот каковыми будут его ноги. Аскеза, целомудренная жизнь, это другие две ноги этого наага. Хобот большого наага, это вера, слоновья бивня, то невозмутимость. Осознанность, то его шея, мудрость, голова, равно как изучение, анализ феноменов. Тхамма, теплоумеренное в животе, а хвост его затворничеством будет. Он, медитирующий, утешением рад, внутренне тщательно сосредоточен. Когда идет, наага сосредоточен. Когда стоит, сосредоточен наага также. Когда лежит, сосредоточен наага, и сидя, также, он сосредоточен. И наага обуздал себя везде и всюду, всем величайший наага совершенен. Он пищу ест, которой нет упрека, но к той, что есть, такой он не ест. И добывая пропитание, одежду, он избегает накопления оных. Отрезав привези всякие оковы, будь утонченными или грубыми они, в какую сторону бы он ни направлялся, идет туда он, не имея беспокойства. Как лотоса цветок, что в воде рос и вырос, но, все же, не запятнан он водою, и остается чудным, ароматным. Вот так и с Буддой, в мире он родился, и в этом самом мире пребывает, но, все же, миром Будда не запятнан, он точно лотос не запятнанный водою. Большое пламя, что горит и полыхает, угаснет, как растратит всю подпитку, а как потухнут все оставшиеся угли, то будет сказано о нем, оно угасло. Три. Этот пример, который смысл доносит, поведан был всем нам самим мудрейшим. Большие наги будут знать о наге, которому нас научил сам величайший наага. Четыре. Лишенный жажды и лишенный злобы, и не имеющий ни заблуждения, ни пятен, наага, отбрасывая свое тело, угасший, пребывающий без пятен, достигнет окончательной небыбаны. Один, здесь идет игра слов на пале, не делает зла, на плюсагун, и отсюда получается при сложении наага. Два. Комментарий соотносит этого Удая с Калудая. Однако, эти же строфы в Тхирагадхи приписаны просто Удая Тиэйч 689-704, тогда как Калудая приписаны на Тиэйч 527-36. Это доказывает, что комментарий неправильно идентифицирует эту личность. Три. Более подробно этот пример поясняется в конце Сутты Асен 12-51. Четыре. По мнению достопочтенного Бодхи, речь идет о том, что Будда научил других арахантов учению о том, кто является наагой. В китайском аналоге стиха сказано, этому научил наага среди наг. Мегасала сутта, Мегасала. АН 644. И тогда, утром, достопочтенный Ананда оделся, взял чашу и одеяние, и отправился в дом Мирянки Мегасалы, где сел на подготовленное для него сидение. И тогда Мирянка Мегасала подошла к достопочтенному Ананде, поклонилась ему, села рядом, и сказала, господин Ананда, так как же следует понимать учение благословенного, когда некто ведет целомудренную жизнь, а другой нецеломудренную, но оба имеют в точности одинаковую участь в будущей жизни. Мой отец Турана вел целомудренную жизнь, жил отдельно, воздерживался от половых сношений, которые привычны среди простых людей. Когда он скончался, то благословенный объявил, он достиг состояния однажды возвращающегося, переродился среди божественного мира Туситы. Мой дядя по отцовской линии, Исидатта, не вел целомудренной жизни, а жил, довольствуясь жизнью женатой. Когда он скончался, то благословенный также объявил, он достиг состояния однажды возвращающегося, переродился среди божественного мира Туситы. Господин Ананда, так как же следует понимать учение благословенного, когда некто ведет целомудренную жизнь, а другой нецеломудренную, но оба имеют в точности одинаковую участь в будущей жизни? Ну вот так, сестра, благословенный объявил об этом. И затем, когда достопочтенный Ананда получил еду в доме Мегасалы, он поднялся со своего сиденья и ушел. После приема пищи, вернувшись с хождения за подаяниями, он отправился к благословенному, поклонился ему, сел рядом, и сказал, учитель, утром я оделся, взял чашу одеяния и отправился к дому мирянки Мегасалы. Когда она спросила меня об этом, я ответил, ну вот так, сестра, благословенный объявил об этом. Благословенный ответил, воистину, кто она такая, эта мирянка Мегасала? Глупая, несведущая женщина с женским рассудком. 1. И кто они, те, кто имеет прямое знание других личностей как высших или низших? 2. Ананда, есть шесть типов личностей, существующих в мире. Какие шесть? 3. 1. Бывает так, Ананда, что некий человек кроткий, приятный спутник, с которым охотно живут его товарищи монахи. Но он не слушал учений, не изучал их, не проникал в них воззрением, и он не достигает временного освобождения. 4. С распадом тела, после смерти, он направляется к ухудшению, а не к исключительности. Он тот, кто устремлен к ухудшению, а не к исключительности. 2. Далее, Ананда, бывает так, что некий человек кроткий, приятный спутник, с которым охотно живут его товарищи монахи. И он слушал учения, изучал их, проникал в них воззрением, и он достигает временного освобождения. С распадом тела, после смерти, он направляется к исключительности, а не к ухудшению. Он тот, кто устремлен к исключительности, а не к ухудшению. Ананда, те, кто любит критиковать, будут судить о них так, у этого такие же качества, как и у другого. Так почему же один из них должен быть ниже, а второй, выше? И подобное их суждение воистину приведет к их вреду и страданиям в течение долгого времени. Из них, Ананда, человек, который кроткий, приятный спутник, достигает временного освобождения, превышает и превосходит того другого человека. И почему? Потому что его несет поток Дхаммы. Но кто может знать это различие между ними, кроме Татхагаты? Поэтому, Ананда, не делай суждений в отношении людей. Не выноси решений по людям. Те, кто выносит решения по людям, вредят самим себе. Только я, или такой как я, может выносить решения по людям. Три, далее, Ананда, бывает так, что в некоем человеке есть злоба и самомнение, и время от времени состояния жажды возникают в нем. И он не слушал учений, не изучал их, не проникал в них воззрением, и он не достигает временного освобождения. С распадом тела, после смерти, он направляется к ухудшению, а не к исключительности. Он тот, кто устремлен к ухудшению, а не к исключительности. Четыре, далее, Ананда, бывает так, что в некоем человеке есть злоба и самомнение, и время от времени состояния жажды возникают в нем. Но он слушал учения, изучал их, проникал в них воззрением, и он достигает временного освобождения. С распадом тела, после смерти, он направляется к исключительности, а не к ухудшению. Он тот, кто устремлен к исключительности, а не к ухудшению. Ананда, те, кто любит критиковать, будут судить о них так. Только я, или такой как я, может выносить решение по людям. 5. Далее, Ананда, бывает так, что в некоем человеке есть злоба и самомнение, и время от времени он пускается в обмен словами. 5. И он не слушал учений, не изучал их, не проникал в них воззрением, и он не достигает временного освобождения. С распадом тела, после смерти, он направляется к ухудшению, а не к исключительности. Он тот, кто устремлен к ухудшению, а не к исключительности. 6. Далее, Ананда, бывает так, что в некоем человеке есть злоба и самомнение, и время от времени он пускается в обмен словами. Но он слушал учения, изучал их, проникал в них воззрением, и он достигает временного освобождения. С распадом тела, после смерти, он направляется к исключительности, а не к ухудшению. Он тот, кто устремлен к исключительности, а не к ухудшению. Воистину, кто она такая, эта мирянка Мегасаала? Глупая, несведущая женщина с женским рассудком. И кто они, те, кто имеет прямое знание других личностей как высших или низших? Таковы шесть типов личностей, существующих в мире. Ананда, если бы Исидатта обладал тем же нравственным поведением, что и Курана, то Курана даже бы и не узнала его участи. А если бы Курана обладал той же мудростью, что и Исидатта, то Исидатта даже бы и не узнала его участи. Таким образом, Ананда, каждый из них был неполным в одном отношении. 6. 1. По заметке достопочтенного Бодхи, в китайской версии этой сутты фраза выстроена иначе, мирянка Мегасала глупая и у нее мало мудрости. 2. Примечание переводчика СВ, Будда имеет в виду одну из особых сверхспособностей Татхагаты, входящих в так называемые десять сил, Татхагата Бала. Подробнее о них смотри в АН 10 21, в частности, шестую силу. 3. Смотри. АН 10.75, где в контексте той же истории Будда говорит о десяти типах личностей. 4. Комментарий поясняет, что у него не случается периодического восторга и радости от слушания бесед под Хамме. Однако Патисалбедаматга, 2, 40, трактует схожую фразу сам Авимокха, временное освобождение, как четыре джханы и бесформенные сферы, которые отличаются от постоянных освобождений, четырех путей, четырех плодов и ниббаны. 5. Напали, ва-часа-мсара. Комментарий поясняет это просто как беседы и вопрошания, но в АН 2.63 эта фраза означает полемки между группами монахов. 6. Примечание переводчика СВ. Очевидно, речь идет о том, что если бы Седатта тоже вел целомудренную жизнь, то тогда он был бы полным в этом отношении. Обладая аналогичным уровнем нравственного поведения, что и Пурана, но, при этом, более развитой мудростью, он переродился бы в более высоком небесном мире, и, поэтому, Пурана так никогда и не узнал бы о его пребывании в мире Туситы, в котором они оба переродились. Аналогично, если бы Пурана обладал более высокой мудростью, такой, как у Седатты, то его также ждал бы более высокий небесный мир, и Седатты не узнал бы о его пребывании в мире Туситы. И на сутта, долг, АН 6.45. Благословенный сказал, монахи, разве не так оно, что нищета, это страдание в мире для того, кто наслаждается чувственными удовольствиями? Так оно, учитель. Если нищий, лишенный, нуждающийся человек залезает в долги, разве не так оно, что его залезание в долги, это также страдание в мире для того, кто наслаждается чувственными удовольствиями? Если нищий, лишенный, нуждающийся человек, который залез в долги, обещает выплатить процент, разве не так оно, что процент – это также страдание в мире для того, кто наслаждается чувственными удовольствиями? Если нищий, лишенный, нуждающийся человек, который пообещал выплатить процент, не может выплатить его, когда пришел срок выплаты, ему делают выговор. Разве не так оно, что выговор – это также страдание в мире для того, кто наслаждается чувственными удовольствиями? Если нищий, лишенный, нуждающийся человек, которому сделали выговор, не выплачивает, то ему предъявляют иск. Разве не так оно, что предъявление иска – это также страдание в мире для того, кто наслаждается чувственными удовольствиями? Если нищий, лишённый, нуждающийся человек, которому предъявили иск, не выплачивает, то его отправляют в тюрьму. Разве не так оно, что заключение в тюрьму – это также страдание в мире для того, кто наслаждается чувственными удовольствиями? Поэтому, монахи, для того, кто наслаждается чувственными удовольствиями, нищета – это страдание в мире, залезание в долги – это страдание в мире, необходимость выплатить процент – это страдание в мире, получение выговора – это страдание в мире, предъявление риска – это страдание в мире, и заключение в тюрьму – это страдание в мире. 1. Точно так же, того, у кого нет веры по мере практики развития благих качеств, у кого нет чувства стыда по мере практики развития благих качеств, у кого нет боязни совершить проступок по мере практики развития благих качеств, у кого нет усердия по мере практики развития благих качеств, у кого нет мудрости по мере практики развития благих качеств, того в учении благородных называют нищим, лишенным, нуждающимся человеком. 2. Не имея ни веры, ни чувства стыда, ни боязни совершить проступок, ни усердия, ни мудрости по мере практики развития благих качеств, этот нищий, лишенный, нуждающийся человек пускается в неблагое поведение телом, речью, умом. Это, я говорю вам, его залезание в долги. 3. Чтобы скрыть свое телесное неблагое поведение, он взращивает порочные желания. Он желает, пусть никто не узнает обо мне. Он устремляется к цели, пусть никто не узнает обо мне. Он произносит утверждение с целью, пусть никто не узнает обо мне. Он прилагает усилия телом с целью, пусть никто не узнает обо мне. Это, я говорю вам, его процент, который он должен выплатить. 4. Хорошо себя ведущие монахи говорят о нем так, этот достопочтенный поступает так, ведет себя так. Это, я говорю вам, дело не ему выговора. 5. Когда он ушел в лес, к подножью дерева, или в пустое жилище, неблагие мысли, сопровождаемые сожалением, нападают на него. Это, я говорю вам, предъявление ему иска. 6. Затем, после распада тела, после смерти, этот нищий, лишенный, нуждающийся человек, пускавшийся в неблагое поведение телом, речью, и умом, заключен в тюрьме ада или тюрьме мира животных. Монахи, я не вижу ни одной тюрьмы, настолько кошмарной и жестокой, и такой помехи к достижению непревзойденной защиты от подневольности, как тюрьма ада или тюрьма мира животных. И далее он добавил, бедность страданием в мире зовут, а также влезание в долги. И если кто беден, и он задолжал, то, даже собой наслаждаясь, он будет обеспокоен. А далее в суд подадут на него, и он попадет в заключение. Тюрьма суть большое страданий, коль услады чувств ты желаешь, а также иных обретений. И так в благородном учении, коль верой ты не обладаешь, и если бесстыден и дерзок, то копишь ты камы ужасной огромную целую кучу. Свершив неблагие поступки умом, своим телом, и речью, желание себе создает он, меня пусть никто не узнает. Юлит своим телом повсюду, юлит он умом, своей речью. И копий дела, что порочный, то так, и то сяк, постоянно. И глупый злодей этот знает свои неблагие поступки, он нищий, в долгах утонувший. И даже собой наслаждаясь, и мысли являются иском ему, болезненный ум сожаления. Идут за ним словно как тень, в деревне же или в лесу, свои неблагие поступки. В животных он мир попадает или даже прикован он каду. Суть в привязи это страданий, которого мудро лишился, даруя честным богатством, и в вере своем утверждая. Тот домохозяин, что верит, подбросил удачно коз дважды, для блага в жизни текущей, для счастья и в будущих жизнях. И так, для всех дома живущих, через щедрость заслуга пребудет. Коль в вере своей ты устойчив, стыдлив, неблагого боишься, коль мудрый, благой в поведении, счастливым ты жить тогда будешь. В учении благородных духовного счастья достигнув, настроен на невозмутимость. Пятерку помех он оставил, всегда зарождая усилий, он собранным Джхан достигает, в осознанности пребывая. Увидев все вещи такими, какие они взаправду, через полное нецепляние, ум правильно освободится, как только все путы разрушат. А кого существование сломив, устойчивый, освобожденный, имеет такое вот знание, свобода моя непреклонна. И знание выше это, и счастье, что непревзойденно. Спасение без пыли, печали, свобода от всякого долга. Махачунда сутта, Чунда. АН 6.46. Так я слышал. Однажды достопочтенный Махачунда пребывал в стране Читьи в Сахаджате. Там он обратился к монахам, друзья монахи. Друг. Отвечали те монахи. Достопочтенный Махачунда сказал, один, бывает так, друзья, что монахи, которые являются специалистами в Дхамме, один, принижают тех монахов, которые медитируют, говоря, они медитируют и размышляют, заявляя, мы медитирующие, мы медитирующие. Два. Зачем они медитируют? Каким образом они медитируют? Как они медитируют? В этом случае, те монахи, которые являются специалистами в Дхамме, недовольны, и монахи, которые медитирующие, недовольны, и они не практикуют ради блага многих, ради счастья многих, ради блага, благополучия и счастья многих, богов и людей. Но медитирующие монахи принижают монахов, которые являются специалистами в Дхамме, говоря, они неугомонны, напыщены, самовлюбленны, болтливы, бессвязны в своих разговорах, с замутненными умами, без бдительности, несосредоточены, с блуждающими умами и распущенными органами чувств, и они заявляют, мы специалисты в Дхамме, мы специалисты в Дхамме. Почему они специалисты в Дхамме? Каким образом они специалисты в Дхамме? Как они специалисты в Дхамме? В этом случае, те монахи, которые медитирующие, недовольны, и монахи, которые являются специалистами в Дхамме, недовольны, и они не практикуют ради блага многих, ради счастья многих, ради блага, благополучия и счастья многих, богов и людей. Три, друзья, монахи, которые являются специалистами в Дхамме, восхваляют только тех монахов, которые являются специалистами в Дхамме, а не тех, которые медитирующие. В этом случае те монахи, которые являются специалистами в Дхамме, недовольны, и монахи, которые медитирующие, недовольны, и они не практикуют ради блага многих, ради счастья многих, ради блага, благополучия и счастья многих, богов и людей. 4. Но монахи, которые медитирующие, восхваляют только тех монахов, которые также медитирующие, а не тех, которые являются специалистами в Дхамме. В этом случае те монахи, которые медитирующие, недовольны, и монахи, которые являются специалистами в Дхамме, недовольны, и они не практикуют ради блага многих, ради счастья многих, ради блага, благополучия и счастья многих, богов и людей. 5. Поэтому, друзья, вот как вам следует тренировать себя, те из нас, кто является специалистами в Дхамме, будут восхвалять тех монахов, которые медитирующие. Вот как вам следует тренировать себя. И почему? Потому что, друзья, эти личности удивительно редки в мире, кто пребывает, коснувшись телом бессмертного элемента. 3. 6. Поэтому, друзья, вот как вам следует тренировать себя, те из нас, кто медитирующие, будут восхвалять тех монахов, которые являются специалистами в Дхамме. Вот как вам следует тренировать себя. И почему? Потому что, друзья, эти личности удивительно редки в мире, который видит глубокие и существенные вещи после тщательного проникновения в них мудростью. 4. 1. Дхамма-йога. Комментарий говорит, что это обозначение проповедников Дхаммы, Дхамма-кадхика, но, вероятно, он означает всех тех, кто подходит к Дхамме, преимущественно, интеллектуально, а не практически. Термин встречается только в этой сутте. Само разграничение на медитаторов и теоретиков Дхамме навевает на мысль о позднем происхождении сутты, когда в Сангхе начались подобные разграничения. 2. Джхаянти-падджаянти. Тон этого выражения саркастический. Подобное выражение встречается в Айон 11.9. Он медитирует, размышляет, обдумывает и раздумывает, имея пренебрежительный оттенок. 3. Комментарий поясняет, что речь идет об элементе Ниббаны. 4. Согласно комментарию, под глубокими и существенными вещами понимаются совокупности, элементы, сферы чувств и так далее, которые утонченно и скрыты. Они видят это, постигнув это прозрением и мудростью пути. Патхама Сандиддхика сутта, напрямую видимая 1. АН 6.47. И тогда странник Малюсивака отправился к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями он сел рядом и сказал Благословенному, «Господин», так говорят, напрямую видимая Дхамма, напрямую видимая Дхамма. В каком смысле, господин, Дхамма видимая напрямую, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно? Что ж, Сивака, в таком случае я задам тебе вопрос на эту тему. Отвечая так, как сочтешь нужным. Как ты думаешь, Сивака? 1. Когда в тебе есть жажда, знаешь ли ты, в данный момент во мне есть жажда, а когда в тебе нет жажды, то знаешь ли ты, в данный момент во мне нет жажды? Так оно, господин. Поскольку, Сивака, когда в тебе есть жажда, ты знаешь, во мне есть жажда, и когда в тебе нет жажды, ты знаешь, во мне нет жажды, то вот каким образом Дхамма напрямую видима, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. Как ты думаешь, Сивака? 2. Когда в тебе есть злоба. 3. Когда в тебе есть заблуждение. 4. Когда в тебе есть состояние, связанное с жаждой. 5. Когда в тебе есть состояние, связанное со злобой. 6. Когда в тебе есть состояние, связанное с заблуждением, знаешь ли ты, во мне есть состояние, связанное с заблуждением, а когда в тебе нет состояния, связанного с заблуждением, то знаешь ли ты, во мне нет состояния, связанного с заблуждением? Поскольку, сивака, когда в тебе есть состояние, связанное с заблуждением, ты знаешь, во мне есть состояние, связанное с заблуждением, и когда в тебе нет состояния, связанного с заблуждением, ты знаешь, во мне нет состояния, связанного с заблуждением, то вот каким образом Дхамма напрямую видимо, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. Великолепно, господин! Великолепно, господин! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же Благословенный различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в Благословенном, прибежище в Дхамме, и прибежище в Сангхимонахов. Пусть Благословенный помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Дутия Сандиддхика Сутта, напрямую видимая 2. АН 6.48. И тогда некий Брахман отправился к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями он сел рядом и сказал Благословенному, мастер Гатама, так говорят, напрямую видимая Дхамма, напрямую видимая Дхамма. В каком смысле, мастер Гатама, Дхамма видимая напрямую, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельствами. Что же, Брахман, в таком случае я задам тебе вопрос на эту тему. Отвечая так, как сочтешь нужным. Как ты думаешь, Брахман? 1. Когда в тебе есть страсть, знаешь ли ты, в данный момент во мне есть страсть, а когда в тебе нет страсти, то знаешь ли ты, в данный момент во мне нет страсти? Так оно, почтенный. Поскольку, Брахман, когда в тебе есть страсть, ты знаешь, во мне есть страсть, и когда в тебе нет страсти, ты знаешь, во мне нет страсти, то вот каким образом Дхамма напрямую видимо, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. Как ты думаешь, Брахман? 2. Когда в тебе есть злоба. 3. Когда в тебе есть заблуждение. 4. Когда в тебе есть телесный изъян. 5. Когда в тебе есть словесный изъян. 6. Когда в тебе есть умственный изъян, знаешь ли ты, во мне есть умственный изъян, а когда в тебе нет умственного изъяна, то знаешь ли ты, во мне нет умственного изъяна? Поскольку, Брахман, когда в тебе есть умственный изъян, ты знаешь, во мне есть умственный изъян, и когда в тебе нет умственного изъяна, ты знаешь, во мне нет умственного изъяна, то вот каким образом Дхама видимо напрямую, не зависящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. Великолепно, мастер Гатама! Великолепно, мастер Гатама! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанный, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в мастере Гатами, прибежище в Дхамме, и прибежище в Санкт-Химонахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Дхема сутта, Дхема. АН 6.49. Однажды благословенный пребывал в Саввайт-Тхи-Роще-Джеты в монастыре Анатхай-Пиндике. И в то время достопочтенный Кхема и достопочтенный Сумана пребывали в Саввайт-Тхи-Роще-Слепых. Они отправились к благословенному, поклонились ему, и сели рядом. Затем достопочтенный Кхема сказал благословенному, учитель, когда монах, арахант, чьи пятна загрязнения ума уничтожены, который прожил святую жизнь, сделал то, что следовало сделать, сбросил тяжкий груз, достиг своей цели, полностью уничтожил путы существования, и всецело освободился посредством окончательного знания. Такой мысли не приходит к нему, один, есть кто-то лучше меня, или, два, есть кто-то равный мне, или, три, есть кто-то хуже меня. Так сказал достопочтенный Кхема. Учитель одобрил. И тогда достопочтенный Кхема, думая, учитель согласен со мной, поднялся со своего сиденья, поклонился благословенному, и ушел, обойдя его с правой стороны. Затем, прямо после того, как достопочтенный Кхема ушел, достопочтенный Сумана сказал благословенному, Учитель, когда монах, арахант, чьи пятна уничтожены, который прожил святую жизнь, сделал то, что следовало сделать, сбросил тяжкий груз, достиг своей цели, полностью уничтожил путы существования, и всецело освободился посредством окончательного знания, такой мысли не приходит к нему, 4, нет никого лучше, чем я, или, 5, нет никого равного мне, или, 6, нет никого хуже, чем я. Так сказал достопочтенный Сумана. Учитель одобрил. И тогда достопочтенный Сумана, думая, учитель согласен со мной, поднялся со своего сиденья, поклонился благословенному, и ушел, обойдя его с правой стороны. Один. И вскоре после того, как оба монаха ушли, благословенный обратился к монахам, монахи, вот каким образом эти представители клана объявили о своем окончательном знании. Они объявили смысл, не выставив себя на показ. Но бывают некоторые дураки, которые, похоже, объявляют о своем окончательном знании в шутку. Позже они встретятся с несчастьем. И далее он добавил, не мнят себя ни высшими, ни низшими, как и не мнят они и такими же себя. Рождение разрушено, и жизнь святая прожита. Они живут, освобожденные от всяческих оков. Один, оба монаха двумя разными способами сказали о трех видах самомнения, я лучше, я такой же, я хуже. Индрио Самвара сутта, органы чувств. АН 6.50. Сутта идентична АН 8.81, но здесь отсутствуют первые два пункта, и сутта начинается сразу с третьего. Благословенный сказал, монахи, когда у человека нет сдержанности органов чувств, когда он неполноценен сдержанности органов чувств. Ананда сутта, Ананда. АН 6.51. И тогда достопочтенный Ананда подошел к достопочтенному Сарипутте и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал достопочтенному Сарипутте, друг Сарипутта, как монах берется за слушания учений, которых он не слышал прежде? Как он не забывает те учения, которые уже слышал? Как он вспоминает те учения, с которыми он уже знаком? И как он понимает то, чего ранее не понял? Достопочтенный Ананда эрудирован. Будь добр, проясни это сам. В таком случае, друг Сарипутта, слушай внимательно. Я буду говорить. Хорошо, друг, ответил достопочтенный Сарипутта. Достопочтенный Ананда сказал, бывает так, друг Сарипутта, один, что монах изучает хамму, лекции, стихи и прозу, описания, строфы, вдохновенные изречения, цитаты, истории рождения, чудесные случаи, вопросы и ответы. Два, он в подробностях обучает хамме других, как он сам ее услышал и заучил. Три, он побуждает других повторять вслух по памяти в подробностях тут хамму, как они ее услышали и заучили. Четыре, он и сам повторяет вслух по памяти в подробностях тут хамму, как он сам ее услышал и заучил. Пять, он обдумывает, изучает, мысленно исследует хамму, как он сам ее услышал и заучил. 6. Он начинает проводить сезон дождей в том месте пребывания, где живут старшие монахи, которые ученые, наследники наследия, эксперты в Дхамме, эксперты в Винае, эксперты в основных положениях Дхаммы. Время от времени он подходит к ним и интересуется у них, достопочтенные, как это понять? Каково значение этого? И те достопочтенные раскрывают ему то, что для него не было раскрыто, проясняют неясное, рассеивают его замешательство в отношении многочисленных трудных моментов. Вот каким образом, друг Сарипутта, этот монах берется за слушания учений, которых он не слышал прежде, не забывает те учения, которые уже слышал, вспоминает те учения, с которыми он уже знаком, и понимает то, чего ранее не понял. Удивительно и поразительно, друг, как хорошо сказал об этом достопочтенный Ананда. И мы считаем достопочтенного Ананду тем, кто обладает этими шестью качествами. Ведь достопочтенный Ананда изучил Дхамму, лекции, стихи и прозу, описания, строфы, вдохновенное изречение, цитаты, истории рождения, чудесные случаи, вопросы и ответы. Он в подробностях обучает Дхамме других. 1. Рассеивают его замешательства в отношении многочисленных трудных моментов. 1. Здесь повторяются все шесть пунктов, но в отношении Ананды. 2. Пхаттия сутта, Пхаттия. А.Н. 652. И тогда Брахман Джанусони подошел к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал Благословенному, 1. Мастер Гатама, какова цель Пхаттиев? Каков их поиск? Какова их поддержка? К чему они стремятся? Какова их конечная цель? Богатство, Брахман, вот какова цель Пхаттиев? Их поиск состоит в поиске мудрости. Их поддержка – это могущество. Они стремятся к обладанию территориями. Их конечная цель – владычество. 2. Но, Мастер Гатама, какова цель Брахманов? Каков их поиск? Какова их поддержка? К чему они стремятся? Какова их конечная цель? Богатство, Брахман, вот какова цель Брахманов. Их поиск состоит в поиске мудрости. Их поддержка – ведические гимны. Они стремятся к свершению жертвоприношений. Их конечная цель – мир Брахм. 3. Но, Мастер Гатама, какова цель домохозяев? Каков их поиск? Какова их поддержка? К чему они стремятся? Какова их конечная цель? Богатство, Брахман, вот какова цель домохозяев. Их поиск состоит в поиске мудрости. Их поддержка, их ремесло. Они стремятся к выполнению работы. Их конечная цель – выполнить свою работу. 4. Но, Мастер Гатама, какова цель женщин? Каков их поиск? Какова их поддержка? К чему они стремятся? Какова их конечная цель? Мужчина, Брахман, вот какова цель женщин. Их поиск состоит в поиске украшений. Их поддержка, их сыновья. Они стремятся к тому, чтобы быть без соперницы. Их конечная цель – авторитет. 5. Но, Мастер Гатама, какова цель воров? Каков их поиск? Какова их поддержка? К чему они стремятся? Какова их конечная цель? Вороство, брахман, вот какова цель воров. Их поиск состоит в поиске лесной чаще. Их поддержка, хитрость. Они стремятся к темным закоулкам. Их конечная цель, оставаться невидимыми. 6. Но, мастер Гатама, какова цель отшельников? Каков их поиск? Какова их поддержка? К чему они стремятся? Какова их конечная цель? Терпение и кротость, брахман, вот какова цель отшельников. Их поиск состоит в поиске мудрости. Их поддержка – нравственное поведение. Они стремятся к отсутствию всего. Один. Их конечная цель – Неблана. Удивительно и поразительно, мастер Гатама. Мастер Гатама знает цель, поиск, поддержку, стремление, и конечную цель кхатиев, брахманов, домохозяев, женщин, воров и отшельников. Великолепно, мастер Гатама. Великолепно, мастер Гатама. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхаму. Я принимаю прибежище в мастере Гатаме, прибежище в Дхаме, и прибежище в Санкт-Химонахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Один, комментарий поясняет, что речь идет об устранении жажды к чему-либо. Аппамада сутта, прилежание. АН 6.53. И тогда некий Брахман подошел к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал Благословенному, мастер Гатама, есть ли такая одна вещь, которая, будучи развитой и взращенной, может исполнить оба вида блага, благо, относящиеся к этой самой жизни, и благо, относящиеся к будущей жизни? Есть такая вещь, Брахман. И что же это? Это прилежание. Один. Один, подобно тому, Брахман, как след слона покрывает след любого ходячего животного, и след слона считается величайшим среди них по размеру, то точно так же прилежание, это та одна вещь, которая, будучи развитой и взращенной, может исполнить оба вида блага, благо, относящиеся к этой самой жизни, и благо, относящиеся к будущей жизни. Два, подобно тому, как все стропила в доме со строконечной крыши направлены к острию крыши, сливаются в острие крыши, и острие крыши считается наивысшим, то точно так же прилежание, и благо, относящиеся к будущей жизни. Три, подобно тому, как сборщик тростника срезает тростник, хватает его за верхушку, стряхивает его и вытрясает, выбивает его, то точно так же прилежание, и благо, относящиеся к будущей жизни. 4. Подобно тому, как если отрезать стебель с гроздья манга, то все манга, растущие на этом стебле, последуют вслед за ним, то точно так же, при лежании. И благо, относящиеся к будущей жизни. 5. Подобно тому, как все князья являются вассалами царя Миродержца, а царь Миродержец считается наивысшим, то точно так же, при лежании. И благо, относящиеся к будущей жизни. 6. Подобно тому, как сияние всех звезд не составляет и одной шестнадцатой сияния Луны, и сияние Луны считается наивысшим, то точно так же, при лежании, это та одна вещь, которая, будучи развитой и взращенной, может исполнить оба вида блага, благо, относящиеся к этой самой жизни, и благо, относящиеся к будущей жизни. 7. Это, брахман, та одна вещь, которая, будучи развитой и взращенной, может исполнить оба вида блага, благо, относящиеся к этой самой жизни, и благо, относящиеся к будущей жизни. 8. Великолепно, мастер Гатама. Великолепно, мастер Гатама. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхам. Я принимаю прибежище в мастере Гатаме, прибежище в Дхаме, и прибежище в Сангхе монахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. 1. Примечание переводчика С.В. Прилежание, аппамада, является охраной ума от неблагих состояний и качеств, всмотри, например, СН 48-56. Если речь идет о домохозяине, то прилежание также может означать и совершение мирских благих дел, в первую очередь, накопление заслуг посредством дарения и благотворительности, всмотри, например, СН 3-17. 2. Тхамико сутта, Тхамико. А.Н. 6.54. Однажды Благословенный пребывал в Раджагахе на горе Утез Ястребов. И в то время Достопочтенный Тхамико был монахом, проживающим в своем родном округе, во всех семи монастырях своего родного округа. 3. Там Достопочтенный Тхамико оскорблял новоприбывших монахов, осыпал их бранью, вредил им, нападал на них, ругал их, и тогда те приезжающие монахи уходили. 4. Они не оставались, но покидали монастырь. Тогда мысль пришла к мирянам из родного округа Тхамико, мы обеспечиваем Сангху монахов одеяниями, едой, жилищами, лекарствами и обеспечением для больных, но новоприбывшие монахи уходят. 5. Они не остаются, но покидают монастырь. Как так? И тогда мысль пришла к ним, этот Достопочтенный Тхамико оскорбляет новоприбывших монахов, осыпает их бранью, вредит им, нападает на них, ругает их, и тогда те приезжающие монахи уходят. 6. Они не остаются, но покидают монастырь. Что если мы прогоним Достопочтенного Тхамико? И тогда миряне отправились к Достопочтенному Тхамико и сказали ему, Достопочтенный, уходите из этого монастыря. Вы пробыли здесь слишком долго. 7. И тогда Достопочтенный Тхамико ушел из того монастыря в другой, где он опять оскорблял новоприбывших монахов, осыпал их бранью, вредил им, нападал на них, ругал их, и тогда те приезжающие монахи уходили. Они не оставались, но покидали монастырь. И тогда мысль пришла к этим другим мирянам, мы обеспечиваем сангху монахов. Как так? Что если мы прогоним Достопочтенного Тхамико? И тогда миряне отправились к Достопочтенному Тхамико и сказали ему, Достопочтенный, уходите из этого монастыря. Вы пробыли здесь слишком долго. И тогда Достопочтенный Тхамико ушел из того монастыря в еще другой, где он опять оскорблял. Они не оставались, но покидали монастырь. И тогда мысль пришла к мирянам, мы обеспечиваем сангху монахов. Как так? Что если мы прогоним Достопочтенного Тхамико из всех семи монастырей родного округа Тхамико? И тогда миряне его родного округа отправились к Достопочтенному Тхамике и сказали ему, Достопочтенный, уходите из всех семи монастырей вашего родного округа. И тогда Достопочтенный Тхамико подумал, миряне прогнали меня из всех семи монастырей здесь. Куда же мне пойти? Тогда мысль пришла к нему, что если я пойду к Благословенному? И тогда Достопочтенный Тхамико взял чашу и одеяние и отправился в Раджагаху. Со временем он дошел до Раджагахи и тогда отправился на гору Тес Ястребов, где подошел к Благословенному, поклонился ему, и сел рядом. Тогда Благословенный спросил его, откуда путь держишь, Брахман Тхамико? 1. Учитель, миряне моего родного округа прогнали меня из всех семи монастырей там. Довольно, Брахман Тхамико. Теперь, когда ты пришел ко мне, стоит ли волноваться тому, что тебя прогнали из тех мест? 2. Как-то раз, Брахман Тхамико, некоторые торговцы-мореплаватели вышли в море, взяв с собой птицу для обнаружения земли. Когда с корабля все еще не было видно земли, они выпускали птицу. Она летела на восток, на запад, на север, на юг, вверх, а также в промежуточных направлениях. Если она видела где-либо землю, она летела прямо к ней. Но если не видела, она возвращалась на корабль. Точно так же, когда тебя прогнали из тех мест, ты пришел ко мне. Как-то раз, Брахман Тхамико, у царя Карави было царское баниновое дерево под названием хорошо укорененное. У него было пять ветвей, дающих прохладную тень, дарующих наслаждений. Его крона разрасталась на двенадцать йоджин. Сеть его корней простиралась на пять йоджин. Его плоды были огромными как горшки и сладкими как мед. Царь со своим гаремом пользовался одной частью дерева, войско пользовалось другой частью, люд из деревень и городов еще другой, жрецы и отшельники еще другой, а звери и птицы еще другой. Никто не охранял плодов того дерева, и, все же, никто не брал чужих плодов. И тогда, Брахман Тхамико, некий человек съел так много плодов того дерева, сколько хотел, отломал ветку, и ушел. Мысль пришла к божеству, живущему в дереве. Удивительно и поразительно, насколько порочен это человек. Он съел так много плодов дерева, сколько хотел, отломал ветку, и ушел. Что если я сделаю так, чтобы в будущем царское бы не новое дерево не плодоносило? И затем, в будущем, царское бы не новое дерево не плодоносило. Засим царь Каравий отправился к царю богов Сакки и сказал ему, «Послушай, достопочтенный! Тебе следует знать, что царское бы не новое дерево не плодоносит». И тогда царь богов Сакка совершил чудо сверхъестественными силами, так что наступил яростный шторм, скрутил и вырвал с корнями царское бы не новое дерево. И тогда, Брахман Тхамико, божество, жившее в этом дереве, встало рядом, несчастное и опечаленное, и разрыдалось с лицом полным слез. Сакка подошел к этому божеству и сказал, «Почему, божество, ты стоишь рядом, несчастное и опечаленное, и рыдаешь с лицом полным слез? Это потому, почтенный, что наступил яростный шторм, скрутил и вырвал с корнями мое жилище. Но, божество, следовало ли ты за обязанностью дерева, когда наступил яростный шторм, скрутил и вырвал с корнями твое жилище? Но, уважаемый, каким образом дерево следует обязанности дерева? Вот, божество, те, кому нужны корни, берут его корни. Те, кому нужна кора, берут его кору. Те, кому нужны листья, берут его листья. Те, кому нужны цветки, берут его цветки. А те, кому нужны плоды, берут его плоды. И, все же, из-за этого божество не становится недовольным и раздосадованным. Вот как дерево следует обязанности дерева. Почтенный, я не следовала обязанности дерева, когда наступил яростный шторм, скрутил и вырвал с корнями мое жилище. Если, божество, ты стала бы следовать обязанности дерева, то твое жилище могло бы вернуться к своему прежнему состоянию. Я буду, почтенный, следовать обязанности дерева. Пусть мое жилище будет прежним». И тогда, Брахман Дхаммика, царь богов Сакка сотворил такое чудо сверхъестественными силами, так что наступил яростный шторм и выдрузил на место царское бани новое дерево, а корни стали покрыты корой. Точно так же, Брахман Дхаммика, следовал ли ты обязанности отшельника, когда миряне из твоего родного округа прогнали тебя из всех семи монастырей? Но каким образом, учитель, отшельник следует обязанности отшельника? Брахман Дхаммика, отшельник не оскорбляет того, кто оскорбляет его. Он не бронит того, кто бронит его. Он не спорит с тем, кто спорит с ним. Вот каким образом отшельник следует обязанности отшельника? Учитель, я не следовал обязанности отшельника, когда миряне прогнали меня из всех семи монастырей. Один, в прошлом, Брахман Дхаммика, был учитель по имени Сунетта, основатель религиозного движения без жажды к чувственным удовольствиям. У учителя Сунетты было много сотен учеников, которых он учил Дхамме для достижения мира Брахм. Когда он учил, те, кто не поверили ему, после распада тела, после смерти, переродились в состояние лишений, в неблагом уделе, в нижних мирах, в аду. Но те, кто поверили ему, переродились в благом уделе, в небесном мире. Два, в прошлом был учитель по имени Мугапакха. Три, был учитель по имени Аранеми. Четыре, был учитель по имени Кудалака. Пять, был учитель по имени Хаддхипала. Шесть, был учитель по имени Джатипала, основатель религиозного движения без жажды к чувственным удовольствиям. У учителя Джатипала было много сотен учеников, которых он учил Дхамме для достижения мира Брахм. Когда он учил, те, кто не поверили ему, после распада тела, после смерти, переродились в состояние лишений, в неблагом уделе, в нижних мирах, в аду. Но те, кто поверили ему, переродились в благом уделе, в небесном мире. Как ты думаешь, Брахман Дхаммика? Эти шесть учителей были основателями религиозных движений, были людьми без жажды к чувственным удовольствиям, имевшими свиты из многих сотен последователей. Если бы кто-либо с умом, полным ненависти, обругал и оскорбил бы как их самих, так их общины учеников, то разве не накопил бы он этим самым много неблагих заслуг? Так оно, учитель. Если кто-либо с умом, полным ненависти, обругал бы и оскорбил этих шестерых учителей вместе с их общинами учеников, то он накопил бы этим самым много неблагих заслуг. Но если кто-либо с умом, полным ненависти, обругает и оскорбит хотя бы одного человека, совершенного о воззрениях, то он накопит еще больше неблагих заслуг. И почему? Потому что, я говорю тебе, брахмандхамика, вред, причиненный самому себе от оскорбления посторонних не сравнится с тем, что будет причинен себе от оскорбления твоих товарищей монахов. Поэтому, брахмандхамика, вот как вы должны тренировать себя, мы не допустим, чтобы в наших умах возникла ненависть по отношению к нашим товарищам монахам. Вот, брахмандхамика, как вы должны тренировать себя. И далее он добавил, Сунета, Мугапакха, Брахмана Ранеме, Куддалака и Хатхипала, Брахмана Юная, учителями были. А Джатипала, он же был Говиндой, жрецом был сразу у семи царей. Жили давно они, вреда не причиняли, учителей шестерка, обладающие славой. Испорченными не были они, освободились со страданием, и люди эти чувственность смогли преодолеть. И к чувственному уничтожив страсть, переродились они в мире Брахм. Ученики их также, коих было много сотен, испорченными не были, освободились со страданием. То человек, который злобу мысль питает, ругает всех провидцев, не имеющих влечений, тех, чьи умы сосредоточенными были и создает он этим грудь злодеяний. Но если тот, кто злобу мысль питает, Будда ученика осыплет оскорблением, монаха, что достиг воззрения и совершенства, тот зла творит лишь только еще больше. Не стоит на святого человека нападать, того, кто смог оставить неблагие все воззрения. Ведь именуется седьмой личностью такой в общине, санхи тех, кто благороден. Хоть и куслади чувств желаний не лишен, хоть и слаба пятерка его качеств. Вера, осознанность, усердие, покой, прозрение средних является последним. 3. Если на такого ты монаха нападешь, то этим вред создашь лишь самому себе. А после, навредив себе же самому, вред причинишь ты также и ему. Но коль оберегает сам себя же человек, другого тоже и тем самым сможет защитить. Поэтому ты должен сам себя оберегать. Мудрец всегда и всюду цел и невредим. 1. Нигде в суттах Дхаммика больше не встречается. Комментарий также не приводит о нем каких-либо сведений, как и не объясняет, почему Будда обращается к нему как к брахману. Более того, это, вероятно, единственное место в Никаях, где Будда обращается к монаху, называя его брахманом, а затем личным именем. 2. Примечание переводчика С.В. Вместо прямого упрека Дхаммики в его неблагом поведении, Будда ведет беседу так, чтобы не допустить личной конфронтации. Возможно, его обращение к Дхаммики как к брахману, а также отсутствие прямого упрека, было методом смягчения его ума, чтобы тот смог осознать и согласиться с тем, что его поведение неправильное, и впоследствии не справится. Схожий метод Будда применял в ряде других случаев. 3. Примечание переводчика С.В. Речь идет о вступившем в поток. Он не лишен чувственной жажды, и у него среди прочих учеников, более высокого уровня, самые слабые пять качеств. Смотри. С.Н. 48.18, а также М.Н. 34. Сона сутта, Сона. А.Н. 6.55. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Раджагахе на горе утес ястребов. И в то время Достопочтенный Сона пребывал в Раджагахе в прохладной роще. И тогда, по мере того как Достопочтенный Сона пребывал уединенным в затворничестве, следующие раздумья возникло у него в уме. Я один из самых усердных учеников Благословенного, и, все же, мой ум не освободился от загрязнений посредством нецепляния. В моей семье есть богатство, и я мог бы наслаждаться своим богатством и совершать накопление заслуг. Что если я оставлю монашескую тренировку и вернусь к низшей жизни домохозяина, так чтобы я мог наслаждаться своим богатством и совершать накопление заслуг. И тогда, напрямую познав своим собственным умом размышления и в уме Достопочтенного Сона, так же быстро, как сильный человек мог бы распрямить согнутую руку или согнуть распрямленную, благословенный исчез с горы утес ястребов и возник перед Достопочтенным Соной в прохладной роще. Благословенный сел на подготовленное для него сидение. Достопочтенный Сона поклонился Благословенному и сел рядом. Затем Благословенный сказал ему, Сона, не так ли оно, что, по мере того, как ты пребывал уединенным в затворничестве, следующее раздумье возникло в твоем уме, я один из самых усердных учеников Благословенного, и, все же, мой ум не освободился. Вернусь к низшей жизни домохозяина. Так оно, учитель. Скажи мне, Сона, не так ли оно, что в прошлом, когда ты проживал дома, ты был умелым в игре на лютне? Как ты думаешь, Сона? Когда струны были слишком сильно натянуты, хорошо ли была настроена твоя лютня, было ли на ней легко играть? Нет, учитель. Когда струны были слишком ослаблены, хорошо была настроена твоя лютня, было ли на ней легко играть? Но, Сона, когда струны были натянуты не слишком сильно, не слишком слабо, но настроено на сбалансированную тональность. 1. Хорошо ли была настроена твоя лютня, было ли на ней легко играть? Да, учитель. Точно так же, сона, если усердие зарождено с чрезмерной силой, то это ведет к неугомонности. Если усердие слишком слабое, это ведет к лене. Поэтому, сона, настройся на сбалансированное усердие, достигни равномерности качеств, и берись за объект. 2. Да, учитель, ответил достопочтенный сона. И когда благословенный закончил давать достопочтенному соне это наставление, так же быстро, как сильный человек мог бы распрямить согнутую руку или согнуть распрямленную, благословенный исчез из прохладной рощи и возник на горе утес ястребов. И затем, спустя некоторое время, достопочтенный сон настроился на сбалансированное усердие, достиг равномерности качеств, и взялся за объект. И затем, пребывая в уединении прилежным, старательным, решительным, вскоре достопочтенный сон, реализовав это для себя посредством прямого знания, здесь и сейчас вошел и пребывал в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяина и ведут жизнь бездомную. Он напрямую познал, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. И достопочтенный сон стал одним из арахантов. Достигнув араханства, достопочтенный сон и подумал, что если я пойду к благословенному и объявлю об окончательном знании в его присутствии. И тогда он отправился к благословенному, поклонился ему, сел рядом, и сказал, учитель, когда монах, арахант, чьи пятна умственных загрязнений уничтожены, который прожил святую жизнь, сделал то, что следовало сделать, сбросил тяжкий груз, достиг своей цели, полностью уничтожил путы существования, и всецело освободился посредством окончательного знания, он устремлен к шести вещам, к отречению, к уединению, к нестраданию, к уничтожению жажды, к уничтожению цепляния, к незамешательству. 3. Один, может статься, учитель, что некий достопочтенный подумает, может ли быть так, что этот достопочтенный устремлен к отречению из одной только веры? Но не следует смотреть на это так. Монах, чьи пятна уничтожены, который прожил святую жизнь, сделал то, что следовало сделать, не видит в себе чего-либо, что ему еще нужно было бы сделать, или же потребности взрасти то, что было сделано. Он устремлен к отречению, потому что он лишен жажды посредством тщательного уничтожения жажды. Он лишен злобы посредством тщательного уничтожения злобы. Он лишен заблуждения посредством тщательного уничтожения заблуждения. 2. Может статься, что некий достопочтенный подумает, может ли быть так, что этот достопочтенный устремлен к уединению, потому что томится по обретениям, славе, и похвале. Но не следует смотреть на это так. Монах, чьи пятна уничтожены. Устремлён к уединению, потому что лишён жажды. Злобы. Заблуждение посредством тщательного уничтожения заблуждения. 3. Может статься, что некий достопочтенный подумает, может ли быть так, что этот достопочтенный устремлён к нестраданию, потому что он отпал к цеплянью за правила и предписания как за суть всей практики? 4. Но не следует смотреть на это так. Монах, чьи пятна уничтожены. Устремлён к нестраданию, потому что лишён жажды. Злобы. Заблуждение посредством тщательного уничтожения заблуждения. 4. Он устремлён к уничтожению жажды, потому что он лишён жажды посредством тщательного уничтожения жажды. Он лишён злобы посредством тщательного уничтожения злобы. Он лишён заблуждения посредством тщательного уничтожения заблуждения. 5. Он устремлён к уничтожению цепляния, потому что он лишён жажды посредством тщательного уничтожения жажды. Он лишён злобы посредством тщательного уничтожения злобы. Он лишён заблуждения посредством тщательного уничтожения заблуждения. 6. Он устремлён к незамешательству, потому что он лишён жажды посредством тщательного уничтожения жажды. Он лишён злобы посредством тщательного уничтожения злобы. Он лишен заблуждения посредством тщательного уничтожения заблуждения. 5. Учитель, когда монах столь совершенно освобожден умом, то даже могущественные формы, познаваемые глазом, что попадают в поле зрения, не охватывают его ум. На его ум это не оказывает никакого воздействия. Он остается устойчивым, достигшим непоколебимости, и созерцает их исчезновение. Даже могущественные звуки, познаваемые ухом, что попадают в поле слуха. Запахи. Вкусы. Тактильные ощущения. Даже могущественные ментальные феномены, познаваемые умом, что попадают в поле ума, не охватывают его ум. На его ум это не оказывает никакого воздействия. Он остается устойчивым, достигшим непоколебимости, и созерцает их исчезновение. Представьте, учитель, цельную каменную скалу без расселенной трещин. Если бы мощный ураган пришел бы с востока, то он не поколебал бы ее, не содрогнул, не пошатнул. Если бы мощный ураган пришел бы с запада, с севера, юга, то он не поколебал бы ее, не содрогнул, не пошатнул. Точно так же, когда монах столь совершенно освобожден умом, то даже могущественные формы, даже могущественные ментальные феномены, познаваемые умом, что попадают в поле ума, не охватывают его ум. На его ум это не оказывает никакого воздействия. Он остается устойчивым, достигшим непоколебимости, и созерцает их исчезновение. И далее он добавил, тот, устремлен кто к отречению, к уединению ума, кто к нестраданию стремится, как и к цеплянию распаду, кто к жажду устремлен уничтожению, к незамешательству ума, когда он видит сферы чувств как возникают, то ум его стал полностью свободным. Ведь для монаха с успокоенным умом, того, кто полностью освободился, нет больше ничего, что нужно было бы сделать, как нет нужды сделанное доразвить. Подобно цельной каменной горе, что ветер сотрясти не может, так формы, звуки, вкусы, запах, прикосновение тела, приятные, противные феномены, устойчивого ум не поколеблют. Ведь его ум свободен, утвержден, и созерцает он его лишь угасаний. Один, примечание переводчика СВ, струнный музыкальный инструмент, например, гитару, при желании можно настроить в любой тональности. При этом, в некоторой тональности струны будут ослаблены, а в другой, очень натянуты. В промежуточной тональности струны могут быть натянуты не слишком слабо, не слишком сильно. Очевидно, именно о такой правильной тональности идет речь. 2. 5 качеств Вера, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость. Комментарий поясняет, что усердие должно быть сбалансировано с сосредоточением, вера должна быть сбалансирована с мудростью, тогда как осознанность следует пытаться удерживать всегда максимально сильной, смотри. СН 46-53. По заметке достопочтенного Тханиссара, здесь речь идет о том, чтобы развивать все пять качеств без чрезмерного напряжения или же без чрезмерной расслабленности. 3. Комментарий поясняет, что это все синонимы араханства. 4. Смотри. АН 3-78. 5. Во всех редакциях канона содержится именно такое сокращение. Пхадгуна сутта, Пхадгуна. АН 6-56. Однажды достопочтенный Пхадгуна был нездоров, поражен болезнью, серьезно болен. И тогда достопочтенный Ананда отправился к благословенному, поклонился ему, сел рядом, и сказал, «Учитель, достопочтенный Пхадгуна нездоров, поражен болезнью, серьезно болен. Пусть благословенный навестит его из сострадания». Благословенный молча согласился. И тогда, вечером, благословенный вышел из затворничества и отправился к Достопочтенному Бхагуне. Достопочтенный Бхагуна увидел Благословенного издали и начал шевелиться, лежа на кровати. Благословенный обратился к нему, довольно, монах, не двигайся, лежа на своей кровати. Тут подготовлено сиденье, я присяду вот здесь. Благословенный сел на подготовленное сиденье и сказал тому монаху, я надеюсь, ты поправляешься, монах, я надеюсь, тебе становится лучше. Я надеюсь, твои болезненные ощущения спадают, они возрастают, и что можно увидеть их спад, а не увеличение. Учитель, я не поправляюсь, мне не становится лучше. Сильные болезненные ощущения возрастают во мне, они спадают, и можно увидеть их увеличение, а не спад. Подобно тому, как если бы сильный человек раскроил бы мою голову острым мечом, вот какие жестокие ветра прорезают мою голову. Я не поправляюсь, мне не становится лучше. Подобно тому, как если бы сильный человек стянул бы прочным кожаным ободом мою голову, вот какие жестокие боли у меня в голове. Я не поправляюсь, мне не становится лучше. Подобно тому, как если бы умелый мясник или его ученик вскрыл бы брюхо быка острыми с нитким ножом, вот какие жестокие ветра прорезают мой живот. Я не поправляюсь, мне не становится лучше. Как если бы два сильных человека схватили бы слабого за обе руки и поджаривали бы его над ямой с горячими углями, вот какое жестокое жжение в моем теле. Я не поправляюсь, учитель, мне не становится лучше. Сильные болезненные ощущения возрастают во мне, они спадают, и можно увидеть их увеличение, а не спад. И тогда Благословенный наставил, воодушевил, вдохновил и порадовал Достопочтенного Бхагуну беседой от Хами, после чего поднялся со своего сиденья и ушел. И вскоре после того, как Благословенный ушел, Достопочтенный Бхагуна скончался. В момент его смерти его качества были умиротворенными. И тогда Достопочтенный Ананда подошел к Благословенному, поклонился ему, сел рядом. И сказал, учитель, вскоре после того, как Благословенный ушел, Достопочтенный Бхагуна скончался. В момент его смерти его качества были умиротворенными. А с чего бы, Ананда, качества Достопочтенного Бхагуны не должны были бы быть умиротворенными? Хоть его ум не был освобожден от пяти нижних оков, когда он услышал это наставление по Дхаме, его ум освободился от них. 1. Есть, Ананда, шесть преимуществ слушания Дхамы в должный момент и изучения ее значения в должный момент. Какие шесть? 1. Бывает так, Ананда, что ум монаха еще не освобожден от пяти нижних оков, но, будучи при смерти, ему удается повидать Татхагату. Татхагата обучает его Дхаме, прекрасной в начале, прекрасной в середине, прекрасной в конце, правильной в духе и в букве. Он раскрывает ему святую жизнь, всецело полную чистую. Когда монах слышит это наставление по Дхаме, его ум освобождается от пяти нижних оков. Таково первое преимущество слушания Дхамы в должный момент. 2. Далее, бывает так, что ум монаха еще не освобожден от пяти нижних оков. Будучи при смерти, ему не удается повидать Татхагату, но удается повидать ученика Татхагаты. Ученик Татхагаты обучает его Дхаме, прекрасной в начале, прекрасной в середине, прекрасной в конце, правильной в духе и в букве. Он раскрывает ему святую жизнь, всецело полную чистую. Когда монах слышит это наставление по Дхаме, его ум освобождается от пяти нижних оков. Таково второе преимущество слушания Дхамы в должный момент. 3. Далее, бывает так, что ум монаха еще не освобожден от пяти нижних оков. Будучи при смерти, ему не удается повидать Татхагату или ученика Татхагаты, но он размышляет, исследует, и мысленно изучает Дхаму так, как он ее услышал и запомнил. По мере того, как он делает так, его ум освобождается от пяти нижних оков. Таково третье преимущество изучения значения в должный момент. 4. Далее, бывает так, что ум монаха освобожден от пяти нижних оков, но еще не освобожден в непревзойденном угасании и обретении. 2. Будучи при смерти, ему удается повидать Татхагату. Татхагата обучает его Дхаме, прекрасной в начале, прекрасной в середине, прекрасной в конце, правильной в духе и в букве. Он раскрывает ему святую жизнь, всецело полную чистую. Когда монах слышит это наставление по Дхаме, его ум освобождается в непревзойденном угасании и обретении. Таково четвертое преимущество слушания Дхамы в должный момент. 5. Далее, бывает так, что ум монаха освобожден от пяти нижних оков, но еще не освобожден в непревзойденном угасании и обретении. Будучи при смерти, ему не удается повидать Татхагату, но удается повидать ученика Татхагаты. Ученик Татхагаты обучает его Дхаме, прекрасной в начале, прекрасной в середине, прекрасной в конце, правильной в духе и в букве. Он раскрывает ему святую жизнь, всецело полную чистую. Когда монах слышит это наставление по Дхаме, его ум освобождается в непревзойденном угасании и обретении. Таково пятое преимущество слушания Дхамы в должный момент. 6. Далее, бывает так, что ум монаха освобожден от пяти нижних оков, но еще не освобожден в непревзойденном угасании и обретении. Будучи при смерти, ему не удается повидать Татхагату или ученика Татхагаты, но он размышляет, исследует и мысленно изучает Дхаму так, как он ее услышал и запомнил. По мере того, как он делает так, его ум освобождается в непревзойденном угасании и обретении. Таково шестое преимущество изучения значения в должный момент. Таковы, Ананда, шесть преимуществ слушания Дхамы в должный момент и изучения ее значения в должный момент. 1. Это значит, что он умер невозвращающимся. 2. Комментарий поясняет, что обретение, у Падхи, это пять совокупностей, Кхандха, загрязнение, келеса, и формации ума, Сангхара. Угасание и обретение, это не бана. 2. Чхалабхиджати сутта, шесть классов. А.Н. 6.57. Однажды Благословенный пребывал в Раджагахе на горе утес ястребов. И тогда достопочтенный Ананда подошел к Благословенному, поклонился ему, сел рядом, и сказал, Учитель, Пурана Кассапа, один, описывал шесть классов, черный, голубой, красный, желтый, белый, и абсолютно белый. Он описывал черный класс как забойщиков овец, свиней, домашней птицы, и оленей, как охотников-рыболовов, как воров, палачей, охранников тюрем, или тех, кто следует любому такому жестокому занятию. Он описывал голубой класс как монахов, которые живут на шипах, два, или иных, кто придерживается доктрины Камы, доктрины действительности комических поступков. Он описывал красный класс как нигантхов, носящих один предмет одежды. Он описывал желтый класс как одетых белые мирян, учеников-голых отшельников. Он описывал белый класс как мужчин и женщин-адживиков. Он описывал абсолютно белый класс как нанду-вачху, кису-санкичу, и макхали-гасалу. Учитель, Пурана Кассапа описывал эти шесть классов. Но, ананда, давал ли весь мир Пурана Кассапе согласие на то, чтобы тот описывал эти шесть классов? Разумеется нет, учитель. Представь, ананда, бедного, лишенного, нуждающегося человека. Люди могли бы силой отрезать от него мясо против его воли и сказать, «Почтенный, ты должен съесть этот кусок мяса и заплатить за него». Точно так же, без согласия тех отшельников и брахманов Пурана Кассапа описал эти шесть классов глупым, несведущим, неискусным и неумелым способом. Но, ананда, я описываю иначе шесть классов. Слушай внимательно, я буду говорить. Да, учитель, ответил достопочтенный ананда. Благословенный сказал, и каковы, ананда, шесть классов? Бывает так, что некий человек черного класса порождает черные состоянии. Некий человек черного класса порождает белые состоянии. Некий человек черного класса порождает нигбану, которая не черная, не белая. Далее, некий человек белого класса порождает черные состоянии. Некий человек белого класса порождает белые состоянии. И некий человек белого класса порождает нигбану, которая не черная, не белая. Один, и каким образом, Ананда, некий человек черного класса порождает черные состояния? Бывает так, что некий человек перерождается в низшей семье, в семье Чандал, работников по бамбуку, охотников, изготовителей повозок, собирателей цветов, то есть бедной семье, в которой мало еды и питья, и одежда добывается с трудом. И он безобразен, некрасив, уродлив, одолеваем хроническими болезнями, плохо видит, калека, хромой, или парализован. Он не тот, кто получает иду, напитки, одежду, и средства передвижения, гирлянды, благовония, мази, постели, жилища, и лампы. Он совершает проступки телом, речью, умом. Сделав так, после распада тела, после смерти, он перерождается в состоянии лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. Вот каким образом это человек черного класса порождает черные состояния? Два, и каким образом, Ананда, некий человек черного класса порождает белое состояние? Вот некий человек родился в низшей семье. Одежда добывается с трудом. И он безобразен, парализован. Он не тот, кто получает иду, напитки, жилища и лампы. Он совершает благие поступки телом, речью, умом. Сделав так, после распада тела, после смерти, он перерождается в благом уделе, в небесном мире. Вот каким образом это человек черного класса порождает белое состояние? Три. Три, и каким образом, Ананда, некий человек черного класса порождает нигбану, которая не черная, не белая? Вот некий человек родился в низшей семье. Одежда добывается с трудом. И он безобразен, парализован. Он не тот, кто получает иду, напитки, жилища и лампы. Сбрив волосы и бороду, он надевает желтые одежды и оставляет жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Когда он таким образом ушел в бездомную жизнь, он отбрасывает пять помех, загрязнение ума, вещей, что ослабляют мудрость. И с хорошо утвержденным в четырех основах осознанности умом он правильно развивает семь факторов просветления и порождает нигбану, которая не черная, не белая. Четыре. Вот каким образом это человек черного класса порождает нигбану, которая не черная, не белая? Четыре. И каким образом, Ананда, некий человек белого класса порождает черные состояния? Вот некий человек родился в высшей семье, зажиточной семье Кхатиев, зажиточной семье Брахманов, зажиточной семье домохозяев, с большим богатством и имуществом, с запасами золота и серебра, с владениями и продовольствием, с обилием ценностей и зерна. И он красив, привлекателен, изящен, наделен величайшей внешней красотой. Он получает иду, напитки, одежду и средства передвижения, гирлянды, благовония, мази, постели, жилища и лампы. Он совершает проступки телом, речью, умом. Сделав так, после распада тела, после смерти, он перерождается в состоянии лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. Вот каким образом этот человек белого класса порождает черные состояния. 5. И каким образом, Ананда, некий человек белого класса порождает белые состояния? Вот некий человек родился в высшей семье, с обилием ценностей и зерна. И он красив. Он получает иду, жилища и лампы. Он совершает благие поступки телом, речью, умом. Сделав так, после распада тела, после смерти, он перерождается в благом уделе, в небесном мире. Вот каким образом этот человек белого класса порождает белые состояния? 6. И каким образом, Ананда, некий человек белого класса порождает нигбану, которая не черная, не белая? Вот некий человек родился в высшей семье, с обилием ценностей и зерна. И он красив. Он получает иду, жилища и лампы. Сбрив волосы и бороду, он надевает желтые одежды и оставляет жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Когда он таким образом ушел в бездомную жизнь, он отбрасывает пять помех, загрязнение ума, вещей, что ослабляют мудрость. И с хорошо утвержденным в четырех основах осознанностью умом он правильно развивает семь факторов просветления и порождает нигбану, которая не черная, не белая. Вот каким образом этот человек белого класса порождает нигбану, которая не черная, не белая? Таковы, Ананда, шесть классов. Один, Пуранакасапа был духовным учителем, современником Будды. В ДН-2 утверждается, что он был сторонником доктрины неделания, Ахириявода. В СН-46-56 говорится также, что он учил доктрине беспричинности, Ахитукавода. Два, комментарий не дает пояснений, кроме того, что это отшельники, Самана. Три, в СН-3-21 содержатся те же самые объяснения, но с примерами. Четыре, примечания переводчика СВ, очевидно, имеется в виду достижение нигбаны, а не ее сотворение. Вероятно, нигбана называется не черной, не белой, потому что он не ведет ни в высшее, ни в нижний мир и сансары, а является выходом из нее. Асава сутта, пять наумственных загрязнений. АН-6-58 Благословенный сказал, монахи, обладая шестью качествами, монах достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. Какими шестью? Вот, с помощью сдержанности монаха отбросил те пятна умственных загрязнений, которые следует отбрасывать сдержанностью, использованием он отбросил те пятна, которые следует отбрасывать использованием, терпением он отбросил те пятна, которые следует отбрасывать терпением, избеганием он отбросил те пятна, которые следует отбрасывать избеганием, рассеиванием он отбросил те пятна, которые следует отбрасывать рассеиванием, развитием отбросил те пятна, которые следует отбрасывать развитием. Один. Один, и какие пятна, монахи, следует отбрасывать сдержанностью, и которые были отброшены сдержанностью? Вот монах, тщательно это осмыслив, пребывает в сдержанности качества глаза. Те пятна, беспокоящие и будоражащие, которые могли бы возникнуть в том, кто пребывает не сдержанным в отношении качества глаза, не происходит в том, кто пребывает в сдержанности качества глаза. Тщательно это осмыслив, он пребывает в сдержанности качества уха. Тщательно это осмыслив, он пребывает в сдержанности качества носа. Тщательно это осмыслив, он пребывает в сдержанности качества языка. Тщательно это осмыслив, он пребывает в сдержанности качества тела. Тщательно это осмыслив, он пребывает в сдержанности качества ума. Те пятна, беспокоящие и будоражащие, которые могли бы возникнуть в том, кто пребывает не сдержанным в отношении этих вещей, не происходят в том, кто пребывает в сдержанности. Таковы отброшенные сдержанностью пятна, которые следует отбрасывать сдержанностью. Два, и какие пятна, монахи, следует отбрасывать использованием, и которые были отброшены использованием? Вот монах, тщательно это осмыслив, пользуется одеянием просто для того, чтобы защититься от холода, защититься от жары, защититься от контактов с мухами, комарами, от контактов с солнцем, ветром и змеями, а также, чтобы скрыть интимные части тела. Тщательно это осмыслив, он употребляет пищу, собранную с подаяний, не ради развлечений, не ради упоения, не ради физической красоты и привлекательности, а просто для содержания и поддержания этого тела, чтобы устранить недуг, тем самым поддержать видение святой жизни, осознавая, так я устраню старые чувства голода и не создам новых чувств от переедания. Я буду здоровым, не буду этим порицаем, буду пребывать в успокоении. Тщательно это осмыслив, он использует жилище просто для того, чтобы защититься от холода, защититься от жары, защититься от контактов с мухами, комарами, от контактов с солнцем, ветром и змеями, а также только просто для того, чтобы скрыться от непогоды и радоваться затворничеству. Тщательно это осмыслив, он использует лекарства и обеспечения для больных монахов только для того, чтобы защититься от возникших мучительных телесных чувств и поддержать свое здоровье. Те пятна, беспокоящие и будоражащие, которые могли бы возникнуть в том, кто не пользуется этими вещами, не возникают в том, кто пользуется ими. Таковы отброшенные использованием пятна, которые следует отбрасывать использованием. Три, и какие пятна, монахи, следует отбрасывать терпением, и которые были отброшены терпением? Вот монах, тщательно это осмыслив, терпит холод, жару, голод и жажду, контакты с мухами, комарами, солнцем, ветром и змеями. Он терпит грубые и оскорбительные речи. Он терпит возникшие телесные ощущения, болезненные, раздирающие, острые, пронзающие, мучительные, неприятные, высасывающие жизненные силы. Те пятна, беспокоящие и будоражащие, которые могли бы возникнуть в том, кто не терпит этого, не возникают в том, кто терпит. Таковы отброшенные терпением пятна, которые следует отбрасывать терпением. Четыре, и какие пятна, монахи, следует отбрасывать избеганием, и которые были отброшены избеганием? Вот монах, тщательно это осмыслив, избегает встреч с диким слоном, с дикой лошадью, с диким быком, с дикой собакой. Он избегает змей, пней, колючек, пропастей, обрывов, выгребных ям, канализаций. Тщательно это осмыслив, он избегает сидеть в ненадлежащих местах или ходить за подаяниями в неподходящие места, избегает общения с плохими друзьями, так что его мудрые товарищи монахи могли бы заподозрить его в порочных делах. Те пятна, беспокоящие и будоражащие, которые могли бы возникнуть в том, кто не избегает этого, не возникают в том, кто избегает. Таковы отброшенные избеганием пятна, которые следует отбрасывать избеганием. Пять, и какие пятна, монахи, следует отбрасывать рассеиванием, и которые были отброшены рассеиванием? Вот монах, тщательно это осмыслив, не терпит возникшую мысль о чувственных удовольствиях. Он отбрасывает ее, уничтожает ее, рассеивает ее, истребляет ее. Тщательно это осмыслив, он не терпит возникшую мысль, основанную на недоброжелательности. Тщательно это осмыслив, он не терпит возникшую мысль о причинении вреда. Тщательно это осмыслив, он не терпит возникших неблагих умственных состояний. Он отбрасывает их, уничтожает их, рассеивает их, истребляет их. Те пятна, беспокоящие и будоражащие, которые могли бы возникнуть в том, кто не рассеивает этого, не возникают в том, кто рассеивает. Таковы отброшенные рассеиванием пятна, которые следует отбрасывать рассеиванием. 6. И какие пятна, монахи, следует отбрасывать развитием, и которые были отброшены развитием? Вот монах, тщательно это осмыслив, развивает осознанность как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастии, прекращении, созревает в оставлении. Он развивает исследование феноменов усердия, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает в оставлении. Те пятна, беспокоящие и будоражащие, которые могли бы возникнуть в том, кто не развивает этого, не возникают в том, кто развивает. Таковы отброшенные развитием пятна, которые следует отбрасывать развитием. Обладая этими шестью качествами, монах достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. Один, смотри также МН-2, где рассматривается еще и отбрасывание видением. Дарукамико сутта, Дарукамико. АН-6-59. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Надике в кирпичной зале. И тогда домохозяин Дарукамико отправился к благословенному, поклонился ему, и сел рядом. Затем благословенный сказал ему, дает ли твоя семья дары, домохозяин? Моя семья дает дары, господин. И те дары даются монахам, которые араханты или на пути к араханству, тем, кто проживает в лесах, собирает иду только хождением за подаяниями, носят обноски. Один. Тебе, мирянину, который наслаждается чувственными удовольствиями, пребывает в доме, полном детей, наслаждается сандаловым деревом из касси, носят гирлянды, пользуется благовониями и мазями, принимает золото и серебро. Трудно знать об этом, эти, араханты, или эти, те, кто вступили на путь к араханству. Один. Если, домохозяин, монах, проживающий в лесу, неугомонный, напыщенный, самовлюбленный, болтливый, бессвязный в своих разговорах, с замутненным умом, без бдительности, несосредоточенный, с блуждающим умом и распущенными органами чувств, то в этом отношении он подлежит порицанию. Но если монах, проживающий в лесу, не является неугомонным, не напыщенный, не самовлюблен, не болтлив и не бессвязный в своих разговорах, с утвержденной осознанностью, бдительный, сосредоточенный, с однонаправленным умом, сдержанный в органах чувств, то в этом отношении он подлежит похвале. Два. Если монах, проживающий на окраинах деревни, неугомонный. С распущенными органами чувств, то в этом отношении он подлежит порицанию. Но если монах, проживающий на окраинах деревни не является неугомонным, сдержанный в органах чувств, то в этом отношении он подлежит похвале. Три, если монах, собирающий иду только хождением за подаяниями, неугомонный, подлежит порицанию. Но если монах, собирающий иду только хождением за подаяниями, не является неугомонным, подлежит похвале. Четыре, если монах, соглашающийся принять приглашение на обед, неугомонный, подлежит порицанию. Но если монах, соглашающийся принять приглашение на обед, не является неугомонным, подлежит похвале. 5. Если монах, который носит обноски, неугомонный, подлежит порицанию. Но если монах, который носит обноски, не является неугомонным, подлежит похвале. 6. Если монах, который носит одеяния, подаренные домохозяевами, неугомонный, напыщенный, самовлюбленный, болтливый, бессвязный в своих разговорах, с замутненным умом, без бдительности, несосредоточенный, с блуждающим умом и распущенными органами чувств, то в этом отношении он подлежит порицанию. Но если монах, который носит одеяния, подаренные домохозяевами, не является ни угомонным, ни напыщенный, ни самовлюблен, ни болтлив, ни бессвязный в своих разговорах, с утвержденной осознанностью, бдительный, сосредоточенный, с однонаправленным умом, сдержанный в органах чувств, то в этом отношении он подлежит похвале. Ну же, домохозяин, давай дары Сангхи. 2. Если будешь давать дары Сангхи, твой ум будет уверенным. Если твой ум уверенный, то, после распада тела, после смерти, ты переродишься в благому деле, в небесном мире. Господин, отныне я буду давать дары Сангхи. 3. Здесь упомянута практика Тхутанга, особая буддийская расхеза, которая осуществляется по желанию и не является обязательной. Не следующий этим трем принципам монах может жить в деревне, а не в лесу, принимать приглашение на обед от домохозяев, пользоваться одеянием, сшитым и подаренным домохозяевами. 2. Примечание переводчика СВ. Речь идет о том, чтобы он не выбирал отдельных монахов, а дарил дар целой Сангхи, которая может быть представлена четырьмя или большим числом монахов. В этом случае дар будет намного больше, чем дар какой-либо одной личности, даже Араханту. Смотри подробнее в МН 142. 3. Комментарий поясняет, что позже этот домохозяин узнал о том, что пятьсот проживающих в лесу монахов растриглись, вернувшись к жизни мирянина, но он подумал, это не имеет ко мне никакого отношения, и, таким образом, его вера не поколебалась. Именно поэтому Будда сказал, что его ум будет уверенным, если он будет давать дары целой Сангхи, а не отдельным монахам. Хаттхи-сутта, Хаттхи. АН 6.60. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Варанайсе валением парки Исипатаны. И тогда, после принятия пищи, вернувшись с хождения за подаяниями, группа старших монахов собралась вместе, они сидели в зале и вели беседу, связанную с Дхаммой. По мере того, как они вели свою беседу, достопочтенный Чита Хаттхи-сарипута постоянно прерывал их разговор. Один. Тогда достопочтенный Махакоттхита сказал достопочтенному Чите Хаттхи-сарипуте, когда старшие монахи ведут беседу, связанную с Дхаммой, не прерывай каждый раз их разговор, но подожди, пока беседа завершится. Когда так было сказано, товарищи монахи достопочтенного Чита Хаттхи-сарипуты сказали достопочтенному Махакоттхите, не унижая достопочтенного Читу Хаттхи-сарипуту. Достопочтенный Читта Хатхисарипута Мудрой способен вести беседу, связанную с Дхаммой, вместе со старшими монахами Друзья, трудно тем, кто не знает пути умов других знать об этом Один, бывает так, друзья, что некий человек кажется необычайно кротким, скромным и спокойным, покуда он пребывает рядом с учителем или товарищем монахом в роли учителя Но когда он покидает учителя или товарищей монаха в роли учителя, он связывается с другими монахами, монахинями, мирянами и мирянками Царями, царскими министрами, учителями иных учений и учениками учителей иных учений По мере того, как он связывается с ними и сближается с ними, по мере того, как он расслабляется и беседует с ними, жажда наводняет его ум С умом, наводненным жаждой, он оставляет монашескую тренировку и возвращается к низшей жизни домохозяина Представьте, как если бы бык, поедающий урожай, был бы привязан веревкой или заперт в загоне Разве можно было бы правдиво сказать, теперь этот бык, поедающий урожай, более никогда не пойдет поедать урожай? Разумеется, нет, друг Ведь может статься так, что этот бык, поедающий урожай, порвет веревку или вырвется из загона и опять пойдет поедать урожай Точно так же, бывает так, что некий человек кажется необычайно кротким Возвращается к низшей жизни домохозяина Далее, друзья, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума Некий человек входит и пребывает в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием ума на объекте медитации С восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности Думая, я тот, кто достигает первой джханы Он связывается с другими монахами, монахинями, мирянами и мирянками, царями, царскими министрами, учителями иных учений и учениками учителей иных учений По мере того, как он связывается с ними и сближается с ними, по мере того, как он расслабляется и беседует с ними, жажда наводняет его ум С умом, наводненным жаждой, он оставляет монашескую тренировку и возвращается к низшей жизни домохозяина Представьте, как проливающийся мощными каплями на перекресток дорог дождь сделал бы так, что пыль исчезла и появилась бы грязь Разве можно было бы правдиво сказать, теперь пыль более никогда не появится на этом перекрестке дорог? 2. Разумеется, нет, друг Ведь может статься так, что люди пройдут по этому перекрестку, или же пройдут козы или крупный рогатый скот, или же ветер и жар солнца высушит влагу, и тогда вновь появится пыль Точно так же, бывает так, что, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, некий человек входит и пребывает в первой джхане Думая, я тот, кто достигает первой джханы, он связывается с другими Возвращается к низшей жизни домохозяина 3. Далее, друзья, с угасанием направления и удержания ума на объекте, некий человек входит и пребывает во второй джхане, в которой наличествуют внутренние уверенности и единение ума В которой нет направления и удержания, но есть восторг и удовольствия, которые возникли посредством сосредоточения Думая, я тот, кто достигает второй джханы, он связывается с другими монахами, монахинями, мирянами и мирянками, царями, царскими министрами, учителями иных учений и учениками учителей иных учений По мере того, как он связывается с ними и сближается с ними, по мере того, как он расслабляется и беседует с ними, жажда наводняет его ум С умом, наводненным жаждой, он оставляет монашескую тренировку и возвращается к низшей жизни домохозяина. Представьте, как если бы неподалеку от деревни или города был бы большой пруд. Проливающийся мощными каплями дождь сделал бы так, что различные виды ракушек, гравя, игальки, исчезли бы, вскрывшись под водой. Разве можно было бы правдиво сказать, теперь различные виды ракушек, гравя, игальки никогда не появятся в этом пруду? Разумеется, нет, друг. Ведь может статься так, что люди будут пить из этого пруда, или же козы и крупный рогатый скот будут пить из него, или же ветер и жар солнца высушат влагу. И тогда вновь появятся различные виды ракушек, гравя, игальки. Точно так же, бывает так, что с угасанием направления и удержания ума на объекте, некий человек входит и пребывает во второй джхане. Думая, я тот, кто достигает второй джханы, он связывается с другими. Возвращается к низшей жизни домохозяина. 4. Далее, друзья, с угасанием восторга некий человек пребывает невозмутимым, осознанным, бдительным и ощущает приятное телом. Он входит и пребывает в третьей джхане, о которой благородные говорят так, он невозмутим, осознан, пребывает в удовольствии. Думая, я тот, кто достигает третьей джханы, он связывается с другими монахами, монахинями, мирянами и мирянками, царями, царскими министрами, учителями иных учений и учениками ими. По мере того, как он связывается с ними и сближается с ними, по мере того, как он расслабляется и беседует с ними, жажда наводняет его ум. С умом, наводнённым жаждой, он оставляет монашескую тренировку и возвращается к низшей жизни домохозяина. Представьте, как если бы еда, оставшаяся с прошлого вечера, не нравилась бы человеку, который съел очень вкусный обед. Разве можно было бы правдиво сказать, теперь еда никогда не будет нравиться тому человеку? Разумеется, нет, друг. Ведь дополнительная пища не нравится тому человеку, только пока питательная сущность остаётся в его теле, но когда питательная сущность исчезнет, то может статься так, что такая еда вновь понравится ему. Точно так же, бывает так, что с угасанием восторга некий человек пребывает в третьей джхане. Думая, я тот, кто достигает третьей джханы, он связывается с другими. Возвращается к низшей жизни домохозяина. 5. Далее, друзья, с оставлением удовольствия и боли, равно как и с предыдущим угасанием радости и недовольства, некий человек входит и пребывает в четвёртой джхане, которая неприятно и неболезненно, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. Думая, я тот, кто достигает четвёртой джханы, он связывается с другими монахами, монахинями, мирянами и мирянками, царями, царскими министрами, учителями иных учений и учениками учителей иных учений. По мере того, как он связывается с ними и сближается с ними, по мере того, как он расслабляется и беседует с ними, жажда наводняет его ум. С умом, наводнённым жаждой, он оставляет монашескую тренировку и возвращается к низшей жизни домохозяина. Представьте, как если бы в узкой горной долине было бы озеро без волн, укрытое от ветра. Разве можно было бы правдиво сказать, теперь волны никогда не появятся на этом озере? Разумеется, нет, друг. Ведь может статься так, что придёт свирепый шторм с востока, с запада, с севера, или с юга и поднимет на озере волны. Точно так же, бывает так, что с оставлением удовольствия и боли. Пребывает в четвёртой джхане. Думая, я тот, кто достигает четвёртой джханы, он связывается с другими. Возвращается к низшей жизни домохозяина. Шесть, далее, друзья, за счёт невнимания всем объектам, некий человек входит и пребывает в беспредметном сосредоточении ума. Три. Думая, я тот, кто достигает беспредметного сосредоточения ума, он связывается с другими монахами, монахинями, мирянами и мирянками, царями, царскими министрами, учителями иных учений и учениками учителей иных учений. По мере того, как он связывается с ними и сближается с ними, по мере того, как он расслабляется и беседует с ними, жажда наводняет его ум. С умом, наводнённым жаждой, он оставляет монашескую тренировку и возвращается к низшей жизни домохозяина. Представьте, как если бы царь или царский министр странствовал бы по дороге с четырехчастной армии и к ночи разбил бы лагерь в лесной чаще. Из-за звуков слонов, лошадей, колесничих, и пехоты, звуков и брохота барабанов, литавр, горнов, и там-тамов, звук сверчков бы исчез. Разве можно было бы правдиво сказать, теперь звук сверчков никогда более не появится в этой лесной чаще? Разумеется, нет, друг. Ведь может статься так, что когда царь или царский министр покинет эту лесную чащу, то звук сверчков появится вновь. Точно так же, за счет невнимания всем объектам, некий человек входит и пребывает в беспредметном сосредоточении ума. Думая, я тот, кто достигает беспредметного сосредоточения ума, он связывается с другими. Возвращается к низшей жизни домохозяина. И спустя какое-то время достопочтенный Читтахат Хисарипута оставил тренировку и вернулся к низшей жизни. Тогда его товарищи-монахи подошли к достопочтенному Махакот Тхите и сказали ему, так ли оно, что достопочтенный Махакот Тхита охватил ум Читтахат Хисарипута своим собственным умом и понял, Читтахат Хисарипута достигает таких-то и таких-то медитативных пребываний и достижений, и, все же, он оставит тренировку и вернется к низшей жизни? Или же божества сообщили ему об этом? Друзья, я охватил ум Читтахат Хисарипута своим собственным умом и понял, Читтахат Хисарипута достигает таких-то и таких-то медитативных пребываний и достижений, и, все же, он оставит тренировку и вернется к низшей жизни. А также божества сообщили мне об этом. И тогда те товарищи монахи Читтахатхисарипуты отправились к благословенному, поклонились ему, сели рядом, и сказали, «Учитель, Читтахатхисарипута достиг таких-то и таких-то медитативных пребываний и достижений, и, все же, оставил тренировку и вернулся к низшей жизни. Пройдет не так много времени, монахи, как Читтахатхисарипута вновь задумается об отречении. И вскоре Читтахатхисарипута брил свои волосы и бороду, надел желтые одежды и покинул жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. И затем, пребывая в уединении прилежным, старательным, решительным, вскоре достопочтенный Читтахатхисарипута, реализовав это для себя посредством прямого знания, здесь и сейчас вошел и пребывал в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяина и ведут жизнь бездомную. Он напрямую познал, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. И достопочтенный Читтахатхисарипута стал одним из арахантов. 4. 1. Комментарий поясняет, что он прерывал разговор, чтобы объяснить свою точку зрения. 2. Примечания переводчика С.В. Под пылью, очевидно, подразумеваются некоторые загрязнения ума, которые временно отсутствуют в первой тшхане, как, например, чувственная жажда или недоброжелательность. По этой причине тшханы обозначаются в других суттах как временное освобождение ума, например, в С.Н. 4.23. 3. Комментарий объясняет, что это сосредоточение во время прозрения, которое осуществляется для достижения араханства. 4. Смотри. М.Н. 121, М.Н. 122, С.Н. 49. 4. Комментарий поясняет, что он семь раз уходил из монашества и вновь возвращался, что было следствием его неблагой камы, когда в одной из прошлых жизней, во времена Будды Кассапы, он уговорил некоего монаха расстричься. Маджхи Сутта, середина. А.Н. 6.61. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Варанайсе валением парки Сипатаны. И тогда, после принятия пищи, вернувшись с хождения за подаяниями, группа старших монахов собралась вместе, и, по мере того, как они сидели в зале, возник такой разговор. Так было сказано благословенным, друзья, в Параяне в вопросах Меттея. 1. Оба конца смог понять он, мудрец в середине не липнет. Его называю великим, швею превзойти ведь сумел он. Так что же такое, друзья, первый конец? Что такое второй конец? Что такое середина? 1. Когда так было сказано, некий монах сказал старшим монахам, контакт, друзья, это один конец. Возникновение контакта – второй конец. Прекращение контакта – середина. А жажда – это швея. Ведь жажда пришивает человека к порождению того или иного существования. 2. Вот каким образом монах напрямую знает то, что следует познать напрямую, полностью понимая то, что следует полностью понять. Сделав так в этой самой жизни, он кладет конец страданиям. 2. Когда так было сказано, другой монах сказал старшим монахам, прошлое, друзья, это один конец. Будущий – второй конец. Настоящая – середина. А жажда – это швея. Ведь жажда пришивает. Он кладет конец страданиям. 3. Когда так было сказано, другой монах сказал старшим монахам, 3. Когда так было сказано, другой монах сказал старшим монахам, имя – друзья, это один конец. Форма – второй конец. Сознание – середина. А жажда – это швея. Ведь жажда пришивает. Он кладет конец страданиям. 5. Когда так было сказано, другой монах сказал старшим монахам, шесть внутренних сфер, друзья, это один конец. Шесть внешних сфер, второй конец. Сознание – середина. А жажда – это швея. Ведь жажда пришивает. Он кладет конец страданиям. 6. Когда так было сказано, другой монах сказал старшим монахам, личностное существование, друзья, это один конец. Источник личностного существования, второй конец. Прекращение личностного существования, середина. А жажда, это швея. Ведь жажда пришивает человека к порождению того или иного существования. Вот каким образом монах напрямую знает то, что следует познать напрямую, полностью понимая то, что следует полностью понять. Сделав так в этой самой жизни, он кладет конец страданиям. Когда так было сказано, некий монах сказал старшим монахам, друзья, каждый объяснил в соответствии со своим вдохновением. Ну же, пойдемте к Благословенному и расскажем ему об этом. То, как Благословенный объяснит нам, так мы это и запомним. Да, друг, ответили те старшие монахи. И тогда старшие монахи отправились к Благословенному, поклонились ему, сели рядом, и рассказали ему обо всей беседе, что случилось между ними, спросив, учитель, кто из нас хорошо высказался? Монахи, в некотором отношении все вы высказались хорошо, но слушайте внимательно, я расскажу вам о том, что я имел в виду, когда я сказал в Параяне в вопросах Меттея. Да, учитель, ответили те монахи. Благословенный сказал, контакт, друзья, это один конец. Возникновение контакта, второй. Прекращение контакта, середина. А жажда, это швея. Ведь жажда пришивает человека к порождению того или иного существования. Вот каким образом монах напрямую знает то, что следует познать напрямую, полностью понимая то, что следует полностью понять. Сделав так в этой самой жизни, он кладет конец страданиям. 3. Смотри. СНП 5.2. Комментарий, контакт, бхаса, на первом конце, это личностное существование, отта бхава, которая порождается посредством контакта. Возникновение контакта, бхаса-самуды, второй конец, это будущее существование, порожденное контактом каммы, совершенное в этом существовании в качестве условия. Прекращение контакта, бхаса-нирытха, это ниббана. Ниббана названа серединой, потому что она рубит жажду, то есть, швею, на части. По мнению Дост. Бодхи, середина, это не ниббана, а прекращение контакта при окончании, смерти, текущего существования. Таким образом, жажда, будучи швеей, шивает контакт предыдущего существования с возникновением нового контакта в начале следующего существования. Три, в китайском аналоге этой сутты монахи предлагают пять вариантов, а не шесть. Один, шесть внутренних сфер, шесть внешних, чувства. Два, прошлое, настоящее, будущее. Три, удовольствие, боль, неудовольствие, не боль. Четыре, существование, его источник, чувства. Пять, личность, ее источник, объяснение середины нет. Будда отвечает им в строфах, объясняя так, контакт, его возникновение, чувства. Пурисы Эндриянина сутта, знание качеств личности. АН 6.62. Так я слышал. Однажды Благословенный странствовал по стране Касал вместе с Большой Сангхой монахов и прибыл к городу Касал под названием Дандакаппака. Тогда Благословенный сошел с дороги, сел на подготовленные для него сиденья у подножья некоего дерева, а те монахи вошли в Дандакаппаку в поисках дома, где можно было бы отдохнуть. И тогда достопочтенный Ананда вместе с группой монахов спустился к реке Ачаравати, чтобы искупаться. Искупавшийся выйдя из реки, он стоял в одном одеянии, высушивая свое тело. Тогда некий монах подошел к достопочтенному Ананде и сказал ему, друг Ананда, так ли оно, что после тщательного рассмотрения Благословенный объявил о Дивадатте? Дивадатта обречен на плохой удел, обречен на ад, и он пробудет там в течение цикла существования мира, и нет возможности исправить это, или же он сказал так, выражаясь образно? Ну вот так, друг, Благословенный объявил об этом. И затем достопочтенный Ананда подошел к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и рассказал о случившемся, добавив, когда так было сказано, учитель, я сказал тому монаху, ну вот так, друг, Благословенный объявил об этом. Ананда, тот монах, должно быть, либо только недавно получил монашеское посвящение, недавно ушел в бездомную жизнь, или же он глупый и несведущий старец. Ведь когда это было объявлено мной однозначно, как он может видеть в этом двусмысленность? Я не вижу ни одного другого человека, Ананда, насчет которого я бы сделал объявление после столь тщательного рассмотрения, как в случае с Дивадаттой. Покуда я видел в Дивадатте яркое качество размером пусть даже с кончик волоска, я не заявлял о нем, Дивадатта обречен на плохой удел, обречен на ад, и он пробудет там в течение цикла существования мира, и нет возможности исправить это. Но, Ананда, когда я не увидел Дивадатте яркого качества даже с кончик волоска, я объявил о нем так. Представь выгребную яму глубже полного человеческого роста, наполненную фекалемидой краев, и туда бы с головой упал человек. И тогда бы появился другой человек, который желал бы ему блага, благополучия, и спасения, желал бы вытащить его из выгребной ямы. Он бы ходил вокруг выгребной ямы, подходил бы со всех сторон, но не видел бы у того человека даже кончика волоска, который не был бы измазан фекалиями, за который он мог бы ухватить его и вытащить. Точно так же, Ананда, только когда я не увидел в Дивадатте яркого качества даже с кончик волоска, я объявил о нем, Дивадатта обречен на плохой удел, обречен на ад, и он пробудет там в течение цикла существования мира, и нет возможности исправить это. Если, Ананда, ты бы послушала знания их Татхагаты в отношении качеств личностей, то я бы рассмотрел их для тебя. Сейчас подходящий момент, Благословенный. Сейчас подходящее время, счастливый. Благословенному следует рассмотреть его знания качеств личностей. Услышав это от Благословенного, монахи запомнят то, что сказал Благословенный. В таком случае, Ананда, слушай внимательно. Я буду говорить. Да, учитель, ответил достопочтенный Ананда. Благословенный сказал, один, вот, Ананда, охватив его ум своим умом, я понимаю, что человек таков, в этом человеке есть благие качества и неблагие. Спустя какое-то время, охватив его ум своим умом, я понимаю, что он таков, благие качества этого человека исчезли, неблагие качества проявлены, но у него есть благой корень, который не был уничтожен. Из этого его благого корня возникнет благое. Таким образом, этот человек не будет подвержен упадку в будущем. Представь, как если бы семена были бы цельными, неиспорченными, неповрежденными ветром и солнцем, плодородными, хорошо сохраненными, хорошо размещенными в хорошо подготовленной почве в хорошем поле. Разве не знал бы ты в этом случае так, эти семена прорастут, взаидут, созреют? Так оно, учитель. Точно так же, Ананда, охватив его ум своим умом, я понимаю. Таким образом, этот человек не будет подвержен упадку в будущем. Вот так, Ананда, Татхагата, зная человека, охватив его ум своим собственным умом. Вот так Татхагата обладает знанием о качествах личности, обретенным охватыванием ума этой личности своим собственным умом. Вот так Татхагата знает будущее возникновения качеств, охватывая ум другого своим собственным умом. Далее, Ананда, охватив его ум своим умом, я понимаю, что человек таков, в этом человеке есть благие качества и неблагие. Спустя какое-то время, охватив его ум своим умом, я понимаю, что он таков, неблагие качества этого человека исчезли, благие качества проявлены, но у него есть неблагой корень, который не был уничтожен. Из этого его неблагого корня возникнет неблагое. Таким образом, этот человек будет подвержен упадку в будущем. Представь, Ананда, как если бы семена были бы цельными, неиспорченными, неповрежденными ветром и солнцем, плодородными, хорошо сохраненными, хорошо размещенными на широкой скале. Разве не знал бы это в этом случае так, эти семена не прорастут, не взойдут, не созреют? Точно так же, Ананда, охватив его ум своим умом, я понимаю. Таким образом, этот человек будет подвержен упадку в будущем. Вот так, Ананда, Татхагата, зная человека, обладает знанием о качествах личности, знает будущее возникновения качеств, охватывая ум другого своим собственным умом. Три, далее, Ананда, охватив его ум своим умом, я понимаю, что человек таков, в этом человеке есть благие качества и неблагие. Спустя какое-то время, охватив его ум своим умом, я понимаю, что он таков, в этом человеке нет даже частички яркого качества, размером с кончик волоска. Этот человек обладает всецело черными, неблагими качествами. С распадом тела, после смерти, он переродится в состоянии лишений, в неблагом уделе, в нижних мирах, в аду. Представь, Ананда, как если бы семена были бы разбиты, испорчены, повреждены ветром и солнцем, но были бы размещены в хорошо подготовленной почве в хорошем поле. Разве не знал бы ты в этом случае так, эти семена не прорастут, не взойдут, не созреют? Точно так же, Ананда, охватив его ум своим умом, я понимаю. С распадом тела, после смерти, он переродится в состоянии лишений, в неблагом уделе, в нижних мирах, в аду. Вот так, Ананда, Татхагата, знает человека. Обладает знанием о качествах личности. Знает будущее возникновения качеств, охватывая ум другого своим собственным умом. Когда так было сказано, достопочтенный Ананда обратился к благословенному, есть ли возможность, учитель, описать три других типа личностей, противоположных этим? Есть такая возможность, Ананда, сказал благословенный. 4. Вот, Ананда, охватив его ум своим умом, я понимаю, что человек таков, в этом человеке есть благие качества и неблагие. Спустя какое-то время, охватив его ум своим умом, я понимаю, что он таков, благие качества этого человека исчезли, неблагие качества проявлены, но у него есть благой корень, который не был уничтожен. Но и этот корень также практически уничтожен. Таким образом, этот человек будет подвержен упадку в будущем. Представь, Ананда, как если бы на широкую скалу поместили горящие, кулающие, полыхающие угли. Разве не знал бы ты в этом случае так, эти угли не разрастутся, не увеличатся, не распространятся? Или же представь, Ананда, как если был бы вечер, и садилось солнце? Разве не знал бы ты в этом случае так, свет исчезнет, тьма возникнет? Или же, представь, Ананда, как если бы почти наступила полночь, настало бы время для царского ужина. 1. Разве не знал бы ты в этом случае так, свет исчез, тьма возникла? 5. Далее, Ананда, охватив его ум своим умом, я понимаю, что человек таков, в этом человеке есть благие качества и неблагие. Спустя какое-то время, охватив его ум своим умом, я понимаю, что он таков, неблагие качества этого человека исчезли, благие качества проявлены, но у него есть неблагой корень, который не был уничтожен. Но и этот корень также практически уничтожен. Таким образом, этот человек не будет подвержен упадку в будущем. Представь, Ананда, как если бы на кучу сухой травы и дров поместили горящие, пылающие, полыхающие угли. Разве не знал бы ты в этом случае так, эти угли разрастутся, увеличатся, распространятся? Или же представь, Ананда, как если бы ночь подходила к концу, и всходило бы солнце. Разве не знал бы ты в этом случае так, тьма исчезнет, свет возникнет? Или же, представь, Ананда, как если бы почти наступил полдень, настало бы время для обеда. Разве не знал бы ты в этом случае так, тьма исчезла, свет возник? Точно так же, Ананда, охватив его ум своим умом, я понимаю. Таким образом, этот человек не будет подвержен упадку в будущем. Вот так, Ананда, Татхагата знает человека. Обладает знанием о качествах личности. Знает будущее возникновения качеств, охватывая ум другого своим собственным умом. 6. Далее, Ананда, охватив его ум своим умом, я понимаю, что человек таков, в этом человеке есть благие качества и неблагие. Спустя какое-то время, охватив его ум своим умом, я понимаю, что он таков, в этом человеке нет даже частички неблагого качества размером с кончик волоска. Этот человек обладает всецело яркими, безупречными качествами. Он достигнет негбану в этой самой жизни. Представь, Ананда, как если бы на кучу сухой травы и дров поместили потухшие, погасшие угли. Разве не знал бы ты в этом случае так, эти угли не разрастутся, не увеличатся, не распространятся? Точно так же, Ананда, охватив его ум своим умом, я понимаю, что человек таков, в этом человеке есть благие качества и неблагие. Спустя какое-то время, охватив его ум своим умом, я понимаю, что он таков, в этом человеке нет даже частички неблагого качества размером с кончик волоска. Этот человек обладает всецело яркими, безупречными качествами. Он достигнет негбану в этой самой жизни. Вот так, Ананда, Татхагата знаю человека, охватив его ум своим собственным умом. Вот так Татхагата обладает знанием о качествах личности, обретенным охватыванием ума этой личности своим собственным умом. Вот так Татхагата знает будущее возникновения качеств, охватывая ум другого своим собственным умом. Ананда, из первых трех личностей один не подвержен упадку, один подвержен упадку, и один обречен на плохой удел, обречен на ад. Из последних трех личностей один не подвержен упадку, один подвержен упадку, и один обязательно достигнет негбаны. Один, комментарий поясняет, что речь идет о вечернем ужине при царском дворе. Нибубитхика сутта, проникающая. А.Н. 6.63. Благословенный сказал, монахи, я научу вас проникающему изложению Дхаммы. 1. Слушайте внимательно. Я буду говорить. Да, учитель, отвечали те монахи. Благословенный сказал, и каково, монахи, проникающие изложению Дхаммы? Чувственное удовольствие следует понять. Источник и происхождение чувственных удовольствий следует понять. Разнообразие чувственных удовольствий следует понять. Результат чувственных удовольствий следует понять. Прекращение чувственных удовольствий следует понять. Путь, ведущий к прекращению чувственных удовольствий, следует понять. Чувства следует понять. Источник и происхождение чувств следует понять. Разнообразие чувств следует понять. Результат чувств следует понять. Прекращение чувств следует понять. Путь, ведущий к прекращению чувств, следует понять. Восприятие следует понять. Источник и происхождение восприятия следует понять. Разнообразие восприятия следует понять. Результат восприятия следует понять. Прекращение восприятия следует понять. Путь, ведущий к прекращению восприятия, следует понять. Пятна загрязнения ума следует понять. Источник и происхождение пятен следует понять. Разнообразие пятен следует понять. Результат пятен следует понять. Прекращение пятен следует понять. Путь, ведущий к прекращению пятен, следует понять. Каммы следует понять. Источник и происхождение каммы следует понять. Разнообразие каммы следует понять. Результат каммы следует понять. Прекращение каммы следует понять. Путь, ведущий к прекращению каммы, следует понять. Страдания следует понять. Источник и происхождение страданий следует понять. Разнообразие страданий следует понять. Результат страданий следует понять. Прекращение страданий следует понять Путь, ведущий к прекращению страданий, следует понять Чувственные удовольствия Один, когда было сказано, чувственные удовольствия следует понять Путь, ведущий к прекращению чувственных удовольствий, следует понять, то в отношении чего так было сказано Монахи, есть пять нити чувственных удовольствий Формы, воспринимаемые глазом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные Звуки, воспринимаемые ухом. Запахи, воспринимаемые носом. Вкусы, воспринимаемые языком. Тактильные ощущения, воспринимаемые телом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Однако, это не является чувственными удовольствиями. В учении благородных это называется нитями чувственных удовольствий. Чувственные удовольствия человека – это его чувственные устремления. 2. Это не чувственные наслаждения, мирские миловидные вещицы, чувственность человека, устремления и страсти. А миловидные вещицы лишь просто остаются в мире, но мудрый устраняет всякое желание к ним. 3. И каков, монахи, источник и происхождение чувственных удовольствий? Контакт является их источником и происхождением. И каково разнообразие чувственных удовольствий? Чувственное желание к формам – это одно, Чувственное желание к звукам – это другое. Чувственное желание к запахам – еще другое. Чувственное желание ко вкусам – еще другое. Чувственное желание к тактильным ощущениям – еще другое. Это называется разнообразием чувственных удовольствий. И каков результат чувственных удовольствий? Человек порождает личностное существование, соответствующее тем чувственным удовольствиям, которых он желает, и которое может быть последствием заслуг или проступков. 4. Таков результат чувственных удовольствий. И каково прекращение чувственных удовольствий? С прекращением контакта имеет место прекращение чувственных удовольствий. Этот самый благородный восьмеричный путь является путем, ведущим к прекращению чувственных удовольствий, то есть, правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, правильное действие, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильная осознанность, правильное сосредоточение. Когда, монахи, ученик благородных так понимает чувственные удовольствия, источник происхождения чувственных удовольствий, результат чувственных удовольствий, прекращение чувственных удовольствий, и путь, ведущий к прекращению чувственных удовольствий, то тогда он понимает, что эта проникающая святая жизнь является прекращением чувственных удовольствий. 5. Когда так было сказано, чувственные удовольствия следует понять. Путь, ведущий к прекращению чувственных удовольствий, следует понять, то в отношении этого так было сказано. Чувства. 2. Когда было сказано, чувства следует понять. Путь, ведущий к прекращению чувств, следует понять, то в отношении чего так было сказано? Монахи, есть эти три чувства, приятное чувство, болезненное чувство, неприятное и неболезненное чувство. И каков источник и происхождение чувств? Контакт является их источником и происхождением. И каково разнообразие чувств? Есть плотское приятное чувство, есть духовное и приятное чувство. Есть плотское болезненное чувство, есть духовное болезненное чувство. Есть плотское неприятное и неболезненное чувство, есть духовное неприятное и неболезненное чувство. 6. Это называется разнообразием чувств. И каков результат чувств? Человек порождает личностное существование, соответствующее тем чувствам, которых он желает, и которое может быть последствием заслуг или проступков. Таков результат чувств. И каково прекращение чувств? С прекращением контакта имеет место прекращение чувств. Этот самый благородный восьмеричный путь является путем, ведущим к прекращению чувств, то есть, правильное воззрение. Правильное сосредоточение. Когда, монахи, ученик благородных так понимает чувства, источник и происхождение чувств, результат чувств, прекращение чувств, и путь, ведущий к прекращению чувств, то тогда он понимает, что эта проникающая святая жизнь является прекращением чувств. Когда так было сказано, чувства следует понять. Путь, ведущий к прекращению чувств, следует понять, то в отношении этого так было сказано. Восприятие. Три, когда так было сказано, восприятие следует понять. Путь, ведущий к прекращению восприятий, следует понять, то в отношении чего так было сказано. Монахи, есть эти шесть восприятий, восприятие форм, восприятие звуков, восприятие запахов, восприятие вкусов, восприятие тактильных ощущений, восприятие ментальных феноменов. И каков источник и происхождение восприятий? Контакт является их источником и происхождением. И каково разнообразие восприятий? Восприятие форм – это одно, восприятие звуков, другое, восприятие запахов, еще другое, восприятие вкусов, еще другое, восприятие тактильных ощущений, еще другое, восприятие ментальных феноменов, еще другое. Это называется разнообразием восприятий. И каков результат восприятий? Я говорю вам, что результат восприятия заключается в выражении. 7. То, каким образом человек воспринимает что-либо, именно таким образом он выражает себя, говоря, я воспринимал то-то и то-то. Это называется результатом восприятия. И каково прекращение восприятий? С прекращением контакта имеет место прекращение восприятий. Этот самый благородный восьмеричный путь является путем, ведущим к прекращению восприятий, то есть, правильное воззрение. Правильное сосредоточение. Когда, монахи, ученик благородных так понимает восприятие, источник происхождения восприятий, результат восприятий, прекращение восприятий, и путь, ведущий к прекращению восприятий, то тогда он понимает, что эта проникающая святая жизнь является прекращением восприятий. Когда так было сказано, восприятие следует понять. Путь, ведущий к прекращению восприятий, следует понять, то в отношении этого так было сказано. Пятна загрязнений ума. 4. Когда так было сказано, пятна умственных загрязнений следует понять. Путь, ведущий к прекращению пятен, следует понять, то в отношении чего так было сказано. Монахи, есть эти три пятна – пятно чувственности, пятно существования, пятно невежества. И каков источник и происхождение пятен? Невежество является их источником и происхождением. И каково разнообразие пятен? Есть пятна, ведущие в ад. Есть пятна, ведущие в мир животных. Есть пятна, ведущие в мир страдающих духов. Есть пятна, ведущие в мир людей. Есть пятна, ведущие в мир дэвов. Это называется разнообразием загрязнений. И каков результат пятен? Человек, погруженный в невежество, порождает соответствующее личностное существование, которое может быть последствием либо заслуг, либо проступков. Таков результат пятен. И каково прекращение пятен? С прекращением невежества имеет место прекращение пятен. Этот самый благородный восьмеричный путь является путем, ведущим к прекращению пятен, то есть, правильное воззрение, правильное сосредоточение. Когда, монахи, ученик благородных так понимает пятна, источник и происхождение пятен, результат пятен, прекращение пятен, и путь, ведущий к прекращению пятен, то тогда он понимает, что эта проникающая святая жизнь является прекращением пятен. Когда так было сказано, пятна следует понять. Путь, ведущий к прекращению пятен, следует понять, то в отношении этого так было сказано. Камма. Пять, когда так было сказано, камму следует понять. Путь, ведущий к прекращению каммы, следует понять, то в отношении чего так было сказано? Монахи, намерение я называю каммой. Породив намерение, человек действует телом, речью или умом. И каков источник и происхождение каммы? Каммы? Контакт является ее источником и происхождением. И каково разнообразие Каммы? Есть Камма, переживаемая в аду. Есть Камма, переживаемая в мире животных. Есть Камма, переживаемая в мире страдающих духов. Есть Камма, переживаемая в мире людей. Есть Камма, переживаемая в мире дэвов. Это называется разнообразием Каммы. 8. И каков результат Каммы? Результат Каммы, я говорю вам, троичен, переживаемый в этой самой жизни, или в следующем перерождении, или в некоторых последующих случаях. Это называется результатом каммы. И каково прекращение каммы? С прекращением контакта имеет место прекращение каммы. 9. Этот самый благородный восьмеричный путь является путем, ведущим к прекращению каммы, то есть, правильное воззрение. Правильное сосредоточение. Когда, монахи, ученик благородных так понимает камму, источник и происхождение каммы, результат каммы, прекращение каммы, и путь, ведущий к прекращению каммы, то тогда он понимает, что эта проникающая святая жизнь является прекращением каммы. Когда так было сказано, камму следует понять. Путь, ведущий к прекращению каммы, следует понять, то в отношении этого так было сказано. Страдания. 6. Когда так было сказано, страдания следует понять. Путь, ведущий к прекращению страданий, следует понять, то в отношении чего так было сказано. Рождение, это страданий. Старость – это страданий. Болезни – это страданий. Смерть – это страданий. Печаль – стянание, боль, уныние и отчаяние – это страданий. Неполучение желаемого – это страданий. Вкратце, пять совокупностей, подверженных цеплянию – это страданий. И каков источник и происхождение страданий? Жажда является их источником и происхождением. И каково разнообразие страданий? Есть неимоверные страдания. Есть легкое страданий. Есть страдания, исчезающие медленно. Есть страдания, исчезающие быстро. Это называется разнообразием страданий. И каков результат страданий? Вот некий человек, одолеваемый страданием, с умом, охваченным им, печалится, горюет, и плачет. Он рыдает, бьет себя в грудь, становится обезумевшим. Или же, одолеваемый страданием, с умом, охваченным им, он отправляется на внешние поиски, говоря, у кого есть мантра в слово или два, чтобы положить конец этому страданию? 10. Страданий, я говорю вам, заканчивается либо безумием от горя, либо поиском. Это называется результатом страданий. И каково прекращение страданий? С прекращением жажды имеет место прекращение страданий. Этот самый благородный восьмеричный путь является путем, ведущим к прекращению страданий, то есть, правильное воззрение. Правильное сосредоточение. Когда, монахи, ученик благородных так понимает страдания, источник происхождения страданий, результат страданий, прекращение страданий, и путь, ведущий к прекращению страданий, то тогда он понимает, что эта проникающая святая жизнь является прекращением страданий. Когда так было сказано, страдания следует понять. Путь, ведущий к прекращению страданий, следует понять, то в отношении этого так было сказано. В этом, монахи, заключается проникающее изложение Дхаммы. 1. Комментарий, проникающий изложений пронзает и разбивает груду жажды, злобы, заблуждения, которая прежде не была пронзена и разбита. 2. Напали, Камасанкапа. 3. Эта строфа содержится в СН 1.34. 4. Комментарий, тот, кто желает небесных чувственных удовольствий, исполняя благое поведение, перерождается в мире дэвов, обретая личностное существование, соответствующие заслуги. Пускаясь в неблагое поведение, он перерождается в неблагом уделе, обретая личностное существование, соответствующее проступку. 5. Комментарий поясняет, что речь идет о том, что именно этот самый благородный восьмеричный путь является прекращением чувственных удовольствий. 6. Согласно комментарию КСН 36.14, плотские, самиса, приятные чувства связаны с плотскими чувственными наслаждениями. Духовные, нерамиса, приятные чувства, это чувства, возникающие в джханах или из-за прозрения или посредством пометования, обудди и т.д. Плотское болезненное чувство, это плотское чувство, возникшее посредством плотских чувственных наслаждений, под комментарий поясняет, что это болезненное чувство у того, кто страдает из-за чувственных наслаждений. Духовное и болезненное чувство, это чувство неудовольствия, домонаса, возникающие из-за желания, но и неспособности в данный момент, достичь высочайших освобождений, под комментарий говорит о бараханстве, хотя, возможно, здесь имеются в виду и джханы. Плотское нейтральное чувство – это плотское чувство, возникающее посредством плотских чувственных наслаждений. Духовное нейтральное чувство – это нейтральное чувство, возникающее в четвертой джхане. Смотри также СН 36-31. Семь, комментарий, выражение, заключающееся в беседе, является результатом восприятия. Восемь, это утверждение следует понимать как переживание плодов каммы, которые, во-первых, создают перерождение в соответствующем мире, а также приносят соответствующее переживание в соответствующем существовании. Девять, вероятно, это следует понимать так, что контакт является условием для намерения, то есть каммы. Десять, комментарий перефразирует, кто знает мантру, мантру в одно или в два слова. В китайском аналоге этой сутты также используется иероглиф, обозначающий мантру. Сиханада сутта, львиный рык. АН 6.64. Благословенный сказал, монахи, существуют эти шесть сил Татхагаты, которыми обладает Татхагата, и, обладая которыми, он занимает место быкова Жакастада, рычит своим львиным рыком на собраниях, приводит в движение колесо Брахмы. Какие шесть? Один, Татхагата понимает в соответствии с действительностью возможные как возможные, а невозможные как невозможные. Один. Поскольку Татхагата понимает в соответствии с действительностью возможные как возможные, а невозможные как невозможные, то это сила Татхагаты, обладая которой, он занимает место быкова Жакастада, рычит своим львиным рыком на собраниях, приводит в движение колесо Брахмы. Два. Далее. Татхагата понимает в соответствии с действительностью результат свершения Каммы в прошлом, будущем, настоящем в плане возможностей и причин. Поскольку Татхагата понимает в соответствии с действительностью результат работы Каммы, то это сила Татхагаты приводит в движение колесо Брахмы. Три. Далее. Татхагата понимает в соответствии с действительностью загрязнений, очищений и выход к более высокому состоянию в отношении джхан, освобождений, сосредоточений и медитативных достижений. Два. Поскольку Татхагата понимает, то это сила Татхагаты приводит в движение колесо Брахмы. Четыре. Далее. Татхагата вспоминает свои многочисленные прошлые жизни. 3. В подробностях и деталях. Поскольку Тадхагата вспоминает. То это сила Тадхагаты. Приводит в движение колесо Брахмы. 5. Далее, Тадхагата видит за счёт божественного глаза, в соответствии с их каммой. Поскольку Тадхагата видит. То это сила Тадхагаты. Приводит в движение колесо Брахмы. 6. Далее, за счёт уничтожения пятен умственных загрязнений, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни Тадхагата входит и пребывает в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Поскольку, за счёт уничтожения пятен прямо здесь и сейчас в этой самой жизни Тадхагата входит и пребывает в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно, то это сила Тадхагаты, обладая которой, он занимает место быкова Жака стада, рычит своим львиным рыком на собраниях, приводит в движение колесо Брахмы. Таковы шесть сил Татхагаты, которыми обладает Татхагата, и, обладая которыми, он занимает место быкова Жакастада, рычит своим львиным рыком на собраниях, приводит в движение колесо Брахмы. Если, монахи, другие подходят к Татхагате и задают ему вопрос, связанный с его действительным знанием о возможном как о возможном, о невозможном как о невозможном, то тогда Татхагата, будучи спрошенным так, отвечает им в точности так, как он понял это знание. Если, монахи, другие подходят к Татхагате и задают ему вопрос, связанный с его действительным знанием о результате свершения камы в прошлом, будущем, настоящем в плане возможностей и причин, то тогда Татхагата, будучи спрошенным так, отвечает им в точности так, как он понял это знание. Если, монахи, другие подходят к Татхагате и задают ему вопрос, связанный с его действительным знанием о загрязнении, очищении и выходе к более высокому состоянию в отношении джхан, освобождений, сосредоточений, и медитативных достижений, то тогда Тадхагата, будучи спрошенным так, отвечает им в точности так, как он понял это знание. Если, монахи, другие подходят к Тадхагате и задают ему вопрос, связанный с его действительным знанием о воспоминании прошлых жизней, то тогда Тадхагата, будучи спрошенным так, отвечает им в точности так, как он понял это знание. Если, монахи, другие подходят к Тадхагате и задают ему вопрос, связанный с его действительным знанием о смерти и перерождении существ, то тогда Татхагата, будучи спрошенным так, отвечает им в точности так, как он понял это знание. Если, монахи, другие подходят к Татхагате и задают ему вопрос, связанный с его действительным знанием о незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, то тогда Татхагата, будучи спрошенным так, отвечает им в точности так, как он понял это знание. Я говорю вам, монахи, что действительное знание о возможном как о возможном, а о невозможном как о невозможном, возможно лишь для того, кто сосредоточен, а не для того, кто не обладает сосредоточением. Я говорю вам, монахи, что действительное знание о результате свершения каммы. О загрязнении, очищении и выходе. О воспоминании прошлых жизней. О смерти и перерождении существ. О незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, возможно лишь для того, кто сосредоточен, а не для того, кто не обладает сосредоточением. Поэтому, монахи, сосредоточение – это путь. Отсутствие сосредоточения – это неправильный путь. Один, некоторые примеры возможного и невозможного смотри в Айн 1.268.295, или, например, в Айн 6.67. Два, восемь освобождений, Вимокха, смотри. Айн 8.66. Три сосредоточения – самадхи, смотри в Айн 8.63 – это самадхи в рассмотрении с наличием или отсутствием, полным или частичным, факторов направления и удержания ума, Витакка Вичара, которые достопочтенные Бодхи переводят дословно как «мысли изучений», но я перевожу в соответствии с комментаторской традицией как направленный на объект медитации ум и удерживаемый на объекте медитации ум, или просто как направление и удержание. Девять медитативных достижений, самапатти – это девять последовательных пребываний, смотри. Айн 9.32. Загрязнение, очищение и выход относятся к свойствам развитости самадхи. Три, этот и следующий пункт раскрываются по стандартной формуле. Смотри. Айн 10.21, где, в частности, упоминаются дополнительные силы татхагаты. Анагами Пхала Сутта – невозвращений. Айн 6.65. Благословенный сказал, «Монахи, не отбросив эти шесть вещей, человек не способен реализовать плотное возвращение». Какие шесть? 1. Отсутствие веры, 2. Отсутствие стыда, 3. Отсутствие боязни совершить проступок, 4. Пленность, 5. Замутненность ума, 6. Отсутствие мудрости. Не отбросив этих шести вещей, человек не способен реализовать плотное возвращение. Монахи, отбросив эти шесть вещей, человек способен реализовать плотное возвращение. Какие шесть? Отсутствие веры, отсутствие мудрости. Отбросив эти шесть вещей, человек способен реализовать плотное возвращение. Арахата Сутта – араханство. Айн 6.66. 6. Благословенный сказал, монахи, не отбросив эти шесть вещей, человек не способен реализовать араханство. Какие шесть? 1. Апатию, 2. Лень, 3. Неугомонность, 4. Сожаление, 5. Отсутствие веры, 6. Беспечность. Не отбросив этих шести вещей, человек не способен реализовать араханство. Монахи, отбросив эти шесть вещей, человек способен реализовать араханство. Какие шесть? Апатию. Беспечность. Отбросив эти шесть вещей, человек способен реализовать араханство. Митта сутта, друзья. АН 6.67. Благословенный сказал, монахи, когда у монаха плохие друзья, плохие спутники, плохие товарищи, когда он идет за ними, навещает их, прислуживает плохим друзьям, исследует их примеру, то, один, не может быть такого, чтобы он исполнил свою обязанность подобающего поведения. Не исполнив обязанность подобающего поведения, не может быть такого, чтобы он исполнил обязанность ученика. Не исполнив обязанности ученика, не может быть такого, чтобы он исполнил нравственность. Не исполнив нравственности, не может быть такого, чтобы он отбросил чувственную жажду, жажду к формам, и жажду к бесформенному. Монахи, когда у монаха хорошие друзья, хорошие спутники, хорошие товарищи, когда он идет за ними, навещает их, прислуживает хорошим друзьям, исследует их примеру, то есть возможность, что он исполнит свою обязанность подобающего поведения. Исполнив обязанность подобающего поведения, есть возможность, что он исполнит обязанность ученика. Исполнив обязанность ученика, есть возможность, что он исполнит нравственность. Исполнив нравственность, есть возможность, что он отбросит чувственную жажду, жажду к формам, и жажду к бесформенному. Один, примечание переводчика СВ, речь идет о существовании в высших мирах сансары, мире форм и мире без форм. Сангханикарма сутта, наслаждение компанией. АН 6.68. Благословенный сказал, монахи, один, не может быть такого, чтобы монах, который наслаждается компанией, рад компании, предается наслаждению компанией, который наслаждается сообществом, рад сообществу, предается наслаждению сообществом, наслаждался бы уединением, когда он один. Два, не может быть такого, чтобы тот, кто не наслаждается уединением, когда он один, обрел бы образ ума. Один. Три, не может быть такого, чтобы тот, кто не обретает образа ума, исполнил бы правильные воззрения. Четыре, не может быть такого, чтобы тот, кто не исполняет правильных воззрений, исполнил бы правильные сосредоточения. Пять, не может быть такого, чтобы тот, кто не исполняет правильного сосредоточения, отбросил бы оковы. 6. Не отбросив оков, не может быть такого, чтобы он реализовал не ббану. Монахи, есть возможность, что монах, который не наслаждается компанией, не рад компании, не предается наслаждению компании, который не наслаждается сообществом, не рад сообществу, не предается наслаждению сообществом, будет наслаждаться, когда он один. Есть возможность, что тот, кто наслаждается уединением, когда он один, обретет образ ума. Есть возможность, что тот, кто обретает образ ума, исполнит правильное воззрение. Есть возможность, что тот, кто исполняет правильное воззрение, исполнит правильное сосредоточение. Есть возможность, что тот, кто исполняет правильное сосредоточение, отбросит оковы. Отбросив оковы, есть возможность, что он реализует ниббану. Один, напали, читтаса нибмитам. Дивата сутта, Божество. АН 6.69. Сутты идентичны АН 7.35, но здесь отсутствует пятый пункт сосредоточения, а также имеется вступление, и когда наступила глубокая ночь, некий Дэва, обладающий поразительной красотой, освящая всю рощу Джеты, подошел к благословенному, поклонился ему, встал рядом, и сказал благословенному, господин, есть эти шесть качеств, которые ведут к неупадку монаха. Какие шесть? 1.6. Уважение к учителю. Дхамме. Сангхе. Практики. Его легко исправить. Дружба с хорошими друзьями. Таковы шесть качеств, которые ведут к неупадку монаха. Так сказал тот Дэва. Учитель одобрил. И тогда тот Дэва, думая, учитель согласен со мной, поклонился благословенному и, обойдя его с правой стороны, прямо там и исчез. Благословенный сказал, прошлой ночью, монахи. Далее как в АН 7.35. Самадхи сутта, сосредоточение. АН 6.70. Благословенный сказал, монахи, не может быть такого, чтобы монах, не имеющий сосредоточения, которые умиротворенные, возвышенные, достигнутые посредством безмятежности, достигшие единения ума, мог бы, один, овладевать различными видами сверхъестественных сил, будучи одним, он бы становился многими. Один, достигал бы даже мира Брахмы. Два, не может быть такого, чтобы он слышал бы за счет божественного уха, очищенного и превосходящего человеческой, различные виды звуков, божественные и человеческие, далекие и близкие. Три, не может быть такого, чтобы он знал бы умы других существ. Неосвобожденный ум как неосвобожденный ум. Четыре, не может быть такого, чтобы он вспоминал бы многочисленные прошлые обители. В подробностях и деталях. Пять, не может быть такого, чтобы он видел бы за счет божественного глаза. В соответствии с их каммой. Шесть, не может быть такого, чтобы за счет уничтожения пятен умственных загрязнений в этой самой жизни он входил бы и пребывал в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания. Монахи, есть возможность, что монах, имеющий сосредоточение, которое умиротворенное, возвышенное, достигнутое посредством безмятежности, достигшее единение ума, мог бы овладевать различными видами сверхъестественных сил. Слышать за счет божественного уха. Знать умы других существ. Вспоминать многочисленные прошлые обители. Видеть за счет божественного глаза. Входить и пребывать в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания. Один, эти стандартные описания раскрываются так же, как, например, в Айн 1097, пункты пять-десять. Сакхибхабба сутта, способен реализовать. Айн 6.71. Благословенный сказал, монахи, обладая шестью качествами, монах не способен реализовать некое состояние, пусть даже и есть для этого подходящие основания. Какими шестью? Один, вот монах не понимает в соответствии с действительностью, эти качества связаны с ухудшением и, два, эти качества связаны с устойчивостью и, три, эти качества связаны с отличиями, четыре, эти качества связаны с проникновением. Пять, он практикует нет тщательно и, шесть, не знает, что является уместным. Обладая этими шестью качествами, монах не способен реализовать некое состояние, пусть даже и есть для этого подходящие основания. Монахи, обладая шестью качествами, монах способен реализовать некое состояние, если для этого есть подходящие основания. Какими шестью? Вот монах понимает в соответствии с действительностью, эти качества связаны с ухудшением, эти качества связаны с устойчивостью, эти качества связаны с отличием и эти качества связаны с проникновением. Он практикует тщательно и знает, что является уместным. Обладая этими шестью качествами, монах способен реализовать некое состояние, если для этого есть подходящие основания. Бала сутта, сила. АН 6.72. Благословенный сказал, монахи, обладая шестью качествами, монах не способен обрести силу в сосредоточении. Какими шестью? Вот монах, один, неумелый в достижении сосредоточения, два, неумелый в поддержании сосредоточения, три, неумелый в выходе из сосредоточения, четыре, он не практикует тщательно, пять, он не практикует упорно, шесть, он не знает, что является уместным. Обладая этими шестью качествами, монах не способен обрести силу в сосредоточении. Монахи, обладая шестью качествами, монах способен обрести силу в сосредоточении. Какими шестью? Вот монах умелый в достижении сосредоточения. Знает, что является уместным. Обладая этими шестью качествами, монах способен обрести силу в сосредоточении. Патхама Патхамат Джхана Сутта, Первая Джхана 1. АН 6.73. Благословенный сказал, монахи, не отбросив шесть вещей, человек не способен войти и пребывать в первой Джхане. Какие шесть? 1. Чувственное желание, 2. Недоброжелательность, 3. Лень и апатию, 4. Неугомонность и сожаление, 5. Сомнение, 6. И он не увидел четко, правильной мудростью, в соответствии с действительностью опасность в чувственных удовольствиях. Не отбросив этих шести вещей, человек не способен войти и пребывать в первой Джхане. Монахи, отбросив шесть вещей, человек способен войти и пребывать в первой Джхане. Какие шесть? 2. Чувственное желание. Он увидел четко, правильной мудростью, в соответствии с действительностью опасность в чувственных удовольствиях. Отбросив эти шесть вещей, человек способен войти и пребывать в первой Джхане. Дутия Патхамат Джхана Сутта, Первая Джхана 2. АН 6.74. Благословенный сказал, монахи, не отбросив шесть вещей, человек не способен войти и пребывать в первой Джхане. Какие шесть? 1. Чувственную мысль. 2. Недоброжелательную мысль. 3. Мысль о причинении вреда. 4. Чувственное восприятие. 5. Недоброжелательное восприятие. 6. Восприятие причинения вреда. Не отбросив этих шести вещей, человек не способен войти и пребывать в первой Джхане. Монахи, отбросив шесть вещей, человек способен войти и пребывать в первой Джхане. Какие шесть? Чувственную мысль. Восприятие и причинение вреда. Отбросив эти шесть вещей, человек способен войти и пребывать в первой джхане. Духа сутта, страданий. АН 6.75. Благословенный сказал, монахи, обладая шестью вещами, монах пребывает в страдании в этой самой жизни, с беспокойством, унынием, взбудораженностью, и после распада тела, после смерти, можно ожидать, что он попадет в плохой удел. Какими шестью? 1. Чувственной мыслью. 2. Недоброжелательной мыслью. 3. Мыслью о причинении вреда. 4. Чувственным восприятием. 5. Недоброжелательным восприятием. 6. Восприятием причинения вреда. Обладая этими шестью вещами, монах пребывает в страдании. Он попадет в плохой удел. Монахи, обладая шестью вещами, монах пребывает в счастье в этой самой жизни, без беспокойства, уныния, взбудораженности, и после распада тела, после смерти, можно ожидать, что он попадет в благой удел. Какими шестью? Мыслью об отречении, доброжелательной мыслью, мыслью о непричинении вреда, восприятием отречения, доброжелательным восприятием, восприятием непричинения вреда. Обладая этими шестью вещами, монах пребывает в счастье. Он попадет в благой удел. Арахатта сутта, араханство. АН 6.76. Благословенный сказал, монахи, не отбросив эти шесть вещей, человек не способен реализовать араханство. Какие шесть? 1. Самомнение, 2. Комплекс неполноценности, 3. Надменность, 4. Завышенную самооценку, 5. Упрямство, 6. Самоунижение. 1. Не отбросив этих шести вещей, человек не способен реализовать араханство. Монахи, отбросив эти шесть вещей, человек способен реализовать араханство. Какие шесть? Самомнение. Самоунижение. Отбросив эти шесть вещей, человек способен реализовать араханство. 1. Комментарий, самомнение, мана, это мнение о себе как о лучшем из-за рождения и так далее. Комплекс неполноценности, а мана, это самомнение, я хуже. Надменность, ати мана, это самомнение и самовозвеличивание. Завышенная самооценка, Атхимана, это воображение и достижение того, что реально не было достигнуто. Упрямство, Тхамбха, из-за злобы и самомнения. Самоунижение, Аттенипата, это самомнение, я хуже, у того, кто в действительности является худшим. Уттари Мануса Тхама Сутта, Сверхчеловеческое состояние. А.Н. 6.77 Благословенный сказал, монахи, не отбросив эти шесть вещей, человек не способен реализовать какое-либо сверхчеловеческое отличие в знании и видении, достойное благородных. 1. Какие шесть? 1. Замутненность ума. 2. Отсутствие бдительности. 3. Отсутствие охраны дверей органов чувств. 4. Отсутствие умеренности в еде. 5. Двуличность. 6. Лесть. Не отбросив этих шести вещей, человек не способен реализовать какое-либо сверхчеловеческое отличие в знании и видении, достойное благородных. Монахи, отбросив эти шесть вещей, человек способен реализовать какое-либо сверхчеловеческое отличие в знании и видении, достойное благородных. Какие шесть? Замутненность ума. Лесть. Отбросив эти шесть вещей, человек способен реализовать какое-либо сверхчеловеческое отличие в знании и видении, достойное благородных. 1. Примечание переводчика СВ, охрана дверей органов чувств, осознанность и бдительность, умеренность в виде являются предварительными этапами практики для достижения джханы, смотри, например, ДН-2, МН-107. Под сверхчеловеческим состоянием, Уттари Мануса Дхама, согласно МН-31, подразумеваются медитативные достижения, джханы. Сукха-Саманаса сутта, счастье и радость. АН-6-78. Благословенный сказал, монахе, обладая шестью качествами, монах пребывает в счастье и радости в этой самой жизни, и он заложил основание для уничтожения пятен умственных загрязнений. Какими шестью? Вот монах, один, радуется дхаме, два, радуется медитативному умственному развитию, три, радуется отбрасыванию, четыре, радуется одиночеству, пять, радуется неболезненности, шесть, радуется неразрастанию. Обладая этими шестью качествами, монах пребывает в счастье и радости в этой самой жизни, и он заложил основание для уничтожения пятен умственных загрязнений. АТХИГАМА СУТТА, ДОСТИЖЕНИИ. АН-6-79. Благословенный сказал, обладая шестью качествами, монах не способен достичь благого качества, которого он еще не достиг, или усилить благое качество, которое уже было достигнуто. Какими шестью? Вот монах, один, неумелый в обретениях, два, неумелый в потере, три, неумелый в средствах, четыре, не порождает желание к достижению еще не достигнутых благих качеств, пять, не охраняет уже достигнутые благие качества, шесть, не исполняет своей задачей посредством настойчивого усилия. Обладая этими шестью качествами, монах не способен достичь благого качества, которого он еще не достиг, или усилить благое качество, которое уже было достигнуто. Обладая шестью качествами, монах способен... Какими шестью? Вот монах умелый в обретениях. Исполняет свою задачу посредством настойчивого усилия. Обладая этими шестью качествами, монах способен достичь благого качества, которого он еще не достиг, или усилить благое качество, которое уже было достигнуто. Махантатта сутта, величие. А.Н. 6.80. Благословенный сказал, монахи, обладая шестью качествами, монах быстро достигает величия и обширности в благих качествах. Какими шестью? Вот монах, один, пребывает в свете. Один. Два, пребывает в усилии. Три, пребывает в одушевлении. Четыре, он не становится самодовольным. Пять, он не пренебрегает обязанностью развития благих качеств. Шесть, он продолжает свое развитие далее. Обладая этими шестью качествами, монах быстро достигает величия и обширности в благих качествах. Один, комментарий поясняет, что речь идет о свете знаний. Патхамани Рая Сутта, от 1. А.Н. 6.81. Благословенный сказал, монахи, обладая шестью качествами, человек оказывается в аду, как если бы его туда затянули силой. Какими шестью? Он, один, уничтожает жизнь, два, берет то, что не дано, три, пускается в неблагое сексуальное поведение, четыре, говорит ложь, пять, имеет порочное желание, шесть, придерживается неправильных воззрений. Обладая этими шестью качествами, человек оказывается в аду, как если бы его туда затянули силой. Монахи, обладая шестью качествами, человек оказывается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Какими шестью? Он воздерживается от уничтожения жизни, воздерживается от взятия того, что не дано, воздерживается от неблагого сексуального поведения, воздерживается от лжи, имеет мало желаний и придерживается правильных воззрений. Обладая этими шестью качествами, человек оказывается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Дутия Нерая Сутта, от 2. АН 6.82. Благословенный сказал, монахи, обладая шестью качествами, человек оказывается в аду, как если бы его туда затянули силой. Какими шестью? Он, 1. Уничтожает жизнь, 2. Берет то, что не дано, 3. Пускается в неблагое сексуальное поведение, 4. Говорит ложь, 5. Жаден, 6. Нахален. Обладая этими шестью качествами, человек оказывается в аду, как если бы его туда затянули силой. Монахи, обладая шестью качествами, человек оказывается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Какими шестью? Он воздерживается от уничтожения жизни, воздерживается от взятия того, что не дано, воздерживается от неблагого сексуального поведения, воздерживается от лжи, не имеет жадности и не нахален. Обладая этими шестью качествами, человек оказывается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Агатхама сутта «Высочайшее состояние» АН 6.83. Благословенный сказал, монахи, обладая шестью качествами, монах не способен реализовать араханство, высочайшее состояние. Какими шестью? Вот монах, один, не имеет веры, два, бесстыден, три, не боится совершить проступок, четыре, ленив, пять, немудр, шесть, беспокоится об этом теле и жизни. Обладая этими шестью качествами, монах не способен реализовать араханство, высочайшее состояние. Монахи, обладая шестью качествами, монах способен реализовать араханство, высочайшее состояние. Какими шестью? Вот монах наделен верой, имея чувство стыда, боится совершить проступок, усерден, мудр, не беспокоится об этом теле и жизни. Обладая этими шестью качествами, монах способен реализовать араханство, высочайшее состояние. Ратхидиваса сутта, Ночи. АН 6.84. Благословенный сказал, монахи, когда монах обладает шестью качествами, то будь то день или ночь, в его случае можно ожидать лишь упадка в благих качествах, а не возрастания. Какими шестью? Один, вот монах имеет сильное желание, чувствует беспокойство, не удовлетворен любым одеянием, едой с подаянией, жилищем, лекарствами и обеспечением для больных. Два, он не имеет веры, три, безнравственный, четыре, ленивый, пять, с замутненным умом, и, шесть, немудрый. Когда монах обладает этими шестью качествами, то будь то день или ночь, в его случае можно ожидать лишь упадка в благих качествах, а не возрастания. Монахи, когда монах обладает шестью качествами, то будь то день или ночь, в его случае можно ожидать лишь возрастания в благих качествах, а не упадка. Какими шестью? Вот у монаха нет сильных желаний, он не чувствует беспокойства, он удовлетворен любым одеянием, едой с подаянией, жилищем, лекарствами и обеспечением для больных. Он наделен верой, нравственной, усердной, осознанный, и мудрый. Когда монах обладает этими шестью качествами, то будь то день или ночь, в его случае можно ожидать лишь возрастания в благих качествах, а не упадка. Ситипхава сутта, прохлада. АН 6.85 Благословенный сказал, монахи, обладая шестью качествами, монах не способен реализовать непревзойденную прохладу. Какими шестью? Один, вот монах не пресекает свой ум в том случае, когда его нужно пресечь. Два, он не напрягает свой ум, когда его нужно напрячь. Три, он не воодушевляет свой ум, когда его следует воодушевить. Четыре, он не смотрит на ум с невозмутимостью, когда на него следует смотреть с невозмутимостью. Пять, у него низкие предрасположенности. И, шесть, он радуется личностному существованию. Обладая этими шестью качествами, монах не способен реализовать непревзойденную прохладу. Один. Монахи, обладая шестью качествами, монах способен реализовать непревзойденную прохладу. Какими шестью? Вот монах пресекает свой ум в том случае, когда его нужно пресечь. Он напрягает свой ум, когда его нужно напрячь. Он воодушевляет свой ум, когда его следует воодушевить. Он смотрит на ум с невозмутимостью, когда на него следует смотреть с невозмутимостью. У него высшие предрасположенности, и он радуется небыбане. Обладая этими шестью качествами, монах способен реализовать непревзойденную прохладу. Один, комментарий, ум следует пресечь, не к гахетаббам, сосредоточением в том случае, если он не угомонен. Его следует напрячь усердием, если он спал в вялое состояние. Его следует воодушевить, по гахетаббам, если он спал в безразличии. Аварана сутта, препятствие. АН 6.86 Благословенный сказал, монахи, обладая шестью качествами, даже во время слушания благой Дхамы человек не способен вступить на твердый путь правильности. Один, в отношении благих качеств. Какими шестью? Один, ему препятствует Кама. Два, ему препятствует загрязнение ума. Три, ему препятствует результат Камы. Четыре, он не имеет веры. Пять, он не имеет желания. Шесть, он не мудр. Два, обладая этими шестью качествами, даже во время слушания благой Дхамы человек не способен вступить на твердый путь правильности в отношении благих качеств. Монахи, обладая шестью качествами, во время слушания благой Дхамы человек способен вступить на твердый путь правильности в отношении благих качеств. Какими шестью? Ему не препятствует Кама, ему не препятствует загрязнение ума, ему не препятствует результат Камы, он имеет веру, он имеет желание, он мудр. Обладая этими шестью качествами, во время слушания благой Дхамы человек способен вступить на твердый путь правильности в отношении благих качеств. Один – это технический термин, означающий вступление на путь, ведущий к плоду вступления в поток. Тот, кто встал на твердый путь правильности является одним из двух типов нижних благородных личностей, идущим за счет Дхамы или идущим за счет веры, смотри. СН-25, которые в этой самой жизни обязательно достигнут плода вступления в поток. О том, какие еще есть препятствия к этому, смотри также в АН-5-151-153. 2. Комментарий. Препятствие камой, камма Вараната происходит из-за пяти пагубных деяний с неизбежным результатом, смотри следующую суту АН-6-87. Препятствие с огрязнениями, килов Савараната, происходит из-за неправильного воззрения с утвержденным результатом, это воззрение, отрицающее действительность механизма каммы. Препятствие результатам, вепа Кавараната, это неблагое результатное перерождение или бескорневой результатное перерождение. У этих двух видов перерождающего сознания нет корня мудрости, и тот, кто родился посредством такого сознания, не способен достичь пути. Что касается желания, чанда, то речь идёт о желании делать благое, капцуками и тачхандам. Варапита сутта, убийца АН 6.87 Благословенный сказал, монахи, обладая шестью качествами, даже во время слушания благой Дхаммы человек не способен вступить на твёрдый путь правильности в отношении благих качеств. Какими шестью? 1. Он лишил жизни свою мать. 2. Он лишил жизни своего отца. 1. 3. Он лишил жизни Араханта. 4. Со злобным умом он пролил кровь с Татхагаты. 5. Он создал раскол в Санхе. 6. Он немудрый, глупый и тупой. Обладая этими шестью качествами, даже во время слушания благой Дхаммы человек не способен вступить на твёрдый путь правильности в отношении благих качеств. Обладая шестью качествами, во время слушания благой Дхаммы человек способен вступить на твёрдый путь правильности в отношении благих качеств. Какими шестью? 6. Он не лишил жизни свою мать. Он не лишил жизни своего отца. Он не лишил жизни Араханта. Он не пролил крови Татхагаты со злым умом. Он не создал раскол в Санхе. Он мудрый, умный и проницательный. Обладая этими шестью качествами, во время слушания благой Дхаммы человек способен вступить на твёрдый путь правильности в отношении благих качеств. 1. Примечание переводчика СВ, в конце сутты ДН-2 Будда утверждает, что царь Аджатасату мог бы достичь вступления в поток во время слушания этой сутты, если бы ранее не приказал убить своего отца. 2. Примечание переводчика СВ, подобный поступок совершил монах Дивадатта, за что попал в ад. Согласно ЧВ-7-3, Виная, Будду невозможно убить, поэтому говорится о пролитии крови. 3. Примечание переводчика СВ, смотри. АН-10-39. Это еще одно злодеяние Дивадатты. Сусусати сутта, желает слушать. АН-6-88. Благословенный сказал, монахи, обладая шестью качествами, даже во время слушания благой Дхаммы человек не способен вступить на твердый путь правильности в отношении благих качеств. Какими шестью? Когда учат Дхамме Виная, которые были провозглашены Татхагатой, человек, один, не желает слушать, два, не склоняет к этому ухо, три, не настраивает свой ум на понимание, четыре, неправильно ухватывает смысл, пять, отбрасывает суть, шесть, придерживается убеждения, не совпадающего с Дхаммой. Обладая этими шестью качествами, даже во время слушания благой Дхаммы человек не способен вступить на твердый путь правильности в отношении благих качеств. Обладая шестью качествами, во время слушания благой Дхаммы человек способен вступить на твердый путь правильности в отношении благих качеств. Какими шестью? Когда учат Дхамме Виная, которые были провозглашены Татхагатой, человек желает слушать, склоняет к этому ухо, настраивает свой ум на понимание, ухватывает смысл, отбрасывает несущественные, придерживается убеждения, совпадающего с Дхаммой. Обладая этими шестью качествами, во время слушания благой Дхаммы человек способен вступить на твердый путь правильности в отношении благих качеств. Аппахая сутта, не отбросив. АН 6.89. Благословенный сказал, монахи, не отбросив шести вещей, человек не способен реализовать совершенство в воззрениях. Один. Каких шести? Один, воззрение о существовании я, два, сомнения, три, цепление за правила и предписания, четыре, жажды, ведущий в состоянии лишений, пять, злобы, ведущий в состоянии лишений, шесть, заблуждения, ведущего в состоянии лишений. Не отбросив этих шести вещей, человек не способен реализовать совершенство в воззрениях. Монахи, отбросив шесть вещей, человек способен реализовать совершенство в воззрениях. Какие шесть? Воззрение. Заблуждение, ведущее в состоянии лишений. Отбросив эти шесть вещей, человек способен реализовать совершенство в воззрениях. Один, примечание переводчика С.В., речь идет о плоде вступления в поток. Пахина сутта, отбросив. А.Н. 6.90. Благословенный сказал, монахи, тот, кто реализовал совершенство в воззрениях, отбросил эти шесть вещей. Какие шесть? Один, воззрение о существовании я, два, сомнение, три, цепляние за правила и предписание, четыре, жажду, ведущую в состояние лишений, пять, злобу. Ведущую в состояние лишений, шесть, заблуждение, ведущая в состояние лишений. Тот, кто реализовал совершенство в воззрениях, отбросил эти шесть вещей. А.Н. 6.91. Благословенный сказал, монахи, тот, кто реализовал совершенство в воззрениях, не способен вызвать эти шесть вещей. Какие шесть? Один, воззрение о существовании я, два, сомнение, три, цепляние за правила и предписания, 4 – жажду, ведущую в состоянии лишений, 5 – злобу, ведущую в состоянии лишений, 6 – заблуждений, ведущая в состоянии лишений. Тот, кто реализовал совершенство в воззрениях, не способен вызвать эти шесть вещей. Патхама Абхиббатхана сутта, случай 1. АН 6.92. Благословенный сказал, монахи, есть эти шесть случаев неспособности. Какие шесть? Человек, совершенный в воззрениях, 1 – не способен пребывать без уважения и почтения по отношению к Учителю, 2 – Дхамме, 3 – Сангхе, 4 – Практики, 5 – не способен прибегнуть к чему-либо, на что не стоит полагаться, 1 – не способен перейти в восьмое существование, 2 – таковы шесть случаев неспособности. 1 – согласно комментарию, имеется в виду, что он не способен принять какое-либо из шестидесяти двух спекулятивных воззрений, раскрыто в подробностях ДН1, или же нарушить пять правил нравственного поведения. Однако, смотри следующую сутту АН 6.93, где говорится только лишь о пяти конкретных поступках, которых он не способен совершить. 2 – комментарий поясняет, что он не может родиться в мире чувств, Камалока, в восьмой раз, если считать с той жизни, в которой он обрел плод вступления в поток. Дутия Абхиббадхана сутта, случай 2. АН 6.93. Благословенный сказал, монахи, есть эти шесть случаев неспособности. Какие шесть? Человек, совершенный в воззрениях, 1 – не способен считать какой-либо обусловленный феномен постоянным, 2 – не способен считать какой-либо обусловленный феномен приятным, 3 – не способен считать какой-либо феномен своим я, 1 – 4 – не способен совершить пагубное деяние, дающее неизбежный результат, 2 – 5 – не способен прибегнуть к мнению, что чистота наступает из-за следования суеверием или знамением, 6 – не способен искать внешнюю по отношению к Дхаме личность, достойную подношений. 3. Таковы шесть случаев неспособности. 1 – примечание переводчика СВ, не безинтересно обратить внимание на то, что в случае с характеристикой безличности не говорится, обусловленный феномен, но говорится просто феномен, что намекает на включение в эту категорию, в том числе, и ниббаны. Исходя из этого можно сделать вывод, что феномен ниббаны является постоянным, приятным, но безличностным. Так как любая постоянная и приятная вещь, которая могла бы входить в состав живого существа, имела бы полное право обозначаться как «я», и так как ниббана при этих характеристиках, все же, не обозначается как «я», то это свидетельствует о том, что ниббана как феномен является составной частью живого существа, как можно было бы подумать. 2. Анантарья камма. Не безинтересно, что, хотя этот термин постоянно встречается в доктринальных изложениях буддизма, среди всех сутти Питаки он встречается лишь один единственный раз, в этой самой сути, а также в Винае, также один единственный раз, в истории о Диводатте. Имеется в виду камма, которая в обязательном порядке приводит после смерти к рождению в аду. Подобными проступками являются пять деяний, один-пять, упомянутых, например, в АН 6.87. Три, то есть, ученика благородных, арию, в каких-либо иных религиозных движениях. Татья Абхимбатхана сутта, случай 3. АН 6.94. Благословенный сказал, монахи, есть эти шесть случаев неспособности. Какие шесть? Человек, совершенный в воззрениях, не способен, 1. Лишить жизни свою мать, 2. Лишить жизни своего отца, 3. Лишить жизни Араханта, 4. Со злобным умом пролить кровь с Татхагаты, 5. Создать раскол в Санхе, 6. Признать другого Учителя. 1.1. Имеется в виду, признать кого-либо другого равным Будде или превосходящего Будду. Читут Тхабхимбатхана сутта, случай 4. АН 6.95. Благословенный сказал, монахи, есть эти шесть случаев неспособности. Какие шесть? Человек, совершенный в воззрениях, не способен, 1. Прибегнуть к мнению, что удовольствие и боль создано собой, 2. Другим, 3. И собой другим, 4. Не собой, но возникли случайно, 5. Не другим, но возникли случайно, 6. Не собой, не другим, но возникли случайно, 1. И почему? Потому что человек, совершенный в воззрениях, четко увидел причинность и причинно возникшие феномены. Таковы шесть случаев неспособности. 1. Смотри. СН 12.18, а также СН 12.25. Патупхава сутта, проявлений. АН 6.96. Благословенный сказал, монахи, проявление этих шести вещей является редким в мире. Каких шести? 1. Появление Татхагаты, Араханта, полностью просветленного является редким в мире. 2. Тот, кто может учить Дхамме Винае, которые были провозглашены Татхагатой, является редким в мире. 3. Перерождение в сфере благородных является редким в мире. 4. Обладание неповрежденными органами чувств является редким в мире. 5. Обладание умом и проницательностью является редким в мире. 6. Желание благой Дхамы является редким в мире. Проявление этих шести вещей является редким в мире. Анисанса сутта «Полезность». АН 6.97. Благословенный сказал, монахи, есть эти шесть полезностей реализации плода вступления в поток. Какие шесть? Человек, один, утвержден в благой Дхамме, два, не способен к упадку, три, его страдание определено в границах, один, четыре, он обладает знанием, которого нет у других, пять, он четко увидел причинность, шесть, он четко увидел причинно возникшие феномены. Таковы шесть полезностей реализации плода вступления в поток. Один, примечание переводчика С.В., достопочтенный Тханиссара в своей версии перевода этой сутты переводит данную фразу иначе, у него нет страданий насчет того, что ограничено и объясняет, что вступивший в поток не печалится по поводу того, что ему осталось пробыть в сансаре всего лишь, максимум, семь жизней. Однако, это можно понимать и просто как то, что страдание ему остается пережить всего ничего по сравнению с теми, кто не является учеником благородных, арей. Смотри, например, С.Н. 13.1, где четко говорится об этом. А.Н. 6.98. Благословенный сказал, монахи, один, не может быть такого, чтобы монах, который считает какой-либо обусловленный феномен постоянным, будет обладать убежденностью, согласующейся с Дхамой. 2. Не может быть такого, чтобы тот, кто не обладает убежденностью, согласующийся с Дхамой, вступит на твердый путь правильности. 3. Не может быть такого, чтобы тот, кто не вступает на твердый путь правильности, реализует плод вступления в поток. 4. Плод однажды возвращения. 5. Плод невозвращения. 6. Или плод араханства. Монахи, есть возможность, что монах, который считает все обусловленные феномены непостоянными, будет обладать убежденностью, согласующейся с Дхаммой. Есть возможность, что тот, кто обладает убежденностью, согласующийся с Дхаммой, вступит на твердый путь правильности. Есть возможность, что тот, кто вступает на твердый путь правильности, реализует плод вступления в поток, плод однажды возвращения, плод невозвращения, или плод араханства. Дукха сутта, страдательность. АН 6,99. Благословенный сказал, монахи, один, не может быть такого, чтобы монах, который считает какой-либо обусловленный феномен приятным, будет обладать убежденностью, согласующейся с дхаммой. Два, не может быть такого, чтобы тот, кто не обладает убежденностью, согласующийся с дхаммой, вступит на твердый путь правильности. Три, не может быть такого, чтобы тот, кто не вступает на твердый путь правильности, реализует плод вступления в поток, 4, плод однажды возвращения, 5, плод невозвращения, 6, или плод араханства. Монахи, есть возможность, что монах, который считает все обусловленные феномены страдательными, будет обладать убежденностью, согласующейся с Дхамой. Есть возможность, что тот, кто обладает убежденностью, согласующийся с Дхамой, вступит на твердый путь правильности. Есть возможность, что тот, кто вступает на твердый путь правильности, реализует плод вступления в поток, плод однажды возвращения, плод невозвращения, или плод араханства. АНАТТА СУТТА «Безличностность» АН 6.100. Благословенный сказал, монахи, один, не может быть такого, чтобы монах, который считает какой-либо феномен своим «Я», будет обладать убежденностью, согласующейся с Дхаммой. Два, не может быть такого, чтобы тот, кто не обладает убежденностью, согласующийся с Дхаммой, вступит на твердый путь правильности. Два, не может быть такого, чтобы тот, кто не вступает на твердый путь правильности, реализует плод вступления в поток. Два, плод однажды возвращения, Два, плод невозвращения, или плод араханства. Монахи, есть возможность, что монах, который считает все феномены «Безличностными», будет обладать убежденностью, согласующейся с Дхаммой. Есть возможность, что тот, кто обладает убежденностью, согласующийся с Дхаммой, вступит на твердый путь правильности. Есть возможность, что тот, кто вступает на твердый путь правильности, реализует плод вступления в поток, плод однажды-возвращения, плод невозвращения, или плод араханства. Ниббана сутта, Ниббана. АН 6.101. Благословенный сказал, монахи, один, не может быть такого, чтобы монах, который считает Ниббану страданием, будет обладать убежденностью, согласующейся с Дхаммой. Не может быть такого, чтобы тот, кто не обладает убежденностью, согласующийся с Дхаммой, вступит на твердый путь правильности. Не может быть такого, чтобы тот, кто не вступает на твердый путь правильности, реализует плод вступления в поток, плод однажды-возвращения, плод невозвращения, или плод араханства. Монахи, есть возможность, что монах, который считает нигбану счастьем, будет обладать убеждённостью, согласующейся с Дхаммой. Есть возможность, что тот, кто обладает убеждённостью, согласующейся с Дхаммой, вступит на твёрдый путь правильности. Есть возможность, что тот, кто вступает на твёрдый путь правильности, реализует плод вступления в поток, плод однажды возвращения, плод невозвращения, или плод араханства. Анаваттхита сутта, Недолговечные. АН 6.102. Благословенный сказал, монахи, когда монах рассматривает шесть видов полезного, то этого достаточно для того, чтобы утвердить безграничные восприятия непостоянства во всех обусловленных феноменах. 1. Какие шесть? 1. Все обусловленные феномены будут представляться мне недолговечными. 2. Мой ум не будет восхищаться чем-либо в мире. 2. 3. Мой ум поднимется над всем миром. 4. Мой ум будет склоняться к небане. 5. Мои околы будут отброшены. 6. Я буду обладать наивысшей аскезой. 3. Монахи, когда монах рассматривает эти шесть видов полезного, то этого достаточно для того, чтобы утвердить безграничные восприятия непостоянства во всех обусловленных феноменах. 1. Комментарий поясняет, без установления таких границ, только эти обусловленные феномены непостоянны, но не другие. 2. Смотри пункт номер 8 в АН 1060. 3. Достопочтенный Тханиссар о переводе чуть иначе, я буду обладать наивысшими качествами того, кто ведет жизнь отшельника. Укхаттасика сутта, поднятый нож. АН 6103. Благословенный сказал, Монахи, когда монах рассматривает шесть видов полезного, то этого достаточно для того, чтобы утвердить безграничные восприятия и страдательности во всех обусловленных феноменах. Какие шесть? 1. Восприятие и разочарование будет утверждено во мне ко всем обусловленным феноменам, точно к убийце с поднятым ножом. 2. Мой ум поднимется над всем миром. 3. Я буду увидеть Никбану умиротворенной. 4. Мои скрытые склонности будут искоренены. 5. Я буду тем, кто выполнил свою задачу. 6. Я услужу учителю доброжелательностью. Монахи, когда монах рассматривает эти шесть видов полезного, то этого достаточно для того, чтобы утвердить безграничные восприятия и страдательности во всех обусловленных феноменах. АТАМ МАЯ СУТТА, БЕЗ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ. АН 6104. Благословенный сказал, Монахи, когда монах рассматривает шесть видов полезного, то этого достаточно для того, чтобы утвердить безграничные восприятия и безличности во всех феноменах. Какие шесть? 1. Я не буду отождествляться с чем-либо во всем мире. 2. Сотворения я прекратятся во мне. 3. Сотворения моего прекратятся во мне. 4. Я буду обладать знанием, которого не имеют заурядные люди. 5. Я четко увижу причинность. 6. Я четко увижу причинно возникшие феномены. 6. Монахи, когда монах рассматривает эти шесть видов полезного, то этого достаточно для того, чтобы утвердить безграничные восприятия и безличности во всех феноменах. 7. Пхава сутта, Существований. АН 6105. Благословенный сказал, Монахи, есть эти три вида существования, которые следует отбросить, и следует тренироваться в трех тренировках. И какие три вида существования следует отбросить? 1. Существование в мире чувств. 2. Существование в мире форм. 3. Существование в бесформенном мире. Таковы три вида существования, которые следует отбросить. И в каких трех тренировках следует тренироваться? 4. В высшем нравственном поведении. 5. В высшем уме. 6. В высшей мудрости. Следует тренироваться в этих трех тренировках. Когда монах отбросил эти три вида существования и выполнил эти три тренировки, то он зовется монахом, который отрезал жажду, сбросил оковы, и, полностью пробившись сквозь самомнение, положил конец страданиям. Танха-сутта «Жажда» А.Н. 6.106. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вида жажды и эти три вида самомнения, которые следует отбросить. Какие три вида жажды следует отбросить? 1. Чувственную жажду, 2. Жажду к существованию, 3. Жажду к несуществованию. Эти три вида жажды следует отбросить. И какие три вида самомнения следует отбросить? 4. Самомнение, 5. Комплекс неполноценности, 6. Надменность. Эти три вида самомнения следует отбросить. Когда монах отбросил эти три вида жажды и эти три вида самомнения, то он зовется монахом, который отрезал жажду, сбросил оковы, и, полностью пробившись сквозь самомнение, положил конец страданиям. Рага-сутта «Страсть» А.Н. 6.107. Благословенный сказал, монахи, есть эти три вещи. Какие три? Один, страсть, два, ненависть, три, заблуждение. Таковы три вещи. Три иные вещи следует развить ради отбрасывания этих трех вещей. Какие три? Четыре, непривлекательность следует развить для отбрасывания жажды. Пять, доброжелательность следует развить для отбрасывания ненависти. Шесть, мудрость следует развить для отбрасывания заблуждения. Эти три вещи следует развить ради отбрасывания первых трех вещей. Дучарита сутта, неблагое поведение. АН 6.108. Благословенный сказал, монахи, есть эти три вещи. Какие три? Один, телесное неблагое поведение, два, словесное неблагое поведение, три, умственное неблагое поведение. Таковы три вещи. Три иные вещи следует развить ради отбрасывания этих трех вещей. Какие три? 4. Телесное благое поведение следует развить для отбрасывания телесного неблагого поведения. 5. Словесное благое поведение следует развить для отбрасывания словесного неблагого поведения. 6. Умственное благое поведение следует развить для отбрасывания умственного неблагого поведения. Эти три вещи следует развить ради отбрасывания первых трех вещей. Витакка сутта «Мысли» А.Н. 6.109 Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вещи. Какие три? 1. Чувственная мысль 2. Недоброжелательная мысль 3. Мысль о причинении вреда Таковы три вещи Три иные вещи следует развить ради отбрасывания этих трех вещей Какие три? 4. Мысль об отречении следует развить для отбрасывания чувственной мысли 5. Доброжелательную мысль следует развить для отбрасывания недоброжелательной мысли 6. Мысль о безвредности следует развить для отбрасывания мысли о причинении вреда Эти три вещи следует развить ради отбрасывания первых трёх вещей. Санья сутта, восприятие. АН 6.110. Благословенный сказал, монахи, есть эти три вещи. Какие три? 1. Чувственное восприятие. 2. Недоброжелательное восприятие. 3. Восприятие причинения вреда. Таковы три вещи. Три иные вещи следует развить ради отбрасывания этих трёх вещей. Какие три? 4. Восприятие и отречение следует развить для отбрасывания чувственного восприятия. 5. Доброжелательное восприятие следует развить для отбрасывания недоброжелательного восприятия. 6. Восприятие и безвредности следует развить для отбрасывания восприятия причинения вреда. Эти три вещи следует развить ради отбрасывания первых трёх вещей. Тхату сутта, элементы. АН 6.111. Благословенный сказал, монахи, есть эти три вещи. Какие три? 1. Элемент чувственности 2. Элемент недоброжелательности 3. Элемент причинения вреда Таковы три вещи Три иные вещи следует развить ради отбрасывания этих трех вещей Какие три? 4. Элемент отречения следует развить для отбрасывания элемента чувственности 5. Элемент доброжелательности следует развить для отбрасывания элемента недоброжелательности 6. Элемент безвредности следует развить для отбрасывания элемента причинения вреда Эти три вещи следует развить ради отбрасывания первых трех вещей. Ассада сутта «Привлекательность» АН 6.112 Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вещи. Какие три?» 1. Воззрение привлекательности, 2. Воззрение я, 3. Неправильное воззрение. Таковы три вещи. Три иные вещи следует развить ради отбрасывания этих трех вещей. Какие три? 4. Восприятие непостоянства следует развить для отбрасывания воззрения привлекательности. 5. Восприятие безличности следует развить для отбрасывания воззрения я. 6. Правильное воззрение следует развить для отбрасывания неправильного воззрения. Эти три вещи следует развить ради отбрасывания первых трех вещей. Аратисутта «Недовольство» АН 6.113 Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вещи. Какие три?» 1. Недовольство, 2. Причинение вреда, 3. Поведение, противоположное Дхамме. Таковы три вещи. Три иные вещи следует развить ради отбрасывания этих трех вещей. Какие три? 4. Сарадовни следует развить для отбрасывания недовольства. 5. Безвредность следует развить для отбрасывания причинения вреда. 6. Поведение в соответствии с Дхаммой следует развить для отбрасывания поведения, противоположного Дхамме. Эти три вещи следует развить ради отбрасывания первых трёх вещей. Сан-Тутхито сутта, Довольствование. АН 6.114. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вещи. Какие три? 1. Недовольствование, 2. Отсутствие бдительности, 3. Сильные желания. Таковы три вещи. Три иные вещи следует развить ради отбрасывания этих трёх вещей. Какие три? 4. Довольствование следует развить для отбрасывания недовольствования. 5. Бдительность следует развить для отбрасывания отсутствия бдительности. 6. Немногочисленность желаний следует развить для отбрасывания сильных желаний. Эти три вещи следует развить ради отбрасывания первых трёх вещей. Довачас это сутта, трудность исправить. АН 6.115. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти три вещи. Какие три? 1. Трудность кого-либо исправить, 2. Дружба с плохими друзьями, 3. Умственное отвлечение. Таковы три вещи. Три иные вещи следует развить ради отбрасывания этих трёх вещей. Какие три? 4. Лёгкость кого-либо исправить следует развить для отбрасывания трудности кого-либо исправить. 5. Дружбу с хорошими друзьями следует развить для отбрасывания дружбы с плохими друзьями. 6. Осознанность к дыханию следует развить для отбрасывания умственного отвлечения. Эти три вещи следует развить ради отбрасывания первых трёх вещей. Утхача сутта, неугомонность. АН 6.116. Благословенный сказал, монахи, есть эти три вещи. Какие три? 1. Неугомонность. 2. Нездержанность. 3. Беспечность. Таковы три вещи. Три иные вещи следует развить ради отбрасывания этих трех вещей. Какие три? 4. Безмятежность следует развить для отбрасывания неугомонности. 5. Сдержанность следует развить для отбрасывания несдержанности. 6. Прилежание следует развить для отбрасывания беспечности. Эти три вещи следует развить ради отбрасывания первых трех вещей. Кайну Пасси Сутта, созерцая тело. А.Н. 6.117. Благословенный сказал, монахи, не отбросив шесть вещей, человек не способен созерцать тело в теле. Какие шесть? 1. Наслаждение работой. 2. Наслаждение разговорами. 3. Наслаждение сном. 4. Наслаждение компанией. 5. Отсутствие охраны дверей органов чувств. 6. Неумеренность в еде. Не отбросив эти шесть вещей, человек не способен созерцать тело в теле. Монахи, отбросив шесть вещей, человек способен созерцать тело в теле. Какие шесть? Наслаждение работой. Неумеренность в еде. Отбросив эти шесть вещей, человек способен созерцать тело в теле. А.Н. 6.118. Благословенный сказал, «Монахи, не отбросив шесть вещей, человек не способен созерцать тело в теле внутренне». Какие шесть? 1. Наслаждение работой, 2. Наслаждение разговорами, 3. Наслаждение сном, 4. Наслаждение компанией, 5. Отсутствие охраны дверей и органов чувств, 6. Неумеренность в еде. Не отбросив эти шесть вещей, человек не способен созерцать тело в теле внутренне. Монахи, отбросив шесть вещей, человек способен созерцать тело в теле внутренне. Какие шесть? Наслаждение работой, неумеренность в еде. Отбросив эти шесть вещей, человек способен созерцать тело в теле внутренне. Монахи, не отбросив шесть вещей, человек не способен созерцать тело в теле внешне. Тело в теле внутренне и внешне. Созерцать чувства в чувствах. Созерцать чувства в чувствах внутренне. Созерцать чувства в чувствах внешне. Созерцать чувства в чувствах внутренне и внешне Созерцать он в уме Созерцать он в уме внутренне Созерцать он в уме внешне Созерцать он в уме внутренне и внешне Созерцать феномены в феноменах Созерцать феномены в феноменах внутренне Созерцать феномены в феноменах внешне Созерцать феномены в феноменах внутренне и внешне Каких шести? Наслаждение работой Неумеренность в еде Не отбросив эти шесть вещей, человек не способен созерцать феномены в феноменах внутренне и внешне. Монахи, отбросив шесть вещей, человек способен созерцать феномены в феноменах внутренне и внешне. Какие шесть? Наслаждение работой. Неумеренность в еде. Отбросив эти шесть вещей, человек способен созерцать феномены в феноменах внутренне и внешне. Тапуса сутта, Тапуса. АН 6.119. Благословенный сказал, монахи, обладая шестью качествами, домохозяин Тапуса достиг уверенности в отношении Татхагаты, стал видящим бессмертного, тем, кто живет, реализовав бессмертное. Какими шестью? 1. Непоколебимой уверенностью в Будде, 2. Непоколебимой уверенностью в Дхамме, 3. Непоколебимой уверенностью в Санхе, 4. Благородным нравственным поведением, 5. Благородным знанием, 6. Благородным освобождением. Обладая этими шестью качествами, домохозяин Тапуса достиг уверенности в отношении Татхагаты, стал видящим бессмертного, тем, кто живет, реализовав бессмертные. Один. Один, подобные сутты часто приводят как доказательство того, будто многие миряне во времена Будды становились арахантами. Однако, это из-за недопонимания, поскольку в этом списке, смотри следующие по счету сутты, упоминаются Надхапиндика, Турана, Исидатта, которые переродились в мире Туситы, смотри. АН 6.44, МН 143. Здесь также приводится Угга из Весали, который, согласно АН 5.44 переродился среди божеств, состоящих из разума, и Хадхака, который, согласно АН 3.127 переродился в мире чистых обителей Авихи. Упоминание о освобождении звучит необычно, но комментарий поясняет, что речь идет об освобождении плодами учеников, плод вступления в поток и т.д. Сутты АН 6.120-139. Сутты идентичны предыдущей АН 6.119. Но здесь меняется имя мирянина. Домохозяин Судатта Надхапиндика, домохозяин Читтамачихикасанда, домохозяин Хадхака из Алави, домохозяин Маханама из клана Сакьев, домохозяин Угга из Весали, домохозяин Уггата, домохозяин Сурайзамбадхи, домохозяин Дживака Камарабхача, домохозяин Накулапита, домохозяин Таваканника, домохозяин Пурана, домохозяин Исидатта, домохозяин Сандхана, домохозяин Виджая, домохозяин Ваджимахита, домохозяин Миндака, мирянин Васеттха, мирянин Ариттха, мирянин Сарагга. Патхама сутта, первая. АН 6.140. Благословенный сказал, монахи, ради прямого знания жажды следует развивать шесть вещей. Какие шесть? Один, непревзойденное видение, два, непревзойденное слушание, три, непревзойденное обретение, четыре, непревзойденную тренировку, пять, непревзойденное услужение, шесть, непревзойденное пометование. Один. Ради прямого знания жажды следует развивать эти шесть вещей. Один, смотри. АН 6.30. Дутия сутта, вторая. АН 6.141. Благословенный сказал, монахи, ради прямого знания жажды следует развивать шесть вещей. Какие шесть? Один, пометование Будде, два, пометование Дхаме, три, пометование Асанхе, четыре, пометование нравственности, пять, пометование щедрости, шесть, пометование о божествах. Ради прямого знания жажды следует развивать эти шесть вещей. Татья сутта, третья. АН 6.142. Благословенный сказал, монахи, ради прямого знания жажды следует развивать шесть вещей. Какие шесть? Один, восприятие непостоянства, два, восприятие страдательности в непостоянном, три, восприятие безличности в страдательном, четыре, восприятие оставления, пять, восприятие бесстрастия, шесть, восприятие прекращения. Ради прямого знания жажды следует развивать эти шесть вещей. Сутты АН 6.143.169. Сутты идентичны АН 6.140.142, но вместо ради прямого знания жажды здесь идут другие фразы, ради полного понимания жажды, ради полного уничтожения жажды. Ради оставления жажды. Ради уничтожения жажды. Ради преудоления жажды. Ради угасания жажды. Ради прекращения жажды. Ради отказа от жажды. Ради покидания жажды. Сутты АН 6.170.649. Сутты идентичны АН 6.140.169, но вместо жажды идут иные значения, злобы, заблуждения, злости, враждебности, клеветы, презрения, зависти, скупости, неискренности, лукавства, упрямства, горячности, самомнения, надменности, опьянения, беспечности.